Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Книга вторая. С 1952 года по 1962 год. Санкт-Петербург-Харьков. Нева-Фолио. 1996 год. Указом Президента Российской Федерации по предложению комиссии по государственным премиям Лидии Корнеевне Чуковской за книгу записки об Анне Ахматовой присуждена государственная премия 1994 года. Немного истории. 14 августа 1946 года особым постановлением ЦК ВКПБ решено было журнал «Ленинград» уничтожить, а в журнале «Звезда» сменить редакторов. Вина двух журналов сформулирована была так. Они представляли свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой. Руководящие работники из соображений приятельства допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безидейности и аполитичности. И еще того хуже. Культивировали несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Руководящие работники редакции допустили, а руководящие работники Союза писателей и горкома партии проглядели. Это протаскивание безидейности и это культивирование культуры. Ошибка журнала в том, что они напечатали ряд ошибочных произведений. Ими оказалось забытым одно из важнейших положений ленинизма. Ленинизм учит нас, что нельзя воспитывать молодежь в духе наплевизма. Ленинизм и наплевизм несовместимы. Кроме Ахматовой и Зощенко в постановлении 14 августа названы были еще несколько литераторов, драматургов, сценаристов, чуждых народу и безидейных. Но самыми чуждыми, самыми несвойственными, самыми аполитичными, самыми безидейными, вредными и отравляющими оказались все-таки Ахматова и Зощенко. Дух их творчества наносит вред духу воспитания молодежи в духе бодрости и оптимизма. Автор или авторы постановления создали два литературных портрета, изобразили, если употребить их собственный термин, две физиономии двух, с позволения сказать, литераторов. Физиономия Зощенко. Он специализировался на проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Зощенко – пошлый пасквелянт и проповедник наплевизма. Физиономия Ахматовой. Ахматова является представительницей чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии. Поэзия Ахматовой застыла на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, искусства для искусства, нежелающего идти в ногу со своим народом. Казалось бы, какая связь, какое сходство между лирической и высокой поэзией Анны Ахматовой и отнюдь нелирической, по колено окунающей нас в житейскую прозу, прозой Михаила Зощенко. Ахматова и Зощенко. Писатели не советские. В этом «не» и заключена связь между ними. Оба они наносят вред народу и государству. Оба отравляют сознание молодежи. А потому оба не могут быть терпимы в нашей литературе. Авторы постановления к искусству касательства не имеют. Они мыслят не литературными, не философскими, не моральными, не общественными и даже не политическими категориями. Они администраторы, привыкшие к мерам административным. Увольняют ведь из торговой сети завмагов, улеченных в воровстве. Отчего же не уволить из литературы писателей, улеченных вне советскости? Уволить их. Снять. Оканчивалось постановление 14 августа, как и полагается, всякому постановлению, идет ли в нем речь об урожае, черной металлургии, железнодорожном транспорте или литературе, оргвыводами. Без оргвыводов – какое же постановление? Ввиду вышеизложенного и в целях наведения надлежащего порядка, один журнал прекратить, а в другом – иметь главного редактора и при нем редколлегию. Утвердить главным редактором журнала «Звезда» товарища Еголина А.М. С сохранением за ним должности заместителя начальника управления пропаганды ЦК ВКПБ. Судя по слугу, авторам постановления, разумеется, опирающимся на референтов. Был генералиссимус, сам. На странице толчая одних и тех же, одних и тех же, одних и тех же слов – безидейные, аполитичные, отравляющие, пустая, чуждая, дезориентирующая и опять аполитичная, и опять чуждая, и опять безидейная, и опять пустая. Это уж и не слова, а пустые скорлупки от давно выеденных слов. Из каждого абзаца торчат августейшие усы. А вот довести новый документ до сведения широкой общественности, разъяснить, растолковать его, поручено было Жданову. Среди членов полетбюро он слыл интеллигентом. Выступал Жданов дважды. Один раз на собрании актива Ленинградской партийной организации, вторично – на собрании писателей. Сугубо канцелярский слог нового исторического документа Жданов оживил площадной бранью. Иное бранное словцо оказалось столь непечатным, что в печать не попало. Но и та словесность, которую пресса аккуратно воспроизвела, отличается большой выразительностью. А Зоченко, например, докладчик сообщил собравшимся, что этот пасквелянт, хулиган и подонок был публично выпорот журналом «Большевик». Ахматова в докладе названа взбесившейся баронькой, полумонахиней, полублудницей. Блуд у нее сочетается с молитвой, и она мечется между будуаром и молильней. По эзю Ахматовой Жданов попросту, по-нашему, по-рабочему, с большевистской прямотой, определил так. Хлам. Блуднице и хулигану в нашей литературе не место. Мы не нуждаемся в хламе. Однако, сколь не непристойной была Ждановская брань, не она, думаю я, произвела наиболее устрашающее впечатление на современников. Шел август 46-го года. Показательные процессы 30-х годов, палаческая терминология, разрабатывавшаяся десятилетиями, была на памяти у всех, у всех на слуху. Такие словосочетания, как «сползать на позиции», «дворянско-буржуазные течения», «социальные корни» морозом пробегали по коже. Не ленинградским и не московским морозом. Колымским. От несоветских до антисоветских, от чуждых и несвойственных до вражеских, от низкопоклонства перед Западом до службы в одной из иностранных разведок, короче говоря, от поставщиков до зориентации, до врагов народа, рукой подать. Кавычки, в которых произносились и печатались, слова «творчество», «деятельность», «произведение», «авторитет», рябили в глазах, как решетки тюремных окон. Стереотипное, с позволения сказать, «творчество», звучало, как «десять лет дальних лагерей без права переписки». А слово «группа» уж просто как выстрел в затылок. Прочитав доклад Жданова на страницах газеты или журнала, люди спрашивали друг у друга шепотом, «А что, Зощенко и Ахматова еще на свободе?» И понимали, война окончилась, окончилась победой, а перемен нет. Обстановка вокруг доклада создана была и впрямь, времен Большого террора. Вспоминались регулярные наезды из Москвы в Ленинград военной коллегии Верховного суда. Расстрел или, в лучшем случае, 10, 15 или 25 лет лишения свободы. Вспоминались дни после убийства Кирова. У всех приглашенных в Смольный троекратно проверяли пропуски. Слушая доклад, одна молодая писательница почувствовала дурноту, но когда накинулась к боковым дверям, поскорее на воздух. Солдаты скрестили перед нею ружья. Можно было подумать, что в Смольном обсуждают не работу двух, довольно-таки заурядных и уж во всяком случае безобидных журналов, а способы расправы с новым восстанием кронштадтских моряков по меньшей мере. Под ногами каждого литератора разверзлась ненасытная бездна безидейности. Хозяйство у нас плановое. Чуть не в каждой республике была обнаружена своя маленькая блудница и свой маленький пасквилянт. И как в 1937-38 годах, каждое промышленное предприятие и каждое советское учреждение, будь то завод, фабрика, аптека или почтамт, обязаны были найти среди своих сотрудников и поставить на убой хоть одного вредителя, шпиона или диверсанта, творившего свое грязное дело под носом партийной организации, утратившей, разумеется, должную бдительность. Так, в 1946-1947 каждая литературная организация, будь то отделение Союза писателей, редакция издательства или журнала, обязана была обнаружить среди своих сотрудников, выявить и разоблачить двух-трех чуждых советскому народу литераторов. Если не преклонение перед растленной культурой буржуазного Запада, то аполитичность. Если не аполитичность, можно найти ноты безнадежности, несвойственные нашей вечно бодрой молодежи. Если и того нет, можно на худой конец выявить недостаток художественности, благоточных измерителей этой пресловутой художественности не существует в природе. «Мало-высоко-художественно», написал некогда Зощенко. Теперь в своей борьбе за много-высоко-художественное можно было опираться на постановление ЦК. Обслуживающий персонал приступил к делу. Шагинян сообщила, что литературовед Гуковский в своей работе о русском баснописце Крылове проявил низкопоклонство перед Западом. Крушинский сообщил, что детский писатель Чуковский протаскивает на странице журнала «Мурзилка» безидейную сказку «Бибегон». Театральные критики пошли один за другим сообщать, что, например, театр имени Ленинского комсомола с подозрительной медлительностью репетируют советские пьесы на современную тему. А, например, театр комедии и его руководитель Акимов явно имеют пристрастие к западному репертуару. А уж поэты, новый генеральный секретарь Союза писателей Фадеев разоблачил Пастернака в крайнем субъективизме, отталкивающем от него наш народ. А других поэтов в том, что они из соображений приятельства поддерживают Пастернака. Все профессора гуманитарных отделений Ленинградского университета историки, филологи и востоковеды были скопом уличены в низкопоклонстве перед гнилой буржуазной культурой Запада. Некто Молова разоблачила поставленную студией Ленфильм народную сказку «Золушка», уличив ее в псевдонародности. «Золушка» — псевдоисторический фильм, так и написала Молова 12 сентября 1946 года в «Ленинградской правде». Кто в ней действующие лица, неизвестно. Никто не поймет этой сказки. Народного в ней ничего нет. Валентин Катаев заявил, что постановление наполнило нашу жизнь новым воздухом. Вдыхая свежий воздух Ждановского доклада, услужающие литераторы подрядились обнаруживать самые корни безидейности, аполитизма и низкопоклонства. Анна Караваева срочно занялась разоблачением серопионовых братьев, прозаиков, назвавшихся братьями в 20-е годы, то есть четверть века назад. Под пером Анны Караваевой серопионовы братья сущие братья-разбойники. Недаром именно из их шайки вышел на большую дорогу Зощенко. С возмущением и презрением читаешь теперь цитаты из декларации серопионовых братьев. Прокурорствовала Караваева 28 сентября 1946 года. Это была воинствующая школа равнодушия и безидейности, внутренняя иммигрантщина, стремившаяся столкнуть советскую литературу с ее генерального пути. Досталось от Караваевой и немецкому писателю Эрнсту Теодору Амадею Гофману, из чьих сочинений «преступная группа» или «школа» в савычках, низкопоклонничая перед гнилым Западом, заимствовала свое наименование. Что такое произведение этого Теодора Амадея? Это, писала Караваева, пустыня визионерства реакционной аристократической фантастики и мистицизма. Из шести слов в этом определении «четыре иностранных». И что значит «пустыня» визионерства? Каравай – русское слово. Караваева – сугубо русская фамилия. А вот мистицизм, реакционность, фантастика – эти слова пришли в наш язык оттуда же, откуда и наименование «серапионы». С того же проклятущего Запада. Уж если берешься поносить без разбора все западное, то к чему тебе, казалось бы, визионерство, реакция, мистицизм? Не примечательно ли ярые гонители низкопоклонства перед гниющим Западом словечко неспособны сказать на родном языке? Живого русского языка они не знают, не чувствуют. Вводить в него иностранные слова в соответствии со складом и ладом русского, как умеет только народ и поэт, они не умеют. По-русски они умеют только ругаться. Перечитайте их циркуляры, постановления, доклады, рецензии. Слов без приставки «а» или «анти», без окончания «изм» или «ист» для них просто нет. Попалось им на язык русское слово «наплевать». Они сотворили из него наплевизм. Наплевизм Зощенко, наплевист Зощенко. Персонажи сентиментальных повестей и уважаемых граждан. Все, кого прозорливый сатирик и наивный проповедник добра Зощенко надеялся усовестить своей сатирую и своей проповедью. Мещане-хищники, мещане-карьеристы, мещане-злодеи, надышавшись новым воздухом постановления, сошли со страниц Зощенковских книг и кинулись на своего разоблачителя. «Крой его, робя! Хватай! Здесь, а! Сюды, братцы, сюды загоняй! Бери его, братцы!» С Ахматовой расправиться было сложнее. Трудность состояла в том, что в годы войны ее имели неосторожность признать патриоткой. Раньше была она раз и навсегда камерная-камерная, буржуазная-буржуазная. Писала только о своих мизерных любовных переживаницах. Но Великая Отечественная война, именно Великая Отечественная, Первая мировая не в счет, внезапно пробудила в ней патриотку. Такие стихотворения Ахматовой, как «Славно начато славное дело», «Нокс», «Победа у наших стоит дверей» разрешалось даже похваливать, и не за что-нибудь, а за патриотизм. Мужество напечатано было 8 марта 1942 года, не где-нибудь, а в «Правде» – центральный орган. Но вот в 1946 году велено доказать, что Ахматова всегда, во все времена и даже во время Великой Отечественной войны, была равнодушна к судьбам народа и России. А так как муза Ахматовой всегда была музой истории, а так как любимицей ее музы всегда была родная земля, чтобы туча на темной России стала облаком в славе лучей постоянная молитва поэта. Тут голой брани оказалось недостаточно. Тут в ход пошло мелкое мошенничество. Критики передергивали строки и даты, как шулера карты. Так 14 сентября 1946 года Тамара Трифонова в «Ленинградской правде» в статье о заглавленной «Поэзия вредная и чуждая народу» под довоенным стихотворением 1941 года смело поставила 1942. И вышла, будто Ахматова во время ленинградской блокады совершала прогулки по городу, любуясь отражением золотых шпилей в водах каналов и рек. Ой, есть ли что на свете мне знакомей, чем шпилей блеск и отблеск этих вод? Кругом рвутся бомбы, пылают дома, гибнут люди, а она? Она любуется блеском и отблеском шпилей. Это ли неравнодушие к судьбам своих сограждан? Мужество Тамара Трифонова трактовала тоже как антинародное стихотворение. В этом случае Ахматовой вменялась вину, что в России будто бы дорог ей только язык, а до родного народа и родной земли ей дела нет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Клялась Ахматова в 1942 году, когда немцами захвачено было полстраны. В 1946 Тамара Трифонова так комментировала эти строки. Судьбы народа и России никогда не волновали Ахматову. Даже в стихотворении мужества Ахматова остается аполитичной и говорит лишь о сохранении великого русского слова. Но вот Ахматова в своих стихах военного времени в феврале 1945 года заговорила уже не о такой пустяковине, как русский язык, который должен спасти из немецкого плена, а непосредственно об освобожденной из немецкого плена русской земле. Чистый ветер еле колышет, чистый снег заметает поля, больше вражьего шага не слышат, отдыхает моя земля. Как в этом случае извернется Трифонова? Нашлась, передернула. Из четырех строк процитировала только четыре слова и обнаружила в этих четырех словах чуждость народу. Ахматовы радуются, видите ли, всего лишь чистому ветру и чистому снегу, ни словом, не обмолвившись, о народе. Если язык не народ и земля не народ, то где же тогда Патрифоновый народ? Может быть, воинах, отстоявших родной язык и родную землю? Сзади Нарвские были ворота, впереди была только смерть. Так советская шла пехота, прямо в желтые жерла берд. Тут уж прямая хвала русским воинам. Тут впервые, кажется, единственный раз, гордо звучит в поэзии Ахматовой слово «советский». Так советская шла пехота прямо в желтые жерла берд. Подвиг защитников Ленинграда бессмертен. Они погибли, но смертью своей победили врага. Стихотворение так и называется «Победители». Вот о вас и напишут книжки «Жизнь свою за други своя, незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья». Стихотворение напечатано было в журнале «Красноармеец» в мае 1946 года. Через месяц после постановления с первыми четырьмя строками расправился в журнале «Звезда» в статье под названием об антинародной поэзии Ахматовой критик Сергеевский. Он объяснил читателю, что Ахматова приписывает советским бойцам вовсе несвойственны им настроения смертников. Впереди была только смерть. Это поклёб на наших воинов. По Сергеевскому наша пехота, отстаивая Ленинград, шла не на смерть, а ну не знаю куда. Может быть на Первомайский парад? Со второй строфой, материнской, сестринской, словно Ахматова благоговейно склонилась над каждым юношей, каждому взглянула в мёртвое лицо, каждого благословила. Со второй строфой расправился не Сергеевский, а секретарь Союза писателей Александр Александрович Фадеев. В одном из своих выступлений он заявил, что в этих стихах барское, чуть не крепостническое отношение к народу Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки. Так барыня кличет дворовых. И это говорилось о строках, в которых единое слово «братики» роднило Анну Ахматову с идущим в смертный бой народом. Одно это слово горше и утешительнее пронзало сердце, чем все риторические фигуры всех словословящих народ вершеплётов. Ахматовы и Зощенко до конца дней своих пытались разгадать причину постигшей их катастрофы. Предположений они, да и друзья и враги их высказывали множество. Зощенко полагал, что Сталин в одном из персонажей одного из его рассказов заподозрил в качестве прототипа себя. Ахматову полагало, что Сталину пришлось не по душе её дружба с аксфордским профессором, посетившим в 1945 году Ленинград. Полагала она также, что Сталин приревновал её к овациям. В апреле 1946 года Ахматова читала свои стихи в Москве, и публика аплодировала стоя. Аплодисменты стоя причитались по убеждению Сталина ему одному, и вдруг толпа устроила овацию какой-то поэтессе. Правильно ли эти предположения? Быть может, да. Я не берусь ни подтвердить их, ни опровергнуть. Но вот в чём я убеждена безусловно. Подозрение Сталина насчёт прототипа в Зощенковском рассказе и его неудовольствия по поводу дружбы Ахматовой с наземным гостем и оваций, устроенных ей, могли явиться лишь поводом, но не причиной. Цель ясна снова, опять и опять привести интеллигенцию в оцепенение. Цель ясна поводов сколько угодно. А в чём причина? И причина ясна. Сталин и Жданов искренне, быть может, воображали, что чужда им поэзия Анны Ахматовой. Декаденщина, привязанность к прошлому, религиозность, пессимизм и так далее. Они заблуждались. Людям постановлений и циркуляров ненавистна поэзия вообще, любая поэзия. Муза смеха или муза плача всё равно. Слушайте их убогий язык. Слушайте слово поэта. Люди, чей умственный и словесный запас сводится к трём понятиям, выправить линию, прекратить, обеспечить, для таких людей естественно непереносимо и враждебно поэзия. Она слишком богата смыслами и чувствами, оттенками смыслов и чувств, слишком глубоко и многозначно, чтобы в политиках, чувствующих и думающих плоско, однолинейно, не вызывать раздражения и подозрительности. Язык поэзии глубоко уходит в то, что всякой косности косней, в неистребляемую память личности и народа. К тому же он имеет власть над сердцами, соперничающую власть. Как же владычествующие бюрократии не боятся поэзии? Слушайте это волшебное слово Иволга, эти долгие И, ОЛ, ЛО, пронизывающие все четверостишее, глубиною звука, дающие глубину смыслу, преображающие печаль в радость, предрекающие рай. Это не звукоподражание, а душепреображение. Слушайте пенье птиц и свист серпов, расслышанный поэтом и перенесенный им на страницу книги из своего слуха и своей памяти в душу и память читателя. Я слышу Иволги всегда печальный голос, и лето пышного приветствую ущерб, а колосу прижатый тесно колос с змеиным свистом срезывает серп. На каком языке это произнесено? На русском? Нет, на райском, извлеченном из русского. Я гибель накликала милым и гибли один за другим. иметь главного редактора и при нем редколлегию. Утвердить главным редактором журнала «Звезда» товарища Еголина А.М. с сохранением за ним должности заместителя начальника управления пропаганды ЦК ВКПБ. Имейте. Имейте с сохранением. Ввиду всего вышеизложенного выпрямляйте в целях обеспечения. Имейте. «Куда там Иволги состязаться с отделом пропаганды ЦК?» Зоченко не арестовали, а Ану Ахматову не арестовали и не расстреляли. Реквейм и стихи, подобные ему, до власти не дошли. Обоим был вынесен другой, менее жестокий, но достаточно тяжелый приговор. Года полтора со страниц газеты журналов не сходили цитаты из доклада Жданова, обогащенные новыми доказательствами, что Ахматова народу чужда, а Зоченко тот прямо-таки ненавидит народ. Не только заведующий каждой редакцией, но и каждый издательский курьер обязаны были усвоить, намотать себе на ус, зарубить у себя на носу, что Ахматова полумонахиня, полублудница, а Зоченко полный наплевист. Не только каждый редактор, но также и каждый студент гуманитарного вуза, и каждый школьник, его постановление ЦК от 14 августа на долгие годы введено было в учебные программы. Не стихи Анны Ахматовой о Шекспире и Данте, о бомбежках Лондона, о погибшем Париже, о родном Петербурге, о вымирающем Ленинграде, не ее любовные признания высокие, чистые, страстные, не стихи о Пушкине заучивали наизусть наши дети. Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Не шедевры русской лирики с измольства запоминали наши дети, а сквернословие Жданова. В сентябре 1946 года ленинградские писатели приняли по тому же докладу резолюцию. Редакции журналов оказались в плену дутого авторитета Ахматовой. Собрание особо отмечает, что среди ленинградских писателей нашлись люди, раздувающий авторитет Зощенко, Ахматовой и Ижи с ними. 4 сентября 1946 года Президиум правления Союза писателей сделал из всего вышеизложенного соответствующие оргвыводы Зощенко М.М. и Ахматову А.А. из Союза советских писателей исключить. Отныне ни одна их собственная строчка не могла быть опубликована, зато сотни строк об их ненависти к народу народ читал постоянно. Читал в газетах, слушал по радио. Отныне Ахматова и Зощенко предстояло голодая ожидать, когда пожаловано им будет в виде высокой милости разрешение заняться переводами. Прочитав о себе в газетах, что он публично выпорот, Зощенко медленно, постепенно и неуклонно погружался в душевную болезнь. Тем не менее, впоследствии на одном из публичных собраний он имел смелость заявить, что о качестве своих литературных произведений не судит, но называть себя подонком и хулиганом он, русский офицер и порядочный человек, никому дозволить не может. Гонения усилились, болезнь тоже. Братья по давнему Серапионову братству, например, Каверин, да и просто друзья, сразу после начала гонений и до конца жизни Михаила Михайловича не оставляли его, но принимать деньги от друзей, даже ближайших, не зная, когда вернешь их. Для человека чести, для деликатнейшего и щепетильнейшего Михаила Михайловича Зощенко было мукой. Он готов был на любую работу, ведь до того, как сделался писателем, он изучил немало специальностей. Но какой же зав или зам примет на работу наплевиста? Писатель Зощенко в своих повестях и рассказах с изумительной меткостью передавший язык и мышление своих будущих гонителей, и вот, при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. При ситуации происходит рождение. или жила-жила она с таким отсталым элементом, жила с элементом. Разве это пристрастие к неуклюжему внедрению иностранных слов, вульгарную разговорную речь? Разве это не пародия на чиновничьи документы? Он, казалось бы, постигший до точки их невежество, жестокость, мстительность и безмозглость, еще недостаточно изучил их? Когда они кинулись на него из-под воротней каждой газеты, когда газеты и радио сделали свое дело и имя Зощенко для миллионов людей зазвучало как синоним ненавистничества, Зощенко расправы не вынес. Он окончательно повредился в уме. Пачкун Зощенко Мерзкая почкотня Зощенко Грязный хулиган Зощенко А как перенесла постановление ЦК доклад Жданова статьи Трифоновой Сергеевского и других Анна Ахматова? Об этом свидетельствовать я не вправе и не потому, что нас разделяла в ту пору 700-километровая даль между двумя городами, а потому, что разделены мы были далью душевной. К 1946 году мы находились уже почти 4 года в состоянии ссоры, начавшейся в Ташкенте поздней осенью 1942 года и окончившейся лишь летом 1952 в Москве. Десять лет, десять лет незнакомства, десять лет я не вела свои записки. Вот почему второй мой том записок начинается с 1952 года. В 1946 году, узнав из газет о новой катастрофе, постигшей Ахматову, я рванулась было в Ленинград, даже билет взяла, но остановила себя. Из страха перед властями нет, из страха перед нею, перед Анной Ахматовой. Осенью 1942 года в Ташкенте она с полной наглядностью выразила свое неудовольствие мною. Я, не выясняя отношений, не узнавая причин, от нее отошла. Снова навязывать ей свою персону, пользуясь ее новой бедой, казалось мне грубостью. Я побаивалась, что мой внезапный приезд к ней она истолкует как попытку возобновить наше знакомство, оборванное по ее воле. Я пишу, мы находились в состоянии ссоры, а не поссорились, потому что никаких ссор между нами никогда не случалось. В моем сознании гром грянул с ясного неба. Никогда еще Анна Андреевна не относилась ко мне с такой сердечной отзывчивостью, заботой и благодарностью, как в эвакуации в Ташкенте. Сблизила нас общая дорога через всю Россию из Чистополя в Ташкент страшную военную осень 1941 года. Связывали годы 1938-40 пережитые вместе. Связывал реквием и другие непечатаемые стихи, доверенные ею моей памяти. В Ташкенте мы вместе стояли в очередях к окошечкам почты до востребования. Что не письмо из Ленинграда, что не треугольник из армии, то весть о гибели от бомбы, от пули, от голода. Если же писем не было, а их не бывало месяцами, на ум шла не только гибель, потому что радиовести были еще хуже почтовых. Что не радиосводка, то наши войска оставили город Ростов, наши войска ставили город Киев. В Ташкенте моим родным и мне сделалось почти наверное известно, что брат мой, Борис, погиб под Москвой. Изредка получала Анна Андреевна письма от Владимира Георгиевича Гаршина или от Бергольц и от Тамашевских о Гаршине и всегда читала их мне. Получала письма от Владимира Георгиевича с расспросами об Анне Андреевне и я. Связывали нас, конечно, как всегда и стихи ее. Знала я, с каким нетерпением ждет меня Анна Андреевна, чтобы прочесть мне строки стихов, порой еще не оконченных, или новые строфы в поэму без героя. В первой неделе по приезде из Чистополя в Ташкент мы жили вместе в гостинице. Затем ей предоставили комнату, чердачок с печью, в общежитии писателя на улице Карла Маркса 7. Я несколько месяцев жила с детьми у родителей на улице Гоголя 54, а потом перебралась с Лешей в другое писательское общежитие на улицу Жуковского 56, в шестиметровую комнатушку под лестницей, которую смело можно было бы назвать чуланом, если бы в ней не было окна. Где бы я ни жила и чем бы ни была занята, навещала я Анну Андреевну почти ежедневно. Случалось мне приносить ей с базара сексаул или уголь для печи, стоять для нее в очереди за ее скудным пайком, держать корректуру ее стихотворений. Если я пропускала день-два, являлся гонец от Анны Андреевны, она тревожилась, почему меня нет. На моих глазах, ушах, окончены были Анной Ахматовой птицы смерти в зените стоят, написаны Нокс, славно начато славное дело, постучи кулачком, я открою, мужество, и обращенные к Гаршину глаз не свожу с горизонта, и новые строфы в поэму без героя. Читая свои тогдашние записи по военному времени по занятости, кроме работы, бытом, записи более короткие, чем до войны, и менее разборчивые, тетрадь самодельная, шито чуть ли не забоев, чернила водянистые. Перечитывая свои тогдашние записи, я могу указать, в какие дни Ахматова выступала перед ранеными бойцами в госпитале, и какие вопросы они задавали ей, в какой день создана была строфа, начинающаяся строчками, и уже предо мною прямо леденела и стыла кама. И та знаменитая, кончающаяся строчками, только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит. Я могу рассказать, что послужило толчком для возникновения этих строчек. На Ахматовском чердачке слышала я и множество отзывов о поэме, суждений, которые Анна Андреевна усердно и безуспешно пыталась классифицировать, какому типу слушателей нравится новая поэма, какому нет, кому она близка, кому чужда. Слушатели же были разнообразны и по возрасту, и по специальности, и было их множество, старые знакомые Ахматовой Эфрос, Липскеров, Городецкий, Валькенштейн и новые. У нее на чердаке мы вместе читали поэму «Горы» и другие поэмы Цветаевой. Здесь же, на чердачке, Анна Андреевна устроила однажды торжественное чаепитие в мою честь. Я позабыла о дне своего рождения, а она вспомнила. Когда летом 1942 года я заболела брюшным тифом и, отдав Люшу родителям, влеживала шестинедельный бред в своем чулане, Анна Андреевна не раз навещала меня. Однажды я расслышала над своей головой «У вас в комнате сто градусов, сорок ваших и шестьдесят ташкентских». В Ташкенте я впервые рискнула показать ей тетрадку своих стихов. «Время пишет вам книгу», сказала Ахматова. Во всяком случае, одно из моих стихотворений ей понравилось наверняка. Она запомнила его наизусть. В Ташкенте Анна Андреевна не единожды повторяла мне «Изо всех друзей я выбрала вас, к вам приехала в такое время и ни разу не раскаялась, что поехала к вам и с вами». Внезапно наступила пора, это случилось поздней осенью 1942 года, когда Анна Андреевна весьма демонстративно наедине со мною и при людях начала выказывать мне свое неудовольствие, свою неприязнь. Что бы я ни сделала и ни сказала, все оказывалось неверно, неуместно, некстати. Я решила реже бывать у нее. Анна Андреевна, как обычно, прислала за мной у гонца. Я тотчас пришла. Она при мне переоделась и ушла в гости. Что это означало? Не сама ли она объяснила мне еще в Ленинграде? Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает другого только намеренно. Вот она и принялась обижать меня намеренно. В Ташкенте Анна Андреевна переболела брюшным тифом, к счастью, не в очень тяжелой форме и в сравнительно хороших условиях. Пора преднамеренных обид началась как раз незадолго до начала болезни. Длилась во время болезни, хотя Ахматова и поручала мне по-прежнему то навести справку в издательстве, то написать письмо Гаршину, то послать телеграмму Пунину, то принести в больницу чайник или протертое яблоко. Ее раздраженность, начавшуюся накануне тифа, я поначалу пыталась объяснить тифозным чадом. Но вот чад позади. Анна Андреевна слава Богу здорова. А обиды, наносимые мне, продолжаются. Насколько я понимаю теперь, Анна Андреевна не хотела со мною поссориться окончательно. Она желала вызвать с моей стороны вопрос. За что вы на меня рассердились? Тогда она объяснила бы мне мою вину. Я извинилась бы. И она бы великодушно простила. Таков, кажется, мне был ее умысел. Но к великому моему огорчению совесть меня не мучила. Никакой вины перед Анной Андреевной я найти не могла. Ни в слове, ни в мысли. И вот это отсутствие вины и чистота совести терзали меня более, чем терзала бы любая вина. Я кровно была заинтересована в том, чтобы виноватой оказалась не она, а я. Ведь полная вера в безусловное ее благородство была лучше моим достоянием. Мне выгоднее было бы оказаться виновной. Но увы. Сколько не крутила я ленту назад, я не находила и тени проступка. Сколько не перелистываю я теперь 40 лет спустя листки записок с осени 1941 по осень 1942 не нахожу. «Вас кто-нибудь оговорил?» твердили мне свидетели происходящего, которых было немало. Оговорил. Попробовал бы кто-нибудь оговорить передо мною ее. Разве за четыре года нашего знакомства она не успела узнать меня. Выяснять отношения, да еще при вмешательстве третьих лиц, под жадными взглядами всей вороньей слободки, так Ахматова называла писательское общежитие, представлялось мне унизительным. Он сказал, что она сказала, что вы сказали, а на самом деле я говорила, что он говорил. Нет, ни за что. С середины декабря 1942 я перестала у Анны Андреевны бывать. И она более не посылала за мною гонцов, вплоть до моего отъезда из Ташкента в Москву осенью 1943 года, то есть почти целый год. Мы, живя в одном городе, изредка встречались всего лишь на улице, на окаянно-знойной, непереносимо длинной улице азиатского города, которой ей удалось, а мне так и не удалось полюбить. От тополя до тополя, от тени до тени тащилась я по раскаленной до бела земле, то с углем, то с книгами. Случалось, Ахматова шла мне навстречу, опираясь на чью-нибудь руку. «Здравствуйте, Лидия Корнеевна», громко говорила она, всегда первая увидев и узнав. «Здравствуйте, Анна Андреевна», отвечала я, чуть замедляя шаги. Мы проходили мимо, друг мимо друга. Опять я тащусь от тополя до тополя, от тени до тени, снова задавая себе вопрос, что же случилось? Ведь это не только обидно, это необычайно глупо, ни с того, ни с сего проходить друг мимо друга. После случайной встречи на улице я, придя в свой чулан и едва передохнув от жары, открывала черную школьную тетрадь, исписанную Ахматовским почерком. Это была поэма без героя, подарок Анны Андреевны. Текст от начала до конца карандашом, а пером на титульном листе, чуть пониже заглавия, выведено «Дарю эту тетрадь моему дорогому другу Л.К.Ч. С любовью и благодарностью». А. Неутешение, а скорее недоумение вызывало эта надпись после сегодняшней встречи. Сегодня Анна Андреевна безо всякой любви и благодарности прошла мимо меня. Почему? В стихах у нее сказано «Та над временами года несокрушима и верна души высокая свобода, что дружбою наречена». «Если дружба это свобода», размышляла я, «то свобода, конечно, дает право и проходить мимо. Но как быть с несокрушимостью? Я-то ведь ничего не сокрушила». Я прятала драгоценный подарок в ящик стола и бралась за свои записи. Не за Ахматовские, другие. За те, которые я начала вести еще в феврале 1942 года. Начала и продолжалось ее благословение. Дело в том, что вскоре после нашего приезда в Ташкент нарком-прос в общественном порядке привлек меня к работе комиссии помощи эвакуированным детям. Я навещала детей в детских домах, детей с Украины, из Белоруссии, из Воронежа, Киева, Курска, Ленинграда, детей, привезенных со всех концов страны в глубокий тыл, в Ташкент. Многие из них были круглые сироты. Отец убит на фронте, мать во время воздушного налета на город, село, автобус или поезд. Многие не знали, живы ли их родные, нет ли, убита мама или ищет меня по всей стране, убит ли отец или ранен, или без вести пропал. Многие из этих детей были для своих родных тоже пропавшими без вести. Разлученные с сыном или дочерью, разорвавшиеся бомбой, пожаром, обстрелом. Матери блуждали по всей стране. Детские дома раскиданы были тогда и по Сибири и по всему Узбекистану. Первая работа комиссии составит списки детей и их детдомовские адреса. Случалось, трехлетние и четырехлетние ребятишки знали только свои имена, не фамилии. Коля, как зовут твою маму? Молчит. А папу? После долгого молчания. Папа? А где ты раньше жил? Рев. У мамы, папы и бабушки. Государство, надо признать, щедро снабжало детские дома хлебом, молоком, мясом, одеялами, одеждой, даже яблоками и виноградом. Но щедрость имела и свою дурную сторону. Воры устраивались в детские дома, кто завхозом, кто поваром, а кто и директором. И не управиться было с налетевшим ворьем ни воспитателем, честно заботившимся о детях, ни нарком просу, ни комиссии. В Азии все колоссально, огромно, звезды, луна, если роза, то уж величиною старелку, если морковь, то локоть, орех с яблока, черепаха с собаку. И воровство во время войны приняло в Ташкенте. И, конечно, не только там, чудовищные гомерические размеры. Помню случай, когда полуторка груженная пальтишками, вся целиком, не заезжая в ворота детского дома, проследовала на рынок. Помню, как строительный материал, посланный для зимнего ремонта детских спален, весь целиком пошел на постройку нового дома. Во дворе вырос персональный дом директора. Воры быстро смыкались с прокуратурой, и управа на них практически не было. Считалось, что детские дома с нам жены отлично, а там бывали случаи Ценге и Пелагры. Делали работники наркомпроса и члены комиссии что могли, писали жалобы из инстанции в инстанцию, сами втихомолку из своих рук подкармливали наиболее изнуренных и голодных, старались отвлечь их, развлечь, подыскивали круглым сиротам новые семьи, устраивали для детей праздники, собирали для них игрушки и книги. Счастливее, чем на государственном попечении оказывались те, кого брали в дети. Местные жители, узбеки, русские и татары, принимали сирот в свои семьи, усыновляли их, удочеряли. Колю взяли в дети, говорили с завистью детдомовские, скоро Катю возьмут. А меня никто не возьмет, я рыжий. Ребятишки, взятые в дети, были счастливее других, хотя вряд ли и в иной, и в хорошей семье, а хороших семей я видела много, возвращалось к ним детство. Были они душевно уже искалечены. Самое детское в детях доверчивость было вытравлено. Они не доверяли ни людям, ни жизни, они не умели справляться со страхом, даже если умом понимали, что бояться нечего. Я видела не раз, как подростки, гурьбой идущие по улице, внезапно кидались в рассыпную, бросались ворыки или ложились в вязкую глинистую землю ничком, услыхав издалека нарастающий гул самолета. Они неодолимо этого гула боялись, хотя вражеских самолетов в Ташкенте никогда не бывало. Я не сразу догадалась записывать рассказы детей, не сразу поняла, что передо мною живая подлинность, которую грех, не запечатлев, упустить. Белорусы, евреи, украинцы, русские. Дети из Киева, из Курска, из Нежина, из Минска, из Ленинграда. Впервые помнится, пришло мне на ум взяться за карандаш, когда одиннадцатилетняя девочка из-под Курска рассказала мне, как они жили при немцах. У них в избе стоял немецкий офицер. Он был не злой, кормил нас консервами, а один раз ночью взял на руки сестренку грудную, да и бросил в колодец. Четыре месяца, пятой. Он ее взял из люльки, покачал. Умелый был, наверное, у него дома свои маленькие. Она и плакать перестала, а он вышел во двор, да и бросил ее в колодец. «Зачем же?» крикнула я. «А вы что, немцев не видели?» С презрением ответила девочка. Мешало ему дрыхнуть, вот и кинул. У нас что не двор, во всех колодцах грудняшки валялись. После этого первого рассказа я начала записывать детей постоянно. Одни отмалчивались и с угрюмостью от меня отходили. Другие рассказывали охотно, с жадностью, будто им самим необходимо было рассказать о себе все. Мальчик Володя, двенадцати лет, из Белоруссии, из города Лида, с ожогами на руках и лице. Я проснулся от того, что загремели стекла. Наш дом стоял между линиями и стекла всегда тряслись от поездов, но на этот раз они по-другому загремели. Я выскочил поглядеть. Пассажирский 4.30 стоял у переезда и горел. Вдруг что-то засвистело, как свисток, но машинист дернул поезд, и бомба попала в задний, в почтовый вагон. Там загорелись посылки, письма и тюки, и сразу сделалось светло, как будто не утро, а полный день. Прибежали мальчики из ремесленного и кинулись растаскивать почту, и я с ними кинулся. Я схватил тюк писем, они шевелились и заворачивались у меня в руках, и оттуда изнутри вдруг вырвалось пламя мне в лицо. Девочка Аня из города Львова тринадцати лет. Мы с мамой и другие соседи крылися в лесах под деревьями. В домки крыться было нельзя, бо он все кидал в домки бомбы. Мы когда бежали, то по лошакам мертвым и людям мертвым шли. Ночью мы шли, а днем крылися. Там на мохе лежала одна девочка, так у нее руки и ноги и пальцы, все было отдельно. Вот тут девочка, а вот тут нога, а вот тут палец. Минск. Семья села обедать. Мать налила всем супу, а Витю послала во двор, в чайник из крана воды набрать. Витя тринадцати лет рассказывает. Я только дошел до крана, как засвистело что-то, а потом шипение, грохот, а потом я подбежал. Одни камни и черный дым, и нет ни мамы, ни братишек, ни сестренки. Папу я нашел под камнями, но только у него не было головы и одной руки. Доня, мальчик тринадцати лет, из Кириковки, в Сумской области. Мы стали на станцию, батька спал. Я у матери спросился выйти в уборную. Скорейше вертайся, казала матерь. с нашего села уси и ихли у Тимы Шелони. Уже как раз вечерело. Паровоз набирал воду. В уборной я слышу, бомбежка началась. Я скорейше побег до нашего поезда. Далеченько от вагона лежали батьку с матерью, вже вбитые. Они верно текать хотели, а их у спулемета вбило. Я затулил им раны, чтоб кровь не текла. Я батька будил, думал, ранен, но ничего не помогает. И матерь. Я посмотрел им в лицо, заплакал и побег за товарным. Девочка Таня, тринадцати лет, из Киева. Мы эшелоном ехали. Возле конотопа наш поезд стал постоять. Солнышко светило, и мама мне сказала, «Ты посиди на воле, а я буду обед варить». Она в вагоне и варила, и стирала, и все. Я села возле нашего вагона и начала читать книжку, журнал «Затейник». Там были пьески смешные. Вдруг они налетели. Люди попрятались под вагоны, а он спустился низко и начал под вагоны застрачивать. Я испугалась, побежала, не знаю, куда, в поле. А тут он начал бомбы кидать и теперь попал в поезд. Вагоны загорелись. Я бежала по полю, хлеб уже в снопах лежал, я пряталась в снопы. Гляжу из-под хлеба, поезд горит, и тот вагон, где была мама. Петя, тринадцати лет, из Могилева. В один ужасный день загудели сирены, фабрики, заводы, поезда. Над городом появились немцы. Я был один дома. Я кинулся бежать ко Днепру, чтобы спрятаться в скалистых берегах. Вижу, по другой стороне улицы бежит моя мать. И вдруг промежду нами взорвалась бомба. Моя мать упала, но поднялась и побежала снова. Возле нее взорвались еще две мать опять упала и гляжу, на этот раз ее ранило, кровь льется по лицу и по боку, но она встала и побежала опять. Я был уже близко от нее, она мне кричала. И тут опять третий взрыв. Я упал и мама тоже. Потом подошел, вижу, она уже мертвая лежит. Алеша пятнадцати лет из города Полонного. Мы ехали на подводах недалеко от Белой Церкви. Тогда налетели пятнадцать самолетов и началась горячая стрельба. Сперва они строчили с пулеметов, а потом скинули двенадцать бомб. А мы полегли в рожь. Мы лежали все лицом вниз, и вдруг на нас набросилась земля. Я лежал под землей не знаю сколько. Во рту была земля, и в носу земля, и в ушах. Как уже лежит не человек, а настоящий мертвяк. нет нагана, я бы застрелился. Но это я думал зря, ведь все равно я не мог бы двинуть рукой. Один, который с нами ехал, был очень здоровый, или на нем не так много лежало, но он сам вырылся. Он позвал военных, и нас отрыли. Толя двенадцати лет, из Ленинграда. Озеро я увидел издалека. Там баржа вмерзла в лед, а кругом мертвые ломки в снегу. Мы долго еще ехали лесом. Машина перекачивала на ухабах. Над нами кружились наши провожающие ястребки. Я больше сидел с закрытыми глазами. Ветер и острый снег били в лицо. А если глаза открою, то вижу кузов передней машины и головы в платках. Это впереди ехали наши мамы. Они сами так захотели. Детей посадили в задние машины, а сами сели в переднюю. И вдруг я услыхал треск. Это уже от того берега было недалеко. Я увидел, как кузов передней машины ушел под воду. Женщины кричали «Погибаем! Погибаем!» Но никто не кричал «Спасите!» Потому что они знали, что нельзя их спасти. Это они попали в полынью, где вчера бомбили. Льдом затянулось сверху и припорошило снежком. Наша машина пошла в объезд полыньи. Там была черная вода, плавали маленькие льдинки и чемоданы, верно, те, которые полегче. На морозе больно плакать, и мы все были такие слабы, что плакали очень мало. Где другие машины с мамами и с моей мамой, мы не знали. Не видать их было за метелью. Теперь моя машина шла впереди всех, и если проваливаться, то наша первая очередь. Когда мы выехали на берег и снова поехали лесом, на нас налетели три немецких самолета. Они стали бросать бомбы, но в нас не попали, а попадали в лес, выворачивали деревья вверх корнями. Наши ястребки сшибли одного немца. Мы видели, как он трахнулся в лес, а другие повернули и полетели прочь. Поздно вечером мы приехали на станцию. Там мы закричали, сколько прибыло с женщинами машин. Ни одной, отвечают, все взрослые машины, значит, пошли под лед. На станции нам дали горячего супу и по пятьсот граммов хлеба. Нам объяснили, что опасно его столько съесть, но раз мы его видели, то уже не могли удержаться. А утром нас посадили в эшелон. Осенью 1943 года я приехала из Ташкента в Москву, куда еще ранее вернулись мои родители. Но оставаться в Москве я не имела намерения, да, собственно, и места не было. Квартира Корнея Ивановича рассчитана была на двоих, а жили в ней к моему приезду четверо взрослых и трое детей. И без меня Илюши Семеро. Целью моего приезда в Москву был Ленинград. Я ждала освобождения родного города, чтобы как можно скорее вернуться туда, вернуться к себе. Тень большого дома не пугала меня. Война шла к концу. Казалось, в то немыслимое время, именуемое «после войны», все будет новое, все будет по-другому, чем до. Память о моем последнем бегстве из Ленинграда я упорно прятала от самой себя. Между тем, моя ленинградская квартира, как я узнала из писем, была занята, занята незаконно. По тогдашним правилам военного времени, люди из разбомбленных домов, жители, утратившие жилье, имели право временно переселяться в квартиры уехавших. Но в нашу квартиру переехал с семьей некто, чье жилье, как сообщили мне, не пострадало от бомб и снарядов. Просто приглянулись ему мои комнаты, более чем свои. Комнаты у меня были самые обыкновенные, но ощущалось, что перегороженная после революции фанерными стенками, квартира была некогда хороша, высокие потолки, цельные высокие окна. А может быть нового хозяина прельстил удобный район, центр, не знаю. Знаю только, что пост он занимал для захвата удобный, начальник или заместитель начальника жилищного управления нашего района. Выселить его будет непросто, но без Ленинграда я не представляла себе жизнь, и потому и не сомневалась в успехе. Большой дом, вынудивший меня уехать в мае 1941 года, ни в Чистополе, ни в Ташкенте, ни в Москве, я не чувствовал над собой никакого надзора. Мало ли чего не было до войны. С трепетом думала я не о предстоящей борьбе за свою квартиру, а о встрече с городом. Все дорогие места в то же время лобные места написаны в былом и думах. Это правда, и потому чувств своих при встрече с городом, с друзьями, с могилами описывать не стану. Остановившись у знакомых, я несколько дней ходила по городу, не смея поднять на него глаз. Это было во второй половине июня 1944 года. Я не знала тогда, что первого июня в Ленинград уже вернулась Анна Андреевна. Я вообще не знала о ней тогда ничего и думала не о ней, о Ленинграде. Друг, приютивший в 1940 году мою тетрадь, Софью Петровну, зимой 1942 умер от голода. Об этом я узнала еще в Ташкенте. Но сейчас, навестив его сестру, я узнала, что перед смертью он принес Софью Петровну ей. Со странным чувством отчужденности перелистывала я страницы. След другого, давнего времени перелистывала повесть о другой, довоенной гибели 1937-1940. Ни бомбы, ни артиллерийский обстрел, ни осада, ни блокада. Беззвучная война вместо грохочущей. В 1944 мне казалось, что та война кончилась. Собравшись силами, я через несколько дней после приезда в Ленинград отправилась к пяти углам. Тут предстояло взойти на самую вершину лобного места, если у лобного места бывает вершина. Подняться по той же лестнице на тот же третий этаж, открыть своими тремя ключами свои три замка. Ключи у меня с собою. С ними я не расставалась никогда и нигде, как с талисманом. Однако мне было известно, что хотя новый хозяин в командировке семейство его в эвакуации, а в квартире уже стоят их вещи. Входить туда без официальных свидетелей не следовало. Я отправилась в домоуправление и предъявила свой паспорт. Домоуправша оказалась новая и глянула на меня подозрительно. Но, порывшись в измызганной, обшарпанной, видавшей виды домовой книги, она установила, что действительно в квартире номер 4, дома номер 11, по загородному проспекту, проживал некогда семья. Бронштейн Матвей Петрович, жена его Чуковской Лидия Корнеевна, ее дочь Елена и домашняя работница Ида Петровна Купонан. Одна комната 12 метров, другая 14, а третья, тут в книге было что-то перечеркнуто, по-видимому, поверх Бронштейна написано было Катышев. Потом замазали и Катышева. «Что ж, пойдемте», сказала управдомша неуверенно. Поднялись, вошли. Пожалуй, мне повезло, когда я переступала порог своего дома, рядом оказалась чужая, незнакомая, посторонняя женщина. На ходу она задавала вопросы, «Почем нынче в Ташкенте помидоры?» или «Сколько же там бывает градусов?» Никакого соблазна расплакаться или, например, погладить обои или дотронуться до оставшихся после конфискации книг или картинок на стене у меня не было. «Сколько там бывает градусов?» «Да в тени до сорока доходит. Зимою ливень ливьмя». На дверях метиной комнаты я увидела сухие, побуревшие следы сургуча. Не отмыты еще дверь от запекшейся крови. Легче всего мне было повернуться спиной ко всему, что еще сохранилось в этих комнатах мое, наше, и смотреть в окно на улицу, на дом напротив. Впрочем, на дом напротив глядеть было тоже нелегко, потому что дом был тоже из моего окна, из моей прежней жизни. Дом, где жила до войны Рахиль Ароновна, сменявшая меня в тюремных очередях. Женщина сплетничала о новых хозяевах. Сам-то такой серьезный, себя видный, благоволит ли она к самому или ко мне, понять было трудно. Сказала, что площади свободной в Ленинграде нынче много, и если сам упрется, мне могут предоставить взамен моих прежних комнат другие. Мы вышли вместе и простились. Вам, гражданочка, одна теперь дорога в суд, сказала у правдомшина прощание. Да комнаты подыскать можно, вот хоть бы и на вашей лестнице, этажом выше, пустые стоят. На следующий день я побывала в юридической консультации и выслушала советы юриста. Он перечислил, какие я должна представить справки. Перспективы назвал обнадеживающими. На радостях я разрешила себе летний сад, потом набережную, а оттуда свернула за угол в союз писателей пообедать. Членом союза я тогда еще не была, но была членом групп кома литераторов при Дедгизе. Подойдя к дверям особняка, я сквозь стекло увидела, что навстречу мне дама. Я отворила перед ней дверь и посторонилась. «Здравствуйте, Лидия Корнеевна», сказала дама, быстро мелькнув мимо. «Здравствуйте», ответила я, не зная, кому отвечаю, и вошла внутрь. У вешалки старуха-гардеробщица шевелила спицами. Я отдала ей шляпу и зонтик. «Вы Ахматова?» спросила она, взяв у меня вещи и протягивая мне номерок. «Вам телеграмма», пошарила в ящике. «Никто никогда не принимал меня за Ахматову. Между мною и ею никогда не было ни малейшего сходства. Но более чем несуразный вопрос поразила меня мгновенная догадка. Та дама, которая только что прошла мимо, была Анна Андреевна. Я не узнала ее от неожиданности. Для меня она все еще жила в Ташкенте. Но что за наваждение? Как старуха могла перепутать нас? И почему как раз в ту самую секунду, когда Ахматова прошла мимо? И что мне делать теперь? Воспользоваться случаем, схватить телеграмму, догнать Анну Андреевну и наконец заговорить? Но не она ли только что промчалась мимо с такой поспешностью? Значит, если не замедлила шаг, она по-прежнему не желает со мной разговаривать. Я не Ахматова, ответила я старухе, уже протягивавшей мне белый прямоугольник. Ахматова только что прошла, вы еще можете догнать ее. Дура я или умная? Раздумывала я, жуя и глотая, и гордилась собою, умная. Нечего навязывать себя, если с тобой не хотят говорить. Но как это все странно совпало. Моя встреча с нею и телеграмма, и странная в ту самую секунду ошибка старухи. Если бы я знала тогда о предстоящем сорок шестом и предстоящем сорок девятом, как ухватилась бы я за эту с неба свалившуюся мне в руки чужую телеграмму, за этот мостик, за возможность примирения. Но 1946 настал через два года, сорок девятый через пять. А пока шел 1944, кончалась война, и думала я только об одном. Я хочу жить у себя дома, в Ленинграде, и чтобы Люша росла в Ленинграде. Ни одного города, кроме этого, своего. Я никогда не любила. Однако в судьбу мою снова властно вмешался двор чудес. И борьба за комнаты кончилась, не развернувшись. Началось с того, что в ту коммуналку, где я гостила у друзей, ночью явились незваные визитеры проверять документы. Время военное такие ночные проверки были не редкость, да еще в Ленинграде. К тому же паспорт потребовали не у меня одной, и не только у моих гостеприимных хозяев, но и у всех жильцов коммунальной квартиры. Можно было не принимать этот визит на свой счет. Но еще через день телефонным звонком пригласили в большой дом сестру моего мужа. Михалину Петровну Бронштейн. Следователь задал ей всего один вопрос. Зачем это я приехала в Ленинград? В самом деле, какая это трудная для следствия загадка выяснить, зачем человек, родившийся, выросший, учившийся, работавший в Ленинграде, возвращается к себе домой. Она приехала, потому что она здесь жила, растерянно ответила Михалина Петровна. Где же она собирается поселиться теперь? У вас? Нет. У себя? Да ведь она в мае 1941 года переехала из Ленинграда в Москву. Она не переехала, ответила Михалина. Она легла там в клинику, ее оперировали. Судя по описанию, это был тот самый следователь, который когда-то допрашивал Иду. Ему ли было не знать, почему я в мае 1941 бежала в Москву? Ведь от него-то я и бежала. Еще дня через три я отправилась в юридическую консультацию к прежнему юристу. Я протянула необходимые справки. Когда именно мы с Матвеем Петровичем переехали на загородной 11 квартиру четвертую? Сколько занимали квадратных метров и прочее? Но он-то был вовсе не прежний. В нашу первую встречу сказал он, я не учел один момент, решающий момент. В Ленинграде возвращают жилплощадь эвакуированным. Вы не из Ленинграда эвакуированы. Вы? Он глянул в свою записную книжку. Уехали отсюда еще до войны, в мае 1941 года. Самовольно бросили квартиру. Какая же вы эвакуированная? А вам-то откуда известно, какого числа в 1941 году я уехала в Москву? Спросила я и ушла. Объяснять ему, что я эвакуированная, что тысячи людей оказались застегнуты войною внезапно, и их эвакуировали не оттуда, где они жили всегда, не требовалось. Он знал это и без меня. Метнулась я была к дому управши. Так глядела волком. «Никакой вам площади не будет», сказала она. «Нечего площадью кидаться. Каждому приезжему площадь давать, этак прокидаешься. Мы только эвакуированным возвращаем». На следующий день Михалину Петровну снова вызвал следователей. Оттуда она вернулась в слезах. Еще через день Брахиль Ароновну. «Уезжай, а не то ты, может быть, и отвоюешь по суду квартиру. Квартира у тебя будет, но у Люши не будет мамы», говорили друзья. «Тебя арестуют, да и нас, по милости твоей, начнут дергать». Я уехала. Признаюсь, о бане Андреевне, о ссоре, о примирении я совсем перестала думать и даже помнить. Утрата Ленинграда заслоняло с собой все. Видно, в какой-то комнате большого дома, в чьем-то сейфе, на каком-то листе стоит против моей фамилии какая-то галочка «Не арестовывать, но и не возвращать в Ленинград». Ленинград». Жизнь в Москве значила для меня жизнь в нежеланном городе, в уничтожающей тесноте. О своем, об отдельном жилье, моем Илюшином, нечего было и думать. «У меня больше нет у меня», писал Герцен. «Илюша будет расти не в Ленинграде». Иногда достигали до моих ушей вести об Анне о Древнем. У нас было немало общих знакомых. С удивлением и болью узнала я, что она оставлена Владимиром Георгиевичем. С большой радостью, что Лева из лагеря попал в ссылку, а оттуда добровольцем ушел на фронт и вернулся в Ленинград участником взятия Берлина. Иногда долетали до меня ее стихи, напечатанные и не напечатанные. Я по-прежнему запоминала их наизусть мгновенно. Летом 1946 года я прочла «Возвращение на родину» стихи о Ленинграде, кончавшиеся строчками. «Но мнится мне в 44-м и не в июне ль первый день, как на шелку возникла стертым твоя страдальческая тень». «Еще на всем печать лежала великих бед недавних гроз, и я мой город увидала сквозь радугу последних слез». Иногда кто-нибудь произносил «Анна Андреевна интересовалась, как вы устроились, как Люша? Она поручила вам передать это мне?» спрашивала я с раздражением. «Нет, она ничего не поручала». «Зачем же вы передаете?» Но вот в 1949 году мне стало известно, среди многих и многих новых арестов в 1947 48 49 арестовывали преимущественно тех, кто уже отсидел 5, 8 или 10 лет и вернулся. Снова арестован Лёва. В 1951 мне рассказали, что у Анны Андреевны тяжелый инфаркт. И я впервые, как это ни странно, впервые задумалась. Она ведь старше меня, много старше. Сердце у неё больное с молоду. И как отец её умер от сердечной болезни внезапно, так и она может умереть в любую секунду. Ах, матова умереть? И тогда мы уж наверняка не увидимся. А разве я собиралась с ней видеться? Нет, не собиралась. Вот даже в 46-м удержала себя от поездки к ней. Не съездила ни на день, ни на час. Оказывается, я всегда жила в сознании, что мы непременно увидимся снова. Оказывается, мне всё равно, что случилось в Ташкенте. Что бы ни случилось, жить в стране, где живёт и творит Анна Ахматова, и не видеть, и не слышать её, какая нелепость, не лепится. Уж куда нелепей? Смахивает на ту глупость, о которой говорила Анна Андреевна. Глупо прожить жизнь на планете Земля и не прочесть Шекспира в подреннике. Летом 1952-го мне стало известно, что Анна Андреевна месяц провела под Москвой, в санатории, в Болшеве, а теперь она в городе, у Ардовых на Ордынке. У Ардовых, думала я, почему мне так памятно это слово? Ночью я припомнила и рассмеялась вслух. Мне вспомнилось, как в Ташкенте Анна Андреевна просила, дайте, пожалуйста, Ардова, найдите на подоконнике Ардова. Ардовым она именовала тетрадь, которую, по-видимому, подарил ей он, толстую, переплетённую, куда она записывала свои тогдашние стихи. Туда она записала первый артиллерийский мужество, а сейчас у неё, наверное, другая тетрадь. Утром я схватила лист бумаги, приготовила конверт, написала письмо. Копии у меня не осталось, я восстанавливаю по памяти лишь общий смысл. Смысл же был такой. Не перестала быть интересна, из-за чего прогневалась она на меня в Ташкенте, а не видится нам. Да есть ли в этом разум? Осенью 1980 года у себя в архиве в одной из тетради старого дневника я случайно обнаружила копию своего письма. Прилагаю текст. 11 июня 1952 Многоуважаемая Анна Андреевна, в этом году 10 лет со дня нашей ссоры. В первый год письма к вам сами писались во мне, как иногда пишутся стихи. Я их записывала, но не посылала. В них я пробовала вам объяснить, что хотя я и пытаю себя с пристрастием, хотя и заинтересована, чтобы виновата была я, а не вы, я не нахожу за собой никакой вины. Теперь пишу с другой целью. Я не хочу ни извиняться, ни вас обвинять. Я просто думаю, что быть нам в ссоре ни к чему, а в мире, естественно. Если и вам эта мысль, родная, напишите мне. Я попросила дочку-приятельницы, школьницу, съездить на Ордынку. Точный адрес Ордова указан был в писательской адресной книге. И опустить письмо прямо в почтовый ящик на двери. Через два часа телеграфист принес мне городскую телеграмму. Очень прошу позвонить мне. Телефон В1-25-33. Привет, Ахматова. Я набрала номер. Анна Андреевна взяла трубку. Я назвала себя. Приходите, пожалуйста, скорее, сказала Анна Андреевна нетерпеливым голосом. Я жду вас через двадцать минут. Такими словами начинается новый том моих записок об Анне Ахматовой. 1978-1979 Теперь арестанты вернутся и две России глянут друг другу в глаза. Та, что сажала и та, которую посадили. Анна Ахматова 4 марта 1956 год 1952 год 13 июня 52-го Арка второго дома с решеткой на большой ордынке. Лужа под аркой от стены до стены. Развороченная черная лестница. Ребра торчат. Ступаю осторожно. Второй этаж здесь. Звонок надо дергать. Мы не виделись десять лет. Я медлю, потом дергаю. Анна Андреевна сама открывает мне дверь. Пожимает мне руку, сразу поворачивается, идет вперед. Разительно новая. Яркая сплошная седина. И отяжеленность, грузность. Она стала большая, широкая. Я иду за ней. Прямо, направо и еще раз направо. Крохотная комнатушка, пожалуй, даже меньше, чем моя. Окно во двор. Некое подобие тахты. И постель на этом подобии занимает все пространство. Впрочем, есть еще школьный столик для уроков и стул, которому тесно. Тумбочка. И вот мы сидим друг против друга. Я на стуле, она на постели. Она сидит очень прямо в белой шале и желтом ожерелье, только чуть-чуть опираясь о постель ладонями, глядя на меня снизу и как будто искоса. Наверное, ей так же трудно привыкать ко мне новой, как и мне к ней. Вот оно значит, что. Горе, годы, болезнь. Совсем другая. Не так. Расплылась, отяжелела. Лицо полное. Рот кажется маленьким между полных щек. Лицо утратило свою четкую очерченность, свою резкую гробоносость, словно и нос сделался меньше и неопределеннее, чем был. Даже руки переменились. Огрубили, набухли. А были такие легкие, детские. Десять лет. Только взгляд остался прежний. И голос. И молчание. она привольно молчит, поглядывает то в окно, то на меня. Серебряная, густая, ровная челка. Ни одного, не седого, не седого волоса. Я же от смущения задаю ей вопросы. Слишком много вопросов сразу. Как ее здоровье теперь? Что известно о Леве? Что она теперь переводит? Мое здоровье? В Болшеве я так окрепла после болезни, что, вернувшись в Москву, от избытка сил сразу поехала смотреть Колуменское. Ничего похожего я в жизни не видывала. Это прекраснее Нотр-Дам-де-Пари. Я целую неделю просто бредила Колуменским. Это неслыханно. Это должен видеть каждый и при том каждый день. Смолкла. Потрогала жерелье на шее. Я осведомилась, была ли она на выставке Серова. Нет, не была. Хотя меня и звал Борис Леонидович. Я не люблю Серова. Вот принято говорить про портрет Орловой, портрет аристократизма. Спасибо. Какой там аристократизм? Известная петербургская великосветская шлюха. Она отвернулась и возмущенно поглядела в окно. Этот пустой стул с тонкими золоченными ножками, как на приеме у зубного врача. Это шляпа. Нет, благодарю. Умолкла. Странная вещь. Слушая ее речи, я опять узнала ее, ее прежнюю наружность. Не интонации только, или возмущенный поворот плеч, или слова. Я и не заметила, в какую секунду был возвращен мне весь ее привычный прежний облик. Десяти лет как не бывало, она, оказывается, не переменилась совсем. Горбатый нос, статность, челка, молчание. Такая же, как в моей комнате у пяти углов Ленинграда или у себя в фонтанном доме, или в моей чистопольской избе, или в Ташкенте. Такая же, или точнее, та же, вне времени, болезней, горя. Анна Ахматова. Анна Андреевна расспросила меня о Люше, о Корне Ивановиче, о моей теперешней работе. Помолчав, прочитала наизусть строки из последнего Левиного письма. Потом повела пить чай в столовую, в большую красивую комнату со старинной мебелью. В доме видно, кроме нас никого. Пьем чай в тишине пустой большой квартиры. Мне хочется рассказать вам о шинели, говорит Анна Андреевна. Она сидит на диване, раскинув руки, и этот старинный диван с высокой красной спинкой очень идет ей, или она ему. Я, как и все граждане, читала в этом году Гоголя. Шинели не трогала, боялась очень уж буду жалеть Акаки Акакичи. Но ко мне пришел Журавлев и прочел ее. Тогда я и сама ее перечла, и обнаружила, что это шкатулка с двойным дном. Жалеть Акаки Акакичи нечего. У Гоголя тут была совсем другая мысль. Николаевский режим уничтожил в нем человека. Акаки уже почти что и не человек. И бумагу чуть-чуть посложнее составить не может, и перышки чинит. За что мне жалеть его? Что у него шинель старая, а я и сама четвертую зиму хожу в осеннем. Вот Евгения из Медного Всадника того можно жалеть. Он хоть и глуп, но готов пожертвовать жизнью ради любимой женщины и на Петра восстает. Он человек, а Гоголевский Акакий уж полное ничтожество. Но дело не в них, а я представьте сделала маленькое открытие. Я поняла, что значительное лицо в шинели это никто иной, как Александр Христофорович Бенкендорф собственной своей персоной. Все совпадает, каждая черточка, и видимость доброты, и наружность, и бабник он отчаянный. Я сказала, что завтра же непременно перечту шинель. Анна Андреевна заговорила о Гоголе, о его дружбе со Смирновой. Я сказала, что Гоголь как человек, как личность непредставим для меня. Не только для вас. Представить себе Гоголя никто не может. Тут все непонятно, от начала и до конца. Из отдельных черт ничего не складывается. Даже Лермонтова легче вообразить себе. Гусар, нахал. Гоголя ни за что. И никогда не поймут. А знаете, я догадалась, почему он со Смирнихой дружил. Оба они без памяти любили Украину. Она спросила, что я сейчас читаю. Когда я ответила дневники Толстого подряд, разговор перешел на Толстого и Достоевского. «Мы, модернисты», сказала Анна Андреевна, «Ошибались», противопоставляя их друг другу. В действительности они похожи и делали одно дело, только один внутри церковной ограды, другой вовне. От старца Зосимы, впрочем, монахи тоже в ужасе были. «Оба они, великие учителя морали, и оба пиклись об одном. А вы заметили?» спросила она, помолчав, и лицо ее мгновенно дрогнуло и переменилось, все от подбородка до чулки. Словно скомкалась и эта молния, которой я не ожидала, которая внезапно, без всякой подготовки и постепенности, настигла ее лицо, оказалась озорной, прелестной, забытой мною улыбкой. «Вы заметили, что сегодня я обращаюсь с вами, как некогда Нечкина в Ташкенте со мной, помните? История и история литературы. Вы помните ее первый визит?» Скоропостижная улыбка миновала, все еще смеялась, и я вспомнила. Нечкина просила меня представить ее Ахматовой, а Анна Андреевна разрешила. В назначенный час новая гостья поднималась вместе со мной по лестнице вдоль наружной стены в общежитии писателей на улице Карла Маркса 7. На каждой ступеньке Нечкина объясняла мне, как она любит Ахматову. На площадке объяснила, что от волнения не откроет рта. Когда я постучала в дверь, она перекрестилась, поздоровавшись, села и замолчала, словно каменная. Хозяйке едва удавалось извлекать из нее да и нет. Наконец, Анна Андреевна спросила у милицы Васильевны, над чем она сейчас работает. Тогда в Нечкиной, наверное, тоже от смущения, проснулся историк, доктор наук, профессор. Она открыла рот и не закрывала его пятьдесят минут, полный академический час. По новонайденным материалам прочитала нам лекцию об одном декабристе, Трубецком или об Оленском, не помню. Кончив, встала, объявила, что ей пора, простилась и вышла. «Я вижу, меня из этого города без высшего образования не выпустят», сказала мне Анна Андреевна, когда за гостя закрылась дверь. Впоследствии знакомство между Ахматовой и Нечкиной наладилось, упрочилось, они, помнится, бывали друг у друга, но первая встреча была вот такая. Я смеялась. «Вы не пугайтесь», сказала мне серьезным голосом Анна Андреевна. «Гоголь, Нечкина, Толстой, Достоевский, это я только для первого раза, в следующий раз такого не будет». Я спросила, нравится ли ей «Гюго», которого она сейчас переводит. «Ах, так вам еще не хватает «Гюго». Пожалуйста, плохо, необыкновенно, напыщен, трескуч, риторичен. А сами-то французы его любят?» «Да, очень». Когда у одного француза спросили, кто лучший поэт Франции, он ответил «Хюго». И это, разумеется, не соответствует истине. Взять хотя бы Верлена, он в двадцать раз лучше. Мы вернулись в маленькую комнату, где Анна Андреевна чувствовала себя, как мне показалось, более дома. Тут она стала рассказывать мне о Борисе Леонидовиче и, как в прежние годы, говорила о нем с восхищением и в то же время с какой-то нежной насмешкой. С восхищением понятно. Речь ведь идет о чуде, с нежностью, потому что о друге, а с насмешкой, я так понимаю, потому что в насмешке легче спрятать нежность. Он вам никогда не рассказывал, как впервые видел Толстого, нет? Бореньке было три года, он спал и вдруг проснулся у себя в кроватке, разбуженной дивной музыкой. Слушал, слушал и заплакал, вылез из кровати и заглянул в соседнюю комнату. Мать за роялем, а рядом сидит старик, слушает музыку и плачет. Это был Толстой. Молодец, Борька, знал, когда проснуться, не правда ли? Я попрощалась. Анна Андреевна, помня мою близорукость, вышла со мной на площадку и подробно объяснила, какие ступени на лестнице самые коварные. Пока я шла вниз, она стояла на площадке, опершись о перила. «Теперь вам осталась только вечная лужа», сказала она, когда я добралась до низу. «Держитесь правой стенки. Спокойной ночи». 1 августа 52-го. На днях вечером, вернувшись из Ленинской библиотеки, я нашла у себя на бюро записку от Корния Ивановича. Тебе звонила Ахматова и просила позвонить. В тот же вечер я была у нее. Анна Андреевна неподвижно лежит на спине, вытянув руки вдоль тела, в сердце. Не звонила она мне долгое время, потому что жила у Шервинских в Старках. Семья Шервинских не раз оказывала гостеприимство Анне Андреевне в Москве и у себя на даче в Старках. Врачу Василию Дмитриевичу Шервинскому 1850-1941 за заслуги перед медициной оставлено было в собственность имение Старки неподалеку от Коломны, где семья Шервинских жила и раньше. Многие стихотворения и фотографии Ахматовой помечены так «Под Коломной или Старки». В частности, там в 50-е годы написаны некоторые стихи из цикла «Шиповник цветет», а стихотворение, заглавленное «Под Коломной» 1943-й, Ташкент, прямо посвящено Шервинским. Сын Василия Дмитриевича, Сергей Васильевич Шервинский, 1892-1991, поэт, стиховед, переводчик, теоретик перевода и преподаватель художественного чтения. В 1913-м году в сборнике «Круговая чаша» напечатаны его первые стихи. В 1924-м опубликована книга стихов об Италии, лирика. С 1924-го года Сергей Васильевич начал заниматься переводами, переводил Сафокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Катула. А в 1935-м был издан учебник Шервинского, предназначенный для театральных вузов, художественное чтение. В 1961-м году опубликована книга «Ритм и смысл» к изучению поэтики Пушкина. Познакомились Сергей Васильевич и Анна Андреевна в 1927-м году. Шервинский посвятил Ахматовой два стихотворения, оба напечатаны у него в сборнике стихи разных лет, Москва-советский писатель, 1984-й. Кроме того, он автор мемуарного очерка Анна Ахматова в ракурсе быта. В Старках Анна Андреевна чувствовала себя хорошо, а здесь, в Москве, ее мучает жара. «У Чехова, которого вы, как помните, я не люблю», начала она, «есть один рассказ про мальчика Егорушку, его куда-то везут, очень долго везут». «Степь», сказал я, насторожившись. «Чехов, наш постоянный старый спор, да, степь, по-моему, это отчерк, но почему-то называется рассказ или даже повесть, так вот там описана жара, пыль, а потом говорится, что вдруг в жаре будто ниточка прохлада протянулась. Цемлянское море, как раз в тех местах, можете себе представить, какая там теперь прохлада?» Анна Андреевна цитирует не вполне точно. У Чехова сказано, «Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух». Спор не возобновился, пусть отчерк. Речь шла не о Чехове, а о жаре. В комнате было душно, как в шкафу. Я предложила открыть окно. Нельзя, играют. Я все-таки приоткрыла на секунду одну половинку и выглянула. Под самым окном пенсионеры на лавочке с бешеной бранью забивали козла. Анна Андреевна, стараясь двигаться как можно осторожнее, достала из-под подушки сумку, из сумки листок, и прочитала мне подстрочник одного маленького стихотворения, якутский поэт о тайге. Слышите, какая наивность, сила, не знаю, удастся ли мне, а остальные у него кажутся плохи. Потом прочитала уже готовый свой перевод из Гюго. Восточно-любовное прощание, Александрийский стих, великолепный, мощный поступь стиха, все как следует. Но, боже мой, какое пустозвонство! Рассудочно, холодно, пышно, не для меня, и главное, не для нее. Предполагаю, что прочитано мне было стихотворение «Прощание о роветянке». Прочла наизусть перевод маленького стихотворения «Нерис», трогательного, пожалуй. «У Соломеи, может быть, встречаются стихи и с длинными строчками», объяснила Анна Андреевна. «Но мне не повезло, попались все с короткими, а это очень трудно». В 1953 году в Гослит-издате вышла книжка литовской поэтессы Соломеи Нерис 1904-1947. Стихотворения и поэмы в этом сборнике перевод двенадцати стихотворений и отрывка из одной поэмы принадлежат Анне Ахматовой. Наступило очередное долгое молчание. Я рискнула попросить ее прочесть что-нибудь свое. «В другой раз», ответила она, «я не люблю читать свое вместе с переводами, в другой раз буду вам читать целый вечер». Но все-таки произнесла четыре собственные строчки о Волге и Доне, написанные по ее словам года два назад. Какие именно четыре строчки она прочитала мне, не могу не вспомнить, не догадаться. Потом рассказала, что один молодой человек, с которым она поделилась своей догадкой о Бинкендорфе в шинели, взял да и вставил эту новость в свою работу. И подумайте, пришел ко мне и сам же прочел. Быть может, по молодости лет он просто не знает, что излагать в своих работах чужие мысли не принято. Статья его скоро идет в печать. Я предложила напустить на молодого человека кого-нибудь из старых, чтобы те ему объяснили, но Анна Андреевна не согласилась. Ну нет, я так не работаю, а то, знаете, есть такая игрушка, кажется, будто обыкновенный пень, а подойдешь поближе, оттуда выскакивает страшная сова. С трудом, медленно повернувшись на бок, она протянула руку к тумбочке и взяла однотомник Пушкина. Поискала там какое-то стихотворение, устала, не нашла и велела искать мне. 1830 год, неоконченный отрывок, во второй половине брусника, тундра, остров. Я нашла. Она попросила прочесть его вслух. Начинается строчками, когда порой воспоминание грызет мне сердце в тишине, и отдаленное страдание, как тень, опять бежит ко мне. А во второй половине стремлюсь привычную мечтою к студенным северным волнам. Меж белоглавой их толпою открытый остров вижу там. Печальный остров, берег дикой, усеян зимнюю грустникой, увядшей тундрую покрыт и хладной пеною подмыт. Сюда порою приплывает отважный северный рыбак, здесь невод мокрый растилает и свой разводит он очаг. Сюда погода волновая заносит утлы мой челнок. Анна Андреевна убеждена, что в этом неоконченном, необработанном отрывке речь идет о могиле декабристов. Набросок был найден, как ей сообщил Томашевский, среди черновиков Онегина. И хотя это не онегинская строфа, он полагает, что место отрывку в путешествии Онегина или в десятой главе. Разумеется, я ничего не могла сказать. Онегин, не Онегин, путешествие или десятая глава, но несомненная верность основной догадки сразу поразила меня. Печальный остров, берег дикой. Да, за звуками этих пустынных слов одиночество и могила, а отдаленное страдание это его память о погибших друзьях и братьях, о тех, кто в ночь погиб, как о своих погибших друзьях и братьях сказала Ахматова. О тех, кто в ночь погиб. Это строка из стихотворения Ахматовой и вот наперекор тому. Память и темное чувство вины. Ахматова не рукопись Пушкинскую расшифровала, а силой родства биографии вспомнила вместе с ним то, что и он и она всегда носили в душе казнь близких и потому ясно увидела недописанное запретную пустынную могилу на диком берегу. Она не стихи дописала, а пошла следом за тем душевным движением, от которого стихи родились, доверилась звуку предстиховой тишины, и он повел ее точной дорогой, дорогой пушкинской памяти, которая казнью декабристов была ранена навсегда. Она проникла в отдаленное страдание. Я попыталась высказать все это ей, но не успела. приведенный разговор имеет прямое касательство к неоконченной статье Ахматовой Пушкин и Невской Взморья. Впервые эта статья была опубликована Герштейн в литературной газете 4 июня 1969 года. Ныне все статьи Ахматовой о Пушкине опубликованы ранее и не опубликованы, окончены и не окончены, а также многие из черновых набросков к задуманной книге собраны и прокомментированы Герштейн в сборнике Анны Ахматова о Пушкине статьи и заметки. В дверь постучали. Вошла пожилая, неряшливо раскрашенная женщина с соломенными волосами, уже почерневшими у корней. Анна Андреевна поднялась, накинула шаль и учтиво приветствовала гостю. Это оказалась редакторша, принесшая ей для перевода норвежские стихи, подстрочники. Я притащила из кухни для нее табуретку, Анна Андреевна величаво опустилась на стул. Я устроилась в углу постели. Из разговора мне сделалось понятно, что норвежец в нынешнем году празднует свое пятидесятилетие. Книжку его у нас выпускают молнией, и по всему этому Ахматова должна переводить в срочном порядке. Речь шла о переводах из Нурда-ля-Грига. Вам с вашей высокой техникой это не составит труда, объясняла редакторша. Я выбрала для вас самые разные, и я уверена, вам понравится, вы будете довольны. Я придерживалась вашего вкуса. Словно речь идет о материи на платье, и продавщица подбирает подходящие цвета для дамы-покупательницы. Анна Андреевна внимательно прочитала подстрочники один за другим. Потом попросила редакторша указать возле каждого стихотворения какой-где размер. Та заметалась. Я не умею, я недостаточно владела теорией, я занимаюсь этим недавно, я замещаю. Анна Андреевна сняла очки, аккуратно собрала подстрочники и уложила их в сумку. Потом спросила у редакторши когда договор, а договор это знала столько же, сколько размерах. Анна Андреевна смолкла, явно ожидая, когда посетительница уйдет. На лице оледенелый гнев. Редакторша поднялась, я проводила ее в переднюю и заперла за нею дверь. Когда я вернулась, Анна Андреевна уже снова лежала на спине, широкая, на своей неширокой постели. А помните, спросила я, очень давно в Ленинграде вы говорили, что никогда не станете переводить. Да, помню. И медленным голосом. Теперь ты мне уже все равно. А в творческий период поэту, конечно, переводить нельзя. Это то же самое, что есть свой мозг. 31 августа 52-го. Несколько дней назад я забежала на минуточку к Анне Андреевне. Она с распущенными волосами только что после ванны. Вернулась из Крыма Нина Антонна, веселая, энергичная, красивая, загар, как шоколад. Мне показалось, Анна Андреевна тоже повеселела. Нина Антонна командует ею заботливой свирепостью. Не сидите после ванны так близко от окна. Пересядьте, дует. Вы надели не то ожерелье. Сейчас подам другое. Не ленитесь, наденьте. Мадам, вы забыли, что вам до конца жизни запрещена ветчина? Анна Андреевна слушается кротко и радостно. Как указано в томе моих первых записок? Нина Антонна Альшевская, 1908-1991 годы. Актрис, режиссер, близкий друг Анны Андреевны, жена писателя Виктора Ефимовича Ардова. Приезжая в Москву, Анна Андреевна чаще всего останавливалась у Ардовых на Ордынке. Ордынка 17, квартира 13. Дружба Нины Антонны к Анне Андреевне была прочна, деятельна и неизменна. Ахматова намеревалась посвятить Нине Альшевской отдельную главу в своей автобиографии, но успела уделить ей всего несколько строк в своих воспоминаниях о Мандельштаме. Герштейн посвятил Альшевске специальную работу, включающую в себя и письма Ахматовой, и воспоминания Нины Антонны. 4 сентября 52-го. Вчера я была у Анны Андреевны. Она показала мне экземпляр своей книги, той уничтоженной. Я ее подарил Сурков, а титул украшен драгоценным автографом Еголина. Построен сборник так же, как и из шести книг. Есть и незнакомый мне отдел «Нечет», на который я сразу накинулась. Речь идет о книге стихотворения Ахматовой, уже подписанной к печати в 1946 году и срочно уничтоженной после постановления ЦК. Несколько экземпляров из отпечатанного тиража, однако, сохранились, и один оказался сначала у Еголина, а потом у Суркова. Еголин деятельный гонитель Ахматовой. После постановления ЦК он выступил против нее с программной статьей в журнале «Звезда» 1946 год, номер десятый. О Еголине подробнее в предисловии. «Но Анна Андреевна вынула у меня книгу из рук, заявив, что ей скучно так сидеть. Лучше я расскажу вам о Пушкине». Она по-своему анализирует обстоятельства, приведшие к дуэли. Исходит она из того, что роман Дантеса с Натальей Николаевной длился не два года, как принято полагать, а всего полгода. Пушкин угадал автора анонимных песен Геккерна и убедил его авторстве Бенкендорфа и царя. Но на этом удачи его наступления кончились. Женитьба на Екатерине Гончаровой, которой Пушкин принудил Дантеса, на самом деле вполне устраивала жениха, потому что Наталью Николаевну он уже не любил, а женитьба на девушке хорошей фамилии была ему необходима. Геккерн и Дантес в противовес Пушкинской создали собственную версию этой женитьбы. Дантес, мол, героически женится на Екатерине Гончаровой во имя своей высокой страсти к Наталье Николаевне, чтобы быть поближе к любимой женщине. Этой версией они уничтожали Пушкинскую для Дантеса позорную. Говорила она Андреевна с большой горячностью. Пушкин, который даже музу свою не подпускал к своему семейному очагу, и вдруг царь унтер-офицерскими лапами лезет в его семейную жизнь и делает замечание Наталье Николаевне, предостерегая ее отечески, мог ли он это перенести. Этот разговор имеет прямое отношение к неоконченной работе Ахматовой гибель Пушкина. Любовную связь Пушкина с Александриной Гончаровой Ахматова отвергает решительно. Рассказала мне также о дневнике Александрины, найденном в Австрии во время войны. Из него явствует, что Наталья Николаевна виделась с Дантесом, уже сделавшись Ланской. Конечно, она в ту пору была уже старая толстая бабища, так что никакие зефиры и амуры тут ни при чем. Ей просто захотелось дружески побеседовать с человеком, который убил ее мужа и оставил сиротами ее четверых детей. Об этом эпизоде рассказала Анни Андреевне, известная пушкинистка, Зенгер Цевловская. Через некоторое время Цевловская сама усомнилась в истинности своего сообщения. Действительно ли Наталья Николаевна Ланская, гостя у своей сестры в Австрии, в Бродянах, лично встретилась там с убийцей Пушкина? Этот факт и по сию пору считается пушкинистами неустановленным. Я спросила, прочитала ли Анна Андреевна Грибоедова и Декабристов Нечкиной. Книгу, которая мне кажется очень интересной, хотя Тамара Григорьевна считает ее неубедительной. Это, собственно, целый том одного лишь и. Грибоедова в книге нет, Декабристов тоже нет, а на сотни страниц тянутся обоснования для и. Тамара Григорьевна права, ответила Анна Андреевна, но дело обстоит еще хуже. Какой длины не тянулось бы и, я все равно не верю, что Грибоедов был Декабристом. Его дальнейшая карьера опровергает такое предположение. Они никогда не позволили бы ему сделаться блестящим дипломатом, если бы он принадлежал к тайному обществу. Вспомните, какую жизнь они устроили Катенину. Речь идет о книге Нечкиной «Грибоедов и декабристы». Милица Васильевна Нечкина 1901-1985 год специалистка по истории русского революционного движения и общественной мысли XIX века. Основные труды ее посвящены декабристам и шестидесятникам. В 1948 году Нечкина за книгу «Грибоедов и декабристы» получила сталинскую премию. С 1958 года Нечкина действительно член Академии наук СССР. Почему-то, не знаю уж почему, мы заговорили о грубости. Анна Андреевна сказала, что единственное место, где с ней неуклонны и постоянно грубы, это Ленинградское отделение издательства «Советский писатель». Грубость апокалипсическая. Секретарша называет меня Анной Михайловной. Я звоню раз в месяц, а она кричит так, будто я сегодня уже шесть раз звонила. Эта баба прислала мне письмо с надписью на конверте «А Ахматовой». Я этот конверт храню. Хранит как знак невежливости. Анна Андреевна полагала, в соответствии с представлениями интеллигентных людей ее времени, что на конверте или в обращении имя и отчество каждого человека надо бы написать в развернутом, а не в сокращенном виде. А в других местах всюду, в Гослите здесь и в Гослите в Ленинграде, в советском писателе здесь, всюду со мной безупречно, предупредительно и вежливо. Она осведомилась, как идут мои хлопоты об Эмме Григорьевне. Я доложила. Она вникала во все подробности. Я сказала, что в удаче не уверена, но попытки буду продолжать. Гернштейн долгие годы жила на случайной заработке. Друзья, в том числе и я, пытались переискать для нее работу более или менее постоянную. «Только бы удалось», сказала Анна Андреевна со вздохом и добавила, «Вы заметили, делать зло легко, оно удается всегда, а вот сделать хоть что-нибудь доброе очень трудно». Одна дама уверяла меня, что напротив, делать добро легко, но я думаю, она просто не пробовала, как вы полагаете. 29 декабря 52-го. Сегодня по телефону светлый голос Ахматовой, «Что, не приходите?» «А я сейчас еду в больницу к Борису Леонидовичу. Что ему от вас передать?» Мы условились повидаться во вторник, то есть завтра. 31 декабря 52-го. Вчера была на Ордынке. Нина Антон украшает елку. На диване рядом с Анной Андреевной собака-лапа, непонятной породой загадочного нрава. Внезапно вдруг, безо всякой видимой причины среди разговора, взлаивает и даже кидается. Анна Андреевна за чаем рассказала о Борисе Леонидовиче. Он напуган своей болезнью. После больницы едет Зинаида Николаевна в Узкое. Какой красивый стал. Ему переменили передние зубы. Конечно, лошадиность придавала лицу своеобразия, но так гораздо лучше. Бледный, красивый, голова большого благородства. Увела меня к себе и прочитала куски из первого и второго акта «Марьон де Лорм». Говорит, что Гюго исказил историческую «Марьон» и что в этом искажении есть нечто безнравственное. Потом сказала, «Драму можно переводить, прозу тоже, но в переводы лирических стихов я не верю». И тут я спросила, «А вы сейчас пишете свое?» Я еще не успела окончить фразу, как мне стыдно стало за свою жестокость и глупость, но Анна Андреевна ответила спокойно, с достоинством. «Конечно, нет. Переводы не дают. Лежишь и прикидываешь варианты. Какие стихи, что вы?» Заговорили о переводах Бориса Леонидовича. «Замечательные у него хроники», сказала Анна Андреевна. «Я слечала и Макбет. Я подлинник, почти целиком наизусть знаю. Перевод очень точный». В начале тридцатых годов Анна Андреевна сама переводила Макбета, однако сохранился всего лишь один отрывок из третьей картины первого акта. В 1989 году отрывок этот опубликован с предисловием Тименчика в номере пятом литературного обозрения. Ахматовская работа скорее всего не была завершена, пишет Тименчик. Афауст Пестра «Начало, где ангелы поют, лучше, чем у Гёте. Но вот Маргарита иногда у него грубее, чем надо. У Гёте она девочка. Примеряя убор, говорит, «Ах, какие богатые счастливые, а мы бедные». У Пастернака это место сделано не так наивно, гораздо взрослее. Но дальше уже идет точно. Ему снова дается Маргарита дитя. 1953 год. 17 января 1953 была на днях у Анны Андреевны. Она читала мне Гюго. Опять Гюго, будь он неладен. Скоро она уезжает. 19 апреля 1953 Напоминаю читателю, что в промежутке между этой и предыдущей датой 5 марта 1953 года умер Сталин. «Ночью я несколько раз просыпалась от счастья», сказала Анна Андреевна, когда разговор зашел об освобождении врачей. В последний год своей жизни Сталин для разжигания антисемитизма изобрел дело врачей. Известные в Москве заслуженные врачи-специалисты, преимущественно еврейского происхождения, были арестованы. 13 января 1953 года правда сообщила читателям, будто раскрыта террористическая группа, ставившая своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Далее шел список злодеяний, в которых признались преступники. Оказалось, что именно они убили Жданова и Щербакова и собирались вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова и многих других. Следствие установило, что врачи-убийцы действовали по заданию еврейской буржуазно-нациалистической организации Joint, осуществлявшей в Советском Союзе широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность. 6 марта 1953 года было сообщено о смерти Сталина, а 4 апреля об освобождении врачей. Проверка показала, писала правда, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, полученные работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности, путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия. То есть, как и все признания подсудимых, добытые следователями сталинской эпохи, признания врачей даны были под пыткой. Резолюция Сталина «бить, бить, бить», ставшая известной позднее, относилась именно к следствию по делу врачей. В конце 80-х годов в печати появились воспоминания о деле врачей одного из убийц в белом халате, профессора Рапопорта. В столовой пили чай два остроумца Ардов и Шток. Мы присоединились к ним ненадолго. Взвизгивала из-под дивана лапа, оказывается, ее в детстве ударили ногой, и она теперь на всякий случай боится всех. Анна Андреевна величественно сидела посреди дивана и высочайше покровительствовала остротом. Исидор Владимирович Шток 1908-1980 годы драматург. В Ташкенте в эвакуации сосед и постоянный посетитель Анны Андреевны. Вряд ли Анна Андреевна видела когда-либо на сцене хотя бы одну из его многочисленных пьес. Но когда Шток и Ахматова оказались соседями по общежитию писателей на улице Карла Маркса 7, Шток был завсегдатым ее чердачка, слушателем ее стихов и поэмы. Ахматова же слушала в чтении автора пьесу «Осада Лейдена» 1942 год, аллегорическое изображение осады Ленинграда. В ту пору Исидор Владимирович и его жена Ольга Романовна окружали Анну Андреевну добрососедской заботой, облегчая ей трудный эвакуационный быт. К тому же Исидор Владимирович весельчак и остроумец развлекал Анну Андреевну своими каламбурами. Когда Штоки уезжали в полярные Ахматова сделала им драгоценный подарок собственноручно переписанный экземпляр поэмы без героя 1942 года. Драматургия Исидора Штока за исключением быть может двух сказочно-сатирических пьес поставленных Сергеем Образцовым в Центральном театре кукол всегда отличалась посредственностью. Это ремесленные поделки на современную тему. Добросердечий Остроумий Исидора Владимировича не спасли его от падения. Друг и подручный Сафронова он в 60-е годы в марте 63-го приветствовал разгром литературы учиненной Хрущевым на встречах с интеллигенцией. В 70-е в 1974 принял участие в травле Солженицына. А в 1977 после арестов Юрия Орлова Александра Гитлзбурга и Анатолия Щеранского и после появления на Западе обильных свидетельств устных и письменных о зверствах современного ГУЛАГа занялся травлей инакомыслящих. Куда девалась его остроумие? Газетные статейки штука ни юмором, ни нахочивостью не блещут. Это набор трафаретной брани против кучки предателей и их зарубежных хозяев. Кроме кавычек, в который берутся слова «жертвы» или «борцы за права», кроме маленьких букв, с которых для уничижения жертв и борцов пишутся их фамилии, публицистическая палитра и сидра штока никакими красками не располагает. Когда мы вернулись к Анне Андреевне в комнату, она прочитала мне пятый акт Марион Делорм. Струятся струятся стихи мерным прекрасным движением. А по мне хоть бы их и вовсе не было. Я не могу словами определить разницу, где поэзия, а где мертвичина, но слышу ее ясно. Мне хотелось спросить у Анны Андреевны, много ли денег даст ей Гюго, то есть надолго ли освободит от необходимости переводить? Но я не решилась. Она бронила маршаковские переводы санатов Шекспира. И зачем это ему понадобилось переводить все? Но выбрал бы один-два любимых. И в действительности ведь сан это в большинстве своем посвящены мужчине, а в переводах женщине. Пальсификация какая-то. Первое мая пятьдесят третьего. К четырем часам, как обещала накануне, я собиралась к Анне Андреевне. В три внезапно позвонил Д. И со свойственной ему настырностью стал требовать, чтобы я ехала с ним в Загорск. Я отказывалась, он настаивал. Тогда, чтобы он понял всю невозможность, я объяснила, куда иду. Не подействовала, напротив, только поддала жару. Он заявил, что мы возьмем Ахматову с собой. Это ведь первая дама империи, кричал он в восторге. Знакомить Анну Андреевну с Д. у меня не было охот. Она то первая, да вы не второй, сказала я. Но может быть она одна и скучает, может быть ей захочется в Загорск. Я решила ей позвонить. В ответ на мое предложение раздался обрадованный голос. Всю жизнь мечтала побывать в Загорске. Поблагодарите вашего приятеля, жду вас. И трубка была повешена с такой быстротой, с какой кажется, умеет вешать трубку, только она одна. Минут через пять Д. был у моих ворот. Через десять мы подъезжали к дому на ордынке. Вел машину шофер. Ехал с нами и Петя, сын Д. Толстый, угрюмый мальчик лет тринадцати. Я поднялась к Ане Андреевне. Она довольно долго пила кофе и собиралась. Наконец надела старое пальто, спустились. Д. усадил Анну Андреевну впереди, рядом с шофером, и хорошо сделал, потому что сын его Петя, в виде протеста, что мы едем не туда, куда хотел он, в Углич, а туда, куда хотел отец, в Загорск, барином развалился на заднем сидении, и нам с Д. было решительно некуда девать свои руки и ноги. Я в долгу перед Подмосковьем. Я его совсем не знаю, наверное, в отместку судьбе, насильно разлучившей меня с Павловским и Царским. И не знаю зря. Чуть только из подарки ворот глянули мне в глаза звезды на куполах, сердце обрадовалось, какой веселый храм, и кругом тоже все пестрое, веселое, праздничное, разное. Но лучше всех архитектурных чудес была на этой прогулке Анна Андреевна. Я давно не видел ее в таком спокойном, добром и радостном духе. Омрачилась она за всю прогулку только один раз. Мы проезжали мимо Рижского вокзала, и она по ее словам впервые его разглядела. «Ужасно», сказала она, отворачиваясь, и через минуту, хотя вокзал уже остался далеко позади, постыдно и на таком видном месте. Стрекотание Дэ, к моему удивлению, не раздражало ее. Напротив, она весело и добродушно на него откликалась. Ее образованность светила нам всю дорогу. Отвечая на расспросы шофера и наши, она рассказывала нам о Сергии Радонежском, об изведении лавры, о поляках и татарах. Когда мы вышли из машины в Загорске, нас сразу хватил ветер. День был темный, ветреный, близился дождь. Мы вошли в патриаршую церковь. На паперти копошились нищие, совершенно суриковские. Анна Андреевна сосредоточена крестясь, уверенной поступью торжественно шла по длинному храму вперед, а мы плелись за нею. Мне в церкови всегда неловко. Пение было ангельское, из патриаршего храма мы пошли в другой, поменьше. Вокруг нас шептались «Мирские, мирские». Тут пели не только певчи, но и прихожане. Пение стройное, сильное, будто не люди, а сама церковь поет. Лиц таких не увидишь на улице Горького. Тут нет серой безликой толпы стертых лиц. Каждое лицо определенное свое. И глаза не без сумасшедшенки, особенно у женщин. Анна Андреевна опустилась на колени перед иконой Божьей Матери, а мы вышли. Скоро она присоединилась к нам. Мы направились было в музей, но он по случаю первого мая оказался закрыт, и мы просто побродили по двору минут двадцать, любуясь на уютную семью церквей, таких разных и таких похожих. Бродили бы и дольше, если бы не буйный ветер. Дель все время порывался сфотографировать Анну Андреевну. Она не позволяла, он настаивал. Тогда она, шла вокруг зоркими глазами и сразу нашла то, что искала. Фотографировать запрещено, прочитала она по складам. Видите? Черной краской. И отлично. А то сказали бы, что я специально сюда приехала сниматься на фоне древности. Но когда мы вышли на площадь, Дель все-таки ухитрился снять нас обеих возле машины. Мы быстро уселись внутрь, спасаясь от ветра. У вас волосы стояли дыбом, когда нас снимали, шаловливо сказала мне Анна Андреевна. До самого неба. Вот будет интересная фотография. Эта фотография, к сожалению, сохранилась. Она чудовищна. Я настоящая огородная чучела. И даже Анна Андреевна некрасива. Дель открыл свой тугой портфель и закормил нас бутербродами, шоколадом и пастилой. Отправились в обратный путь. В машине стало просторнее. Сытый Петя подобрел и уселся по-божески. Я тоже стала испытывать ГД нечто вроде благодарности за эту интересную и уютную поездку. Дождь не состоялся, посветлела. Плохая дорога длилась недолго. Вдруг из-за туч вышло солнце и все засияло кругом. Едва распускающиеся деревья бежали по сторонам. Под солнцем стало видно, что они зеленеют. Анна Андреевна рассказывала о Быстре, где была у Эренбургов и о Новом Иерусалиме. Д спросил, посетила ли она выставку 1953-го. Да. Ну как? Опять двойка. Опять двойка банальнейшая картина Решетникова. 1906-1988 годы, появившаяся в 1952 году на ежегодной выставке художников РСФСР. Д захохотал, он вообще оказался смешлив, словно дьякон в дуэли. Анна Андреевна стала рассказывать весьма неодобрительно о музее квартиры Пушкина на мойке в Ленинграде. Я помню, как в квартире Пушкина помещался рыбтрест. Потом на том месте, где Пушкин умер, ванная. Это уже на моей памяти. Зачем же внушать экскурсанта, будто все так и было при Пушкине, как в этой квартире сейчас. И какая бестактность, какое бездушие повесить в его спальне, над его постелью, витрину с портретами всех его врагов. Тут и Николай Первый, и Уваров, и Бюнкендорф, и Полетика. Внизу бы повесили в раздевалке, там можно двадцать таких витрин разместить. Поглядев на это, я раздумалась о том, что такое слава. Умрешь, и над твоей постелью повесят портреты твоих врагов. Да ну ее к черту! Дэ захохотал. Анна Андреевна внимательно глядела в окно. Еще в лавре она сказала мне, сколько пьяных, все кроме нас, посмотрите на этого, бедненький. Для праздника голубенькую рубашечку надел, а теперь ноги не держит. И по дороге она все удивилась пьяным. Это как в день мира с Финляндии, помните, Лидия Корнеевна? Я шла к вам, ожирили мы друг о друг очень близко, пояснила Анна Дэ, и по пути насчитала четырех женщин, лежавших в луже и уже успевших примерзнуть. Дэ захохотал. Я перестала испытывать благодарность. Мы снова проезжали мимо Рижского вокзала. А, вот оно опять, сказала Анна Андреевна. Да, так и есть оно. Дэ повез нас смотреть иллюминацию, Ленинские горы, университет. Выйдя из машины во дворе на Ордынке и поблагодарив Дэ, Анна Андреевна сказала, я запомню 1 мая 1953 года. Счастливый день. Дэ был очень польщен. Подвозя меня на улицу Горького, он все повторял. Она может считаться первой дамой империи, заказывания имеют, не правда ли, мемуарный характер. 4 мая 1953 сегодня я провела у Анны Андреевны совсем Ленинградский вечер. Читала она мне наконец собственные стихи, а не переводы. Читала Ахматову Негюго. Пять стихотворений 45-46 годов. Цинк иду я чудеса творя. В самом деле чудеса. Пять чудес. Цинк Как у облака на краю Истлевают звуки в эфире Я не любила с давних дней Знаешь сам, что не стану славить Не дышали мы сонными маками. Седьмая книга В довершение счастья она без просьбы с моей стороны подарила мне окончательный вариант поэмы. Надписи не сделала, только поставила на обложке свое перечеркнутое А. Говорит, что вынуждена писать к поэме новое предисловие. Вещь эта вызывает множество кривотолков политических и непристойных. Тут я неизвестно почему расхрабрилась и прочитала ей собственную поэму. Читал я свои стихи до сих пор только в Ташкенте. После ссоры и после возобновления знакомства она ни единого разу не спросила пишу ли я. И я молчок. А тут неизвестно почему решилась. Смотрела на нее и читала без страха. Резолюция Анны Андреевны. Смелая вещь. До меня меньше доходит школьная тема, но это естественно. А Нева из окна очень хороша. И Мадонна Лита вылеплена прекрасно. Только это еще не конец, надо еще главу. Моя поэма под заглавием отрывки опубликована была впервые в Париже в сборнике моих стихов «По эту сторону смерти». 1978 год. А в 1992 году в Москве в сборнике Лидия Чуковская стихотворение. Помолчали. Потом Анна Андреевна сообщила прекрасную новость. Ее перевод «Гюго» принят. Деньги я должны выдать на днях. Мне говорили, Котов любит держать счета на столе, но мой он подписал сразу. Анатолий Константинович Котов в то время директор Гослит из Дата. Когда получит все деньги, собирается купить Алеше Баталову в подарок москвича. Та комната, которую она занимает на Ордынке, это ведь Алешина комната. Неужели у нее будут деньги? Неужели когда-нибудь окончится ее нищета? Вот еще одна безусловная заслуга Гюго перед литературой. Благодаря ему Ахматова на какое-то время избавится от переводов и снова будут беспрепятственно рождаться ее стихи. Вечер мы провели с ней совсем по-ленинградски еще и потому, увы, что она рассказала мне о последних подвигах Двора Чудес. А я-то воображала это уже позади. Возвращаясь домой, думала, какая еще глава необходима в моей поэме. 14 мая 53-го. Сегодня среди дня вдруг позвонила Анна Андреевна. Можно к вам сейчас? Пришла и просидела до вечера. В солнечном луче, от которого она не отклонялась, ярко были видны ее зеленые глаза и глядящая из них она. Я сейчас читаю дневники Толстого том за томом. Один лежал на столе. Анна Андреевна заговорила о Толстом. Как всегда, когда она говорит о нем, в ее речах смесь негодования и восторга. Силище какая, полубог. Но все из себя и через себя и только. Пока он любил Софью Андреевну, она и в Китти, она и в Наташе. Да-да, и в Наташе, не удивляйтесь. Вы думаете, отчего Наташа жмот в конце в эпилоге? Оттого, что Софья Андреевна оказалась скупой. Другой причины нет, ведь Наташа-то была добрая, щедрая. Сбрасывала с они вещи, чтобы поместить раненых. Отчего же она стала скупая? Софья Андреевна. А когда он разлюбил Софью Андреевну, тогда и Крейцерова Саната, и вообще, чтобы никто никого не любил. Никто никогда. И чтоб никто ни на ком не смел жениться. Воскресенье. В чем корень книги? В том, что сам он, Лев Николаевич, не догадался жениться на проститутке, упустил свое время на такую возможность. А деревни там, конечно, не настоящая. Деревни, как правило, такой не была. Это он на голоде такую видел и сюда вписал. И эсеры там не эсеры, а толстовцы. Все через себя, всегда и только, уверяю вас. Исторической стилизацией, стилизацией в хорошем смысле слова, в смысле соблюдения признаков времени, он никогда не занимался. Высшее общество в войне и мире изображено современное ему, а не Александровское. Отчасти он прав. Высшее общество менялось менее всего, но все-таки оно менялось. При Александре, например, оно было гораздо образовеннее, чем потом. Наташа, если бы он написал ее в соответствии с временем, должна была бы знать пушкинские стихи. Пьер должен был бы привести в Лысые горы известие о ссылке Пушкина. И, разумеется, никаких пеленок. Женщины Александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы, и сами детей не нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки. Потому и Наташа. Затем она стала рассматривать первый герценовско-огаревский том литературного наследства. Из ее вопросов я с огорчением убедилась, что хотя она и ценит высоко герцена, знает она его менее, чем мне хотелось бы, и меньше, чем я. В то время на договорных началах я работала в редакции литературного наследства, подготавлявшей к печати герцена-огаревские томы. В 1945 году, после того, как советские войска освободили от немцев Чехословакию, чехословацкое правительство преподнесло Академии наук СССР ценнейший дар, часть герцена-огаревского архива, пражскую коллекцию. Тут были письма герцена к Агареву, к детям и другим лицам, автобиографические наброски герцена, стихи Агарева, его письма, автобиографические наброски и статьи, письма разных лиц в колокол и так далее. С 1953 по 1956 годы материалы пражской коллекции публиковались в томах 61, 62 и 63 литературного наследства. Меня привлекли к редакторской работе основатели издания Зильбертштейн и Макашин. Моим непосредственным руководителем был Сергей Александрович Макашин, фактический редактор 61, 62 и 63 томов. Работа моя была трудоемкая, черная и безымянная, стилистическая правка вступительных статей и комментариев. Однако при всей неказистости она обогатила меня знаниями и я благодарна ей. Герцен один из сильнейших прозаиков русских. Давно интересовал меня. Впоследствии я написала книжку о былом и думах 1966 год и биографический очерк о юности Герцена. Работа в редакции литературного наследства сблизила меня с такими знатоками Герцена Огарева и их современников, как Анциферов Макашин Черняк Оксман. Она расширила и углубила мои представления о Герцене художнике Герцене мыслителе. Мне было досадно, что Анна Андреевна, постоянно изучавшая Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, обходила вниманием прозу Герцена. Я не утерпела и когда Анна Андреевна кончила рассматривать том наследства, сняла с полки несколько моих любимых статей, те, где мысли ходят валами ритма, и прочитала ей вслух. По-видимому, она была увлечена, потому что, пока я разогревала обед, а потом бегала вниз за мороженым, она прилежно перелистывала Лемке, перечитывая те же статьи «Плач», «Письма к противнику», «Поляки прощают нас» и прочее. То есть, полное собрание сочинений и писем Герцена под редакцией Лемки, выходившая с 1915 по 1925 годы. Однако, для удобства читателя, перечисляя статьи, я даю библиографические ссылки на более позднее и притом более совершенное издание. Герцен собрание сочинений в 30 томах Москва, наука, 1954-1966 годы. «Да», сказала Анна Андреевна за обедом, «великая проза наравне с Гоголевской, Достоевской. Вы правы, именно это есть проза Герцена, а не его беретристика, кто виноват и сорока-воровка. То второсортно». Я, между прочим, спросила у нее, получила ли она деньги за свои переводы. Она рассмеялась. «Представьте себе, я рассчитывал в этот раз получить 9 тысяч, а получила 58». Был уже вечер, когда я отправилась ее провожать. Мы шли пешком. Когда мы проходили через Красную площадь, Анна Андреевна показала мне дом Бориса Годунова. Ошибка моей скорописи. Показать дом Бориса Годунова Анна Андреевна мне никак не могла, потому что дом этот не существует уже около двух столетий. Она лишь показала мне издали то место Верхний набережный сад, где в 1601-1603 годах был возведен Борисом Годуновым запасной дворец, примечательный, кроме всего прочего, своим водопроводом. Одну часть запасного дворца уничтожил в 1605 году Лжедмитрий. На этом месте он начал строить палаты для себя и палаты для Марины Мишек. Окончательно же разобран запасной дворец в 1770 году. Анна Андреевна сообщила, что из ленинградского издательства ей внезапно вернули рукопись книги «Нечет». Раньше отказывались, а теперь вот вернули сами, за истечением срока хранения в архиве. «Мы взошли на мост», Анна Андреевна сказала радостно. «Вот получила деньги и теперь буду отдавать долги». Я Борису Леонидовичу 8000 должна. У меня с этим семейством странные финансовые отношения. Борис Леонидов человек благородный, добрый, помогает многим, ссыльным и не ссыльным, да еще содержит детей Ольги Всеволодовны. Зина же скупа, что поправдаться он ее уверяет, будто все эти деньги дает мне. В ее представлении вот уже много лет он меня роскошно содержит, и вдруг я принесу всего 8000. На мосту к нам подбежали две молоденькие девушки. Как пройти к малому театру? Анна Андреевна подробно и толково объяснила им. Мне жаль было, что девочки не знают, кто она, и не запомнят на всю жизнь ее лицо. 20 мая 1953-го. Третьего дня Анна Андреевна уехала в Болшево. 30 июня 1953-го. Вот и мне привелось доставить радость Анне Андреевне. Третьего дня она меня позвала. Я пошла под вечер. Жара в горле пересохла. Когда Анна Андреевна предложила мне чаю, я обрадовалась. Ответила строкой. «Я прошу как милости...» «Как милости?» повторила она, подняв брови. «Нет, как милости...» Поправила я вполне уверенно. «И я прошу как милости...» «О чем же тут уж так просить?» сказала Анна Андреевна недовольна. Только в этот миг меня осенило, что она принимает собственные стихи за мою просьбу. «Но знаю, что иду туда к врагу...» сказала я еще одну строчку. Тогда она вдруг поняла, и все ее лицо осветилось. «Но знаю, что иду туда к врагу...» произнесла она по складам, прислушиваясь. «Я прочитала...» «И я прошу как милости...» «Но там темно и тихо...» «Мой окончен праздник...» «Уж тридцать лет, как проводили дам...» «От старости скончался тот проказник...» «Я опоздала...» «Экая беда...» «Нельзя мне показаться никуда...» «Подвал памяти». Смотрите записки том 1-й, номер 24-й, а также книги, подготовленные к печати академиком Жермунским Анна Ахматова стихотворения и поэмы. Она и праздника, оказывается, не помнила и ужасно обрадовалась ему вернувшемуся из небытия и трогательно меня благодарила. Дальше начались огорчения. Это всего лишь середина и ни начало, ни конца. Анна Андреевна уверяла меня, что я должна вспомнить все, а я надеялась на нее. Я спросила, неужели это не записано? «Было записано», ответила она неопределенно. «Быть может, именно по случаю воскрешения подвала памяти мы многое вспомнили в этот вечер из ленинградских вместе пережитых времен?» И она задала мне тот вопрос, который все сейчас задают друг другу. «Надеялась ли я дожить до смерти Сталина?» «Нет», ответила я. «Как-то про это не думалось. Я жила в сознании, что он придан нам навсегда. А вы надеялись дожить до его смерти?» Она покачала головой. Я спросила, как она думает. «Предполагал ли сам он когда-нибудь умереть?» «Нет», ответила она, «Наверное, нет. Смерть это было только для других, и он сам ею ведал». Провожая меня в переднюю, она сказала, «Вот как мы с вами сегодня хорошо поговорили по душам, а то все литература и литература». 5 июля 53-го сегодня Анна Андреевна рассказала мне свой первый день. Рассказала о том, как она ничего не знала о постановлении 46-го года, когда о нем уже знали все. Оно было вынесено 14-го августа. По-видимому, Анна Андреевна посетила союз между 16-м и 19-м. В эти дни Жданов выступал в Ленинграде дважды. Утром ничего решительно не зная, я пошла в союз за лимитом. В коридоре встретила Зою. Она посмотрела на меня заплаканными глазами, быстро поздоровалась и прошла. Я думаю, бедняга, опять у нее какое-то несчастье, а ведь недавно сын погиб. Жизнь Зои Александровна Никитиной 1902-1973 годы действительно изобиловала несчастьями. В 1945 году на фронте убит ее сын Владимир. В 1946 дома случайным выстрелом приятеля подростка сын Борис. Сама она еще до этого год просидела в одиночке. В брак вступала она несколько раз, и дети у нее были от разных отцов. Но она навсегда сохранила фамилию одного из своих мужей Никитина, в то время, о котором вспоминает Анна Андреевна, Никитина работала в Ленинградском отделении Литфонда. В 50-е была секретарем альманаха литературная Москва. В 1966 году совместно с Рахмановым составила сборник «Мы знали Евгения Шварца». В 1969 совместно с Каверином сборник «Тынянов» Пушкин и его современники». Подробнее о Никитиной смотрите в книге ее сына актера Михаила Казакова. «Потом навстречу сын Прокофьева», продолжает Анна Андреевна, «этот от меня просто шарахнулся. Вот думаю невежа. Прихожу в комнату, где выдают лимит и воочию вижу эпидемию гриппа. Все барышни сморкаются у всех красные глаза. Анна Георгиевна меня спросила, «Вы сегодня, Анна Андреевна, будете вечером в Смольном?» «Нет, говорю, не буду, душно очень». Анна Георгиевна Томан родилась около 1900 года, так же, как и Зоя Александровна Никитина, большая поклонница поэзии Ахматовой, работавшая в Литфонде. Получила лимит, иду домой. А по другой стороне шпалерной вижу, идет Миша Зощенко. Кто Мишеньку не знает, мы с ним, конечно, тоже всю жизнь знакомы, но дружны никогда не были, так, раскланивались издали. А тут вижу, он бежит ко мне с другой стороны улицы, поцеловал обе руки и спрашивает, «Ну что же теперь, Анна Андреевна, терпеть?» Я слышала вполуха, что дом у него какая-то неурядица. Отвечаю, «Терпеть, Мишенька, терпеть!» и проследовала. Я ничего тогда не знала. Это случилось семь лет назад и длится до сих пор. Сегодня она озабочена Сурковым, тем, что он не звонит. Он редактор ее новой книги. Чагин обещал, что Сурков позвонит ей. Состав книги предписан такой. Первое – переводы, второе – стихи о мире, третье – лирика после сорок шестого, после сорок шестого, только после сорок шестого. А до, видимо, все зачумленное. Еще озабочена она тем, что, несмотря на большой успех ее Марион де Лорм, среди специалистов ей в Гослите не предложили ничего нового из Гюго. Дали китайца, необыкновенно трудного. Работала три часа, глянула в зеркало, губы сенели. Такой трудный, объяснила она. Речь идет о стихах великого китайского поэта Цуй Юаня. Предположительно триста сороковой двести семьдесят восьмой годы до нашей эры. Показала мне подстрочник, по ее словам, совершенно немодствующий. Он сделан каким-то старым специалистом. Тут же на полях карандашное разъяснение более молодого, более толкового китаеведа. И крохотный китайский иероглиф, который ее очень трогает. Она спросила, читаю ли я статьи Гладкова о языке и что о них думаю. Я изо всех сил обругала. Клинический случай старческого маразма, сказала Анна Андреевна. Как можно такое острое заболевание демонстрировать на всю страну? И, бросив Гладковскую чушь, заговорила о языке замоскворечья. «Пойдешь в баню и слушаешь банщиц, а татары-то разодрались, словно симфонию». «Димно», говорит Борис Леонидович, «чисто по-московски лучшего языка я не слыхивала, и сестры Игнатовы. Фонетически определить, в чем тут дело, я не могу, но наслаждение их слушать». Сестры Натальи и Татьяна Ильинишны, с которыми Анна Андреевна встретилась и подружилась в Болшеве в 1952 году, интеллигентные образованные женщины, происходившие из старомосковской дворянской семьи, отец их Илья Николаевич Игнатов 1859-1921 годы, долгие годы вел литературный и театральный критический отдел в газете «Русские ведомости». Наталья Ильинишна 1900-1957 годы в молодости ученица философа и лингвиста Шпета, расстрелянного в 1937 году. В последние годы своей жизни она работала редактором в издательстве Академии наук СССР. Татьяна Ильинишна 1889-1972 годы провела несколько лет в лагере в Казахстане как член семьи врага народа. Она была женой инженера Сергея Николаевича Коншина, тоже расстрелянного в 1937 году. Последние годы Татьяна Ильинишна переводила для Института естествознания со старонемецкого. Обе сестры любили и хорошо знали Москву и Подмосковье. Взяв машину, они вместе с Анной Андреевной совершали дальние прогулки. Стихотворение Ахматовой, в котором поминает Саргачевское шоссе, первоначально, еще до того, как оно вошло в цикл стихотворений памяти Блока, было посвящено Наталье Ильинишне Игнатовой. Затем разговор коснулся Чехова, и Анна Андреевна снова отозвалась о нем неодобрительно, как это бывало уже столько раз. Я пожаловалась на свою неудачу в кино со сценарием Анны на шее. Когда я истратила на работу уже несколько месяцев, начальство вдруг спохватилось, что в рассказе нет положительного героя. По прыгуньи была бы, пожалуй, более проходима, сказала я. Там все есть, что требуется, и отрицательная героиня, и положительный герой. И высмеяны люди искусства. Сейчас же сердито подхватила Анна Андреевна, художники. Действительно, все, что требуется. Я высказала предположение, что, быть может, там не люди искусства, а люди при искусстве, возле искусства. Ну да, левитан, перебила меня Анна Андреевна. Ведь Рябовский левитан. И заметьте, Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В доме с мезонином пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник — это страшный труд, духовный и физический. Это сотни набросков, сотни верст не только по лесам и полям с альбомом, но и непосредственно перед холстом. А сколько предварительных набросков каждой вещи? Мне замятины, уезжая, оставили альбомы Бориса Григорьева. Там тысячи набросков для одного портрета. Тысячи для одного. Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Палча? По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей, фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников. По сию пору положительных отзывов Ахматовой о Чехове мне известно два. Один, как о человеке, содержится в воспоминаниях любимовой. В представлении о русском писателе входит что-то доброе и неторгашеское. Короленко, Чехов кормили голодающих. Второй положительный отзыв о Чехове, как о писателе, приводит Исайя Берлин. Она перечитала Чехова, которого однажды так строго осудила, и сказала, что, по крайней мере, в палате номер шесть ее и многих других положения он описывает точно. Анна Андреевна осведомилась, что я сейчас читаю. Я читаю и читаю Фета. Прочла ей наизусть, еле рукавом мне тропинку завесила. Я болен, Офелия, милый мой друг. Снова птицы летят издалека. Она просила еще, еще, и я читала еще и еще. Он восхитительный импрессионист, сказала Анна Андреевна. Мне неизвестно, знал ли он, видел ли Моне, Писсаро, Ренуара, но сам работал только так. Его стихи надо приводить в качестве образца на лекциях об импрессионизме. 11 июля 1953-го. Была у Анны Андреевны, у нее Эмма Григорьевна. Сурков не звонил. Анна Андреевна начала было читать нам своего китайца, но запуталась в листках и, огорчившись, отложила. А китайц интересный, ей осталось 28 строк. Пришла Нина Бруни подарила берестяную коробочку и шпажник. Нина Константин Бруни, 1900-1989 годы, жена художника Бруни, дочь поэта Константина Бальмонта. 16 июля 1953-го. В 10 часов вечера, когда я уже лежала в постели, телефонный звонок Ахматова. Лидия Корнеевна, не может ли случиться, что вы согласитесь сейчас ко мне прийти в порядке чуда? Я встала, оделась и в порядке чуда пошла к ней по проливному дождю. У нее в комнате Ардов, а стрит всыплет анекдотами, показывает игрушки и коробочки, склеенные им самим. Анна Андреевна выслала его из комнаты. Я хочу прочесть Лидии Корнеевне китайца, я его кончила. Вы будете первой слушательницей. Нет, неправда. Я читала еще Липскерову, и он сказал... Нет, я вам потом скажу, что он сказал. Надела очки, опустила глаза, лицо сразу сделалось неподвижным, суровым, и тихо, торжественно начала читать. Ну, что я понимаю в китайцах? Ровным счетом ничего. Мне оставалось только честно отдаться своему восприятию и следить за стихами и за собою. Наверное, этот поэт для Ахматовой роднее, чем Гюго, потому что сквозь века стих позволяет расслышать струю жизни. Перевод, по-видимому, отличный. Слушиваясь, я искала пустот, натяжек, искусственностей и не нашла нигде. Я поздравила автора, повторив, конечно, сто раз, что я тут не судья. А вот Липскеров объявил так, для первого раза это ничего. К тому времени, как Анна Андреевна совершила первую попытку переводить китайских поэтов, ее старинный знакомый Константин Абрамович Липскеров 1889-1954 годы рождения, в десятые годы поэт и живописец, был уже опытным переводчиком. Он перевел поэмы «Не займи Генджеви», «Хасров и Ширин» и «Искандер Намэ», армянский эпос «Давец Сосунский» и многое другое. Во время эвакуации Липскеров жил в Ташкенте, посещал Анну Андреевну и был одним из современников, слушавших поэму без героя. Мы пошли пить чай с Ардовым. Он был очень радушен, заварил какой-то особенный чай. Анна Андреевна меня сконфузила, сказав «Лиде нравится». Мы быстро вернулись к ней в комнату. Она прилегла. Китаец ее замучил. Жалуется на сердце, говорит «Живот чужой, руки и ноги холодные». Сурков не звонит. 19 июля 53 С утра позвонила Анна Андреевна и попросила непременно прийти к ней сегодня. Завтра она уезжает. Я пошла днем. У нее Харджиев. Анна Андреевна осунулась за те два дня, что я ее не видела и с горечью объяснила причину своего отъезда. Мы долго сидели втроем в столовой. Ардовых нет. Анна Андреевна попробовала было найти чай и заварить его, но не нашла. Я тоже. Зато Николай Иванович быстро разобрался в хозяйстве и мы пили вкусный крепкий чай. Почему-то зашла речь о Тургеневе. Мы дружно на него накинулись. «Так провинциально», говорила Анна Андреевна, «Клара Милич или стук-стук, прямо как из подвала провинциальной газеты». «Я сказала, что зато первая любовь у него хороша. Вы просто давно не читали, перечтите», строго ответила Анна Андреевна. «Что у него хорошо, так это конец Чертопханова, а вовсе не первая любовь». 3 октября 1953-го. «Приехала Анна Андреевна, и я у нее была, но я долго не писала дневник и позабыла дату. Вот упомненные речи. Первое. Заметили ли вы, что в какой-то момент Толстой выпал из литературы? Он был в ней, а потом перестал иметь к ней какое бы то ни было отношение. Конечно, он всегда и отовсюду был слышен и виден из любой точки земного шара, но уже как явление природы, ну, как зима, осень, заря». Второе. «В Ленинграде союз писателей не обращает на меня ровно никакого внимания. Я ни одной повестки не получаю, никогда, никуда, даже в университет марксизма-ленинизма. Со мной обращаются как с падалью или, пожалуй, еще хуже. Вы слышали, как в очередях говорят? Вас здесь не стояло». Третье. «Ленинград этим летом был прекрасный. Я к нему привыкла, всяким его видела, но таким никогда». «Ленинград этим летом был прекрасный. Я к нему привыкла, всяким его видела, но таким никогда, весь в розах и маках. Летний сад великолепен, но там за мной идет такая вереница теней». На прощание после чаю и фарцев Ардова она мне сказала, «Приходите, поедем куда-нибудь вместе на Алешиной бибишке». Бибишкой называется «Алешин москвич». 10 октября 53-го была на днях у Анны Андреевны. Она прочитала мне свою статью о каменном гости. Опять-таки, какой я пушкинист! Но меня поразило проникновение в душевную биографию Пушкина, обилие интуитивных догадок, подтвержденных логикой ясного трезвого ума. Написана при этом статья не очень хорошо. Дурная литературовеческая традиция сказывается даже на Ахматовой. Статья только местами дорастает до прозы. Анна Андреевна вынулась чемоданчика и показала мне экземпляр своей рукописи с данного издательства в 1946 году и возвращенно недавно с пометкой «Возвращается за истечением срока хранения». 17 октября 1953-го вчера мне звонила Анна Андреевна. Звонила она от Ардовых, но туда пришла только в гости, а живет у Харджиевых на Кропоткинской, где нет телефона. Новости великолепные, однотомник будет и скоро, и лирика разрешена не только после 1946-го года, но и до, по ее выбору, и обращались с ней в издательстве почтительнейше, посылали машину. И Сурков объявил о будущей книге официально, на Большом собрании, так что все как бы и в самом деле. Рада ли я? О, что говорить, лучше поздно, чем никогда. Лучше, но почему-то эта радость отравленная, как странным образом отравлены все наши теперешние радости. Наверное, интоксикация прошлым. Долгих лет нескончаемой ночи, страшной памятью сердце полно. Блок. 21 октября 53-го. Звонила Ахматова. Книга ею сдана. Вот как. 30 октября 53-го. 27-го была у меня Анна Андреевна. Позвонила от Ардовых, куда приехала ненадолго. Вызвалась приехать ко мне. Потом. Только я не знаю, где вы живете. Признаюсь, последний раз меня к вам провожали. Я объяснила подробно, где живу, и осведомилась, хорошо ли она справляется с лифтом. Великолепно. Ударение на втором е. Оно долгое, а о посреди. Почти не слышно. Великолепно. Я, конечно, с легкостью поднимаюсь и опускаюсь. Вот только кнопки нажимать не умею. Я вызвала такси и поехала за ней. И вот она у меня. Я была счастлива видеть ее новую шубу, туфли, перчатки. Спасибо, Гюго и милой Нине Антонни. В черном новом платье и в белом платке на плечах под белой сединой сидит у меня в кресле строга, прекрасна и ясна, приложив к щеке руку с отгибающимися назад пальцами. Чуть-чуть запавший рот, чуть-чуть поблекшие серо-зеленые глаза. Она была оживлена и даже весела, но я сразу почувствовала под оживлением тревогу. Так и есть. Она боится, что Сурков предложит ей квартиру в Москве. Она не хочет. Почему? Говорит, потому, что если она переедет сюда, ее комнату в ленинградской квартире кого-нибудь непременно посерят, и таким образом Ирина окажется в коммунальной квартире. Но я думаю, тут не только в Ирине дело. Анна Андреевна жить одна не в состоянии, хозяйничать она не могла и не хотела никогда, даже и в более молодые годы. А что же теперь с больным сердцем? Теперь ей гораздо удобнее жить в Москве не хозяйкой, а гостей. Судя по ее частым наездам в Москву, в Ленинграде у себя ей совсем не живется. «Не знаю, как быть», сказала она со вздохом, «Нина Антонна и Николай Иванович требуют, чтобы я согласилась». Я промолчала, я недостаточно уверена, чтобы советовать. Разговор с Сурковым состоится завтра, он обещал заехать за ней и увезти к себе. Разговор будет о книге, и вот она боится о квартире. Я спросила, читала ли она когда-нибудь стихи Суркова и что она о них думает. Местами есть нечто, отдаленно напоминающее поэзию. Помолчав, она предложила мне снова прочитать ей кусок из подвала памяти. Оказалось, к моему огорчению, она более ничего не вспомнила, ни в начале, ни в конце. На этот раз я не только повторила вслух вспомненные мною раньше строки, но и написала их. Быть может, думала я, бумага подтолкнет ее память и записывая середину, внезапно сама вспомнила последнюю строчку всего стихотворения «Но где мой дом и где рассудок мой?» Как я могла забыть хотя бы на минуту эту строку? Это угрожающее длинное «с» в слове «рассудок» и «четыре трезвые д» Эту страшную строку, венчающую весь монолог каким-то приступом безумия. Но где мой дом и где рассудок мой?» Анна Андреевна взяла в руки листок, поглядела на него, поглядела на меня и проговорила «И кот мяукнул, ну идем домой, но где мой дом и где рассудок мой?» Так нашлись еще две строки, но дальше ни шагу. «Значит, там был кот», с надеждой сказала я. «Мало ли на свете котов», ответила Анна Андреевна. «В одиннадцать часов я вызвала такси и поехала ее провожать на Кропоткинскую к Николаю Ивановичу. Звонил Борис Леонидович, звал на понедельник к ним», рассказывала она по дороге. «От этого дня зависит стоит ли жить, это означает чтение романа «Ведра шампанского икра актеры». Я не пошла. «Вот с этого места началась для меня Москва», сказала она, когда мы проезжали мимо какого-то переулка близ Кропоткинской. «В восемнадцатом году я замужем за Шилейко жила тут, в Третьем Зачатьевском. Лютый холод и совершенно нечего есть. Если бы я тогда осталась в Москве, другой была бы моя биография. Неподалеку был храм, там всегда звонили». «С колоколеньки соседней звуки важные текли», спросила я. «Нет, переулочек переул». Мы приехали. 4 ноября 1953 Вечер провела у Анны Андреевны, она снова живет у Ардовых, полеживает. Где-то в гостях ее настиг радикулит, не встать, не сесть. Она переносит боль, слегка морщась, но с иронической улыбкой. Была она у Суркова. Оказалось, ей предлагают в Москве не квартиру, а комнату. А в книге стихи все-таки только после 1946 года. Вот и отравленная радость. Сурков уверяет, что на стихах только после 1946 года настаивал Симонов. Предлог такой. Если напечатать стихи до 1946 года и после, сразу будет видно, что после 1946 года я стала писать гораздо хуже. Но, конечно, это лишь предлог. Просто ему кто-то передал, будто я броню его стихи, и это месть. А я их и не читала. Симонов в 1949 году приезжал в Ленинград и метал грома и молнии. Ахматовщину надо выжечь каленым железом. Я сказала об этом Суркову. Год приезда Симонова в Ленинград мною написан неразборчиво. Кроме того, мне до сих пор не удалось проверить, действительно ли Симонов выступал против Ахматовой, или Анна Андреевна была кем-то введена в заблуждение. Отношение Константина Симонова к поэзии Анны Ахматовой на протяжении его жизни менялось. Однако в 1976 году в подробнейшем письме к Веленкину он признается, что, по-видимому, его представления о ней, замыкавшиеся главным образом на десятых годах, были узки и несправедливы. Видимо, я принадлежал именно к тем заочным, без вины виноватым, обидчиком Ахматовой, которые где-то для себя продолжали ее числить в десятых годах. А Сурков был очень деликатен и мил, уверяет, что будет настаивать на полноте. И из представленных мной стихов просил меня убрать только шесть стихотворений. «Хорошо здесь и шелест и хруст», «Тот город мно любимый с детства» и еще какие-то я не помню. Наверное, я изменилась в лице, потому что Анна Андреевна спросила, что с вами, что случилось? Оба эти стихотворения любимейшие мои из любимых и одни из самых замечательных в русской лирике. «Почему же деликатный сурков хочет изъять хорошо здесь и шелест и хруст?» спросила я, сдерживая злобу тихим голосом. «Идеализм», спокойно ответила с кровати Анна Андреевна. В стихотворении говорится «Мы прошли вместе в далеких веках». А этого на самом деле не бывает. Человек живет в определенном веке, и в далеких веках ни вместе, ни не вместе пройти не может. Это идеализм. Вы сами догадались? Или вам объяснил Сурков? Сама. «Ну а тот город, мно любимый с детства, почему нельзя?» Она не ответила. «Господи, когда же наконец перестанут твориться над нами эти злодейства?» Оба стихотворения ликующие. В первом долгая остановка посередине, точно набираешь дыхание накануне счастья, и оно наступает. И на пышных парадных снегах лыжный след, словно память о том, что в каких-то далеких веках здесь с тобою прошли мы вдвоем. Оба полны любовью к русским сугробам, к зиме, к русскому языку, и слушала язык родной, и дикой свежестью и силой несчастье веяло в лицо, как будто друг от века милый сходил со мною на крыльцо. Да, русский язык ей друг от века милый, а вот редакторам, издателям, собратьям по перу. Я прошу вас пока никому ничего о Симонове не говорить, сказала Анна Андреевна. Через некоторое время я сама скажу человеком десяти, и тогда ему станет не очень весело, он ведь любит казаться либеральным. А насчет книги мне совершенно все равно. Выйдет ли так называемая большая книга или маленькая, или совсем не выйдет никакой. Большая это обескровленная из шести книг, дающая поэте ложные представления. Как знаете, бывает очерк лица беглый, не в три четверти, а еще меньше. Маленькая это вообще вздор. Я не обрадуюсь, если книга выйдет, и не опечалюсь, если она не выйдет совсем. Ахматова из года в год все более с глубокой горечью сетовала, что сборники ее стихов дают читателю ложное представление о ее поэзии, о ее пути. Сетовала она недаром. Как была бы она опечалена, если бы убедилась, что не только рядовые советские граждане, от которых власти целыми десятилетиями умышленно скрывали ее стихи, не только русские эмигранты, ведать неведавшие о подвигах ее неукротимой музы. Но даже такая читательница, как Марина Цветаева, вернувшись на родину и взяв в руки из шести книг, не догадалась о вынужденных пропусках, о цензурных изъятиях. Целый цикл стихов Анны Ахматовой, десятки и сотни созданных ее строк, отсутствуют в этой книге, да и в других Ахматовских сборниках. 5 сентября 1940 года Марина Ивановна внесла в свою тетрадь такую запись. «Да, вчера прочла, перечла почти всю книгу Ахматовой и старо, слабо, а хорошие были строчки, непоправимо белая страница». строка из стихотворения «Вечерние часы перед столом». Но что она делала с 1917 по 1940 годы? Внутри себя эта книга и есть непоправимо белая страница. Жаль. Но как же Марина Цветаева, оказавшаяся непоправимо, глухой и слепой к деятельности советской цензуры, хотя я ощутила ее тяжесть на собственных произведениях, не спросила себя, да многое ли из сделанного Ахматовой хотя бы в 30-е годы опубликовано и вообще известно мне? В 1940 году такого вопроса Марина Ивановна себе не задала. Жаль. Она не читала ни «Реквиема», ни «Привольем пахнет дикий мед», ни «Немного географии», ни «И вот наперекор тому», ни «Здесь девушки прекраснейшие спорят», а из «Триптиха», то есть «Испоема без героя», узнала во время встречи с Ахматовой лишь первую часть, которую и приняла за мир искусническую стилизацию. Не говорю уж о том, что ей остались неизвестны стихи Ахматовой, посвященные непосредственно ей. Марине «Поглотила любимых Пучина и разграблен родительский дом. Мы с тобою сегодня, Марина, по столице полночной идем, а за нами таких миллионы». Как же в самом деле было Марине Ванне судить по сборнику из шести книг о том, что делала Ахматова внутри себя? Анна Андреевна, поморщаясь от боли, села, приказала мне взять перо и бумагу, и мы снова начали вспоминать подвал памяти. Она вспомнила почти все. Не знаю, при мне или раньше, я ничего. Теперь не хватает только первых двух строчек. Не часто я у памяти в гостях, да и она меня всегда морочит. Когда спускаюсь с фонарем в подвал, мне кажется, опять глухой обвал за мной по узкой лестнице грохочет. Чидит фонарь, вернуться не могу, а знаю, что иду туда, к врагу. Я прошу как в милости, но там темно и тихо. Мой окончен праздник. Уж тридцать лет, как проводили дам, от старости скончался тот проказник. Я опоздала. Экая беда. Нельзя мне показаться никуда. Но я касаюсь живописи стен и у камина греюсь. Что за чудо? Сквозь эту плесень этот чат и тлен сверкнули два живые изумруда. И кот мяукнул. Ну, идем домой. Но где мой дом? И где рассудок мой? Я напомнила Анне Андреевне, как в Ташкенте мы были с ней вместе у Толстых. Там, после ужина, Алексей Николаевич просил Ахматову читать стихи. Она отнекивалась, не знала, что, и, наконец, недовольно спросила меня, «Скажите, Лидия Корнеевна, что читать?» Я посоветовала подвал памяти. Она прочла. И тут вдруг Толстой на меня напустился. «Зачем вы такое подсказываете? К этому незачем возвращаться?» Мне хотелось ответить ему, как в анекдоте. «Простите, господин учитель, это не я, написал Евгений Онегин. «Вот всякий вздор помните, а первые две строки не можете вспомнить», сказала Анна Андреевна. И прибавила жалобным голосом. «Вы хоть скажите мне, про что там?» Затем заговорили о пастернаках, а Зинаиде Николаевне она с негодованием. Целый день играет в карты с женой Сильвинского. Вот и все. Какое тупое бездарное времяпрепровождение. Кстати, вам очень кланяется Сильвинский. Его затащил сюда Ардов, не предупредив обо мне. Для Ардовых я лицо партикулярное. Сильвинский же перепугался и смутился, увидев меня неожиданно. От смущения десять раз просил передать вам привет. Илья Львович Сильвинский, 1899-1968 годы. Поэт. Просьба его показалась Анне Андреевне забавной потому, что в переделкине дача Сильвинского расположена прямо напротив дачи моего отца ворота ворота. И хоть мы не бывали друг у друга в гостях, мы с ним постоянно встречались на общей аллее. Таким образом, он не мог ощущать необходимости передать мне привет через кого бы то ни было. Когда я прощалась, Анна Андреевна попробовала было встать на ноги и вскрикнула от боли. Я умоляла ее не провожать меня, сама открою и захлопну дверь, но она не послушалась. Я вспомнила, как это надо делать, меня учили. Надо сначала лечь и потом встать сразу. Легла поперек постели и встала, уже без стона, даже не поморщись. 1954 18 января 1954 На днях, не помню точно когда, была у Анны Андреевны. На ней новый халат лиловой и такой пышный, торжественный, что в доме у Ардовых он именуется Рясой. Она здорова, соблюдает разгрузочные дни, красиво причесана, ухожена. Слышала о вашей статье, сказала Анна Андреевна. Расскажите о шуме. Я рассказала, телефонные звонки, письма и даже телеграммы. Одна. Перенесите вашу справедливую критику на взрослую литературу. Вторая. Надо организовать общество по борьбе с ханжеством. Вам «Это от кого?» спросила Анна Андреевна. «Офицер танковых войск». «В один прекрасный день», сказала Анна Андреевна, «Вы увидите у себя под окном на улице Горького танковую дивизию, явившуюся ваше распоряжение бороться с ханжеством». «Не дай бог», испугалась я. «Не дай бог», согласилась Анна Андреевна. 24 декабря 1953 года. На первой странице литературной газеты была помещена моя статья «О чувстве жизненной правды». Настоящее название уничтожено редакцией «Гнилой зуб». В статье говорилось о лживости советской литературы для детей. Примеры были взяты главным образом из удостоенной сталинской премии повести Осеевой Васек Трубачев, а также из рассказов начинавшего тогда прозаика Алексина. На второй странице того же номера литературной газеты было напечатано сообщение о расстреле Берия. Это дало повод сатирику Александру Борисовичу Раскину 1914 1971 года рождения прислать мне в подарок такую эпиграмму. Не день сегодня, а феерия ликует публика московская. Открылся ГУМ, закрылся Берия и напечатано Чуковская. Я рассказала Ане Андреевне, что на днях Борис Леонидович прислал мне в подарок Фауста с феноменальную надписью, которую я приняла бы за злую издевку, если б доброта Пастернака не была известна мне. На книге написано Дорогая Лидия Корнеевна, любовь, уважение и благодарность моей вам, как писательнице, представительнице декабристов и Герцена в нашем веке и дочери Корнея Ивановича неизмеримы. Желаю вам здоровья и счастья. Борис Пастернак 3 января 1954 год Я Фауста читаю потихоньку, а предисловие Вильмонта прочла все и дивлюсь безвкусице. Например, о Ломоносове написано так «Наш чудо-богатырь Михаил Ломоносов». Николай Николаевич Вильям Вильмонт 1901-1986 Германист знаток и переводчик Гёте Шиллера Гердера Бехера Томаса Мана. Ему принадлежит также книга о Борисе Пастернаке «Воспоминания и мысли». «Это еще пустяки», ответила Анна Андреевна и взяла со стола книгу. «А вот смотрите. Гретхен, задушив ребенка, прижитого ею от Фауста, прижитого ею, так раньше в полиции писали. Вызвал Анну Андреевну в Москву здешний союз по поводу предоставления ей квартиры. По-видимому, это великая честь и милость, но дают ей всего лишь комнату в 10 метров коммуналке. Квартиру отдельную и хорошую предоставляют Ордомацкому, тому самому Пиня и Жмеренке, а его бывшую комнату Ахматовой. Ордомацкий, 1911-1996. 89-й годы, журналист. Он приобрел особую известность своим антисемитским фельетоном Пиня и Жмеренке, появившимся в журнале «Крокодил» 10 марта 1953 года, то есть за три недели до освобождения и полной реабилитации врачей-евреев. Как сообщает краткая литературная энциклопедия, Ордомацкий, автор очерков, рассказов, повестей, часто на документальной основе, о работе чекиста в годы Великой Отечественной войны. Юмореско в «Крокодиле» в данном случае тоже была, по-видимому, работой чекиста, только уже не во время Великой Отечественной войны, а после. Анна Андреевна спросила, слышала ли я о скандале, происшедшем с Ираклием на вечере памяти Тынянова. Я могла и сообщить с чужих слов, что Ираклий в своем выступлении сильно будто бы подчеркивал ошибки Тынянова, за что и был неистово обруган Шкловским. «Искусство – дело кровавое», кричал будто бы Шкловский. «С искусством надо пуцоли съесть, прежде чем заслужить право каяться в ошибках учителя». Анна Андреевна отозвалась об Ираклии весьма нелестно, впрочем, она его вообще не любит. «Ираклий Луарсабович Андроников 1908-1990 годы. Литературовед, артист. Основные литературоведческие работы рассказа Андроникова пишет о нем краткая литературная энциклопедия. Посвящены изучению биографии и творчества Лермонтова, а также архивным и текстологическим разысканиям. К этому следует добавить, что в молодости Андроников был учеником Эйхенбаума и Тынянова. Вот почему Шкловский с такой горячностью напал на него за его излишне осторожную отступническую речь о Тынянове. Оценить вклад Андроникова в советскую литературу виденья я не берусь. Меня всегда пленял главным образом дар Андроникова артиста. Талант его необычаен и являл себя с особенным блеском, когда выступал Андроников не в большом зале перед сотнями и не на экране телевидения перед миллионами, а в комнате перед двумя-тремя, много десятью людьми. Я помню Я помню эти выступления с конца двадцатых и в тридцатые годы. Андроников, как и я, еще жил в ту пору в Ленинграде, сотрудничал в ленинградской редакции Дет-Издато, возглавляемой Маршаком, и в журнале Ёж, возглавляемом Олейниковым. Когда в редакцию бывало являлся Андроников, нашей работе даже самой срочной наступал конец. Начинался спектакль в театре одного актера. Ираклий превращался на наших глазах то в армянскую старуху, то в Алексея Николаевича Толстого, принимающего у себя на даче Василия Ивановича Качалова, то в Маршака, рассуждавшего о стихах, то в Чуковского, застрявшего в дет-изгизовском лифте. Это был настоящий праздник искусства. Искусство чего? Перевоплощение? Да, но не только, потому что Ираклий Андроников не просто походил в эти минуты на Жермунского, Переселенкова, Тихонова, Остужева или Штидри. Но передавал и в слове, и в интонации, и в движениях, передавал не без издевки и шаржа, самую суть, концентрат изображаемой личности. Это надо было видеть и слышать. Впоследствии в Москве я тоже не раз слышала в исполнении Ираклия Луарсабовича речи Симонова, речи Суркова и телефонный монолог Пастернака. И несмотря на то, что с конца сороковых годов наши пути разошлись, у многих своих прежних друзей, в том числе и у меня, Ираклий Луарсабович более не появлялся. Я, вопреки неодобрению Анны Андреевны, продолжала и продолжаю с восхищением вспоминать законченные роли новеллы, созданные Ираклием Андрониковым в театре одного актера. Меня очень смешат шутки Ардова, которые Анна Андреевна выносит с благосклонной полуулыбкой. Он постоянно снижает величавость Ахматовой, называя ее то мадам Цегельперчик, то Желичко, то командировочная из Ленинграда. Когда она при мне вошла в столовую в шуршащем лиловом халате, Ардов сказал, поднимаясь ей навстречу, благословите отец благочинный. 20 января 54-го Была еще раз у Анны Андреевны. Она припоминает и записывает свои стихи. Чудесно. Уже и подвал памяти записан. Она вынула рукопись из чемоданчика и показала мне, но там и сейчас нет первых двух строчек. Как заколдованные, пожаловалась Анна Андреевна. Придумать новые легко, но я не хочу, хочу вспомнить. А этого вы не помните, Лидия Корнеевна? Что там дальше? Показала страницу. Вижу вверху Б.П. А потом записаны несколько строчек. Первая такая. И снова осень валит Тамерланом. Читаю. Неуверенно спрашиваю. Могучая языческая старость? Как хищно сверкнули у нее глаза. Я никогда не видывала такого сверкания. Да-да, конечно. Случай трудно объяснимый. В стихотворении это написано в 47-м году. Между тем с 42-го по 52-й я с Анной Андреевной не встречалась и, стало быть, от нее услышать его не могла. Выходит, что мне показал или прочитал его кто-то другой, но кто я не помню. Не знаю также, было ли там когда-нибудь языческое вместо евангельское, или это просто моя ошибка. Анна Андреевна сразу схватила рукопись, спрятала ее в чемоданчик и заговорила о другом. Опять она показалась мне сегодня изваянием самой себя, а может быть, собственной музы. Каждое ее движение и, главное, каждую ее неподвижность необходимо запечатлевать кистью, резцом, а лучше бы всего кинопленкой. Вот сидит на постели, опираясь на обе ладони, голова поднята, в глазах ум и насмешка, каждая черта оживлена, на устах слово, которое сейчас зазвучит, насмешливое или гневное. Вот наклонилась над столиком, на котором раскрыта тетрадь, в руке карандаш, глаза опущены, веки неподвижны, лицо как на замке, ее будто нет здесь, она где-то у себя далеко, у памяти в гостях, мрамор, бронза, подпись, Ахматова над своими стихами. Во время чаепития разговор зашел о Казакевиче. Оказывается, муж Иры Пуниной прочитал Анне Андреевне вслух тот абзац из сердца друга, где о ней. Но зачем это? Я давно знаю и молчу. Ничего прямо оскорбительного там нет, но есть насмешливое ироническое. А время ли сейчас над ней иронизировать? Он там поминает студенток, ярых поклонниц стихов Анны Андреевны Ахматовой. Не совсем понятно, также полагает ли и сам автор, вместе с изображенными им дурочками студентками, что стихи эти специфически дамские, что Ахматова не один из великих русских поэтов, а поэтесса, пишущая исключительно на женские темы, ну, нечто вроде Шкапской или еще там кого-нибудь. Анна Андреевна обиделась и очень, главным образом на отчество. Я же не Л.Н. Толстой. Зачем же так почетно? Разумеется, идя по стопам товарища Жданова, он имеет полную возможность ругать меня на все буквы алфавита, но по отчеству-то зачем? Подразумевается один абзац в повести Казакевича «Сердце друга», напечатанный в журнале «Новый мир» в начале 1953 года. Анна Андреевна была права. Абзац глубоко оскорбительный, вне зависимости от наличия или отсутствия отчества. В номере первом на странице 19 говорится, что героини, когда началась война, показались ничтожными повседневные интересы ее соучениц, которые думали о нарядах молодых людях и обожали стихи Райнера Марии Рильке и Анны Андреевны Ахматовой. Однако необходимо отметить, что в первом же отдельном издании из этого абзаца исчезло отчество Ахматовой, а в издании Госслит издата 1962 года исчезло и насмешливое упоминание об обоих великих поэтах. Анна Андреевна продолжает. Я была у Никулина. Там мне представили Казакевича. Я ничего, подала ему руку, поздоровалась, но ушла в комнату к девочкам. Мне потом звонила хозяйка дома. Он так жалел, ему было так интересно с вами познакомиться. Бедняга Казакевич, подумала я, он, наверное, не понял, почему она ушла. Он, наверное, не знает, что, когда говоришь о поэте, следует именовать его в соответствии с литературным, не бытовым именем. Анна Андреевна говорила, когда я себе читаю в печати А.А. Ахматова, я не сразу догадываюсь, о ком речь. Если я поэт, говорила она, то я Анна Ахматова, как Пастернак, Борис, или как Блок, Александр. Каждый сам выбирает свое литературное имя для себя. Через два года после смерти Анны Андреевны в 1968 году мне случилось делать подпись под фотографией, где рядом сидят Ахматова и Пастернак. Я обратилась за советом к отцу, как написать «Анна Андреевна и Борис Леонидович» или «Анна Ахматова и Борис Пастернак». Он ответил «Мне кажется, нужно подписать под фотоснимком Анна Ахматова и Борис Пастернак. Это их литературные имена. Из-за того, что они попали на фотопленку, они не утратили своих прав называться именами, которые они завоевали для себя своим творчеством. Когда я видел в газетах «А. Ахматова», мне казалось, что это опечатка или что дело идет о другом человеке. В русской культуре существует Анна Ахматова. Ни Анна Ахматова, ни Корне Чуковский не предугадали, что в печати по чиновничьему недомыслю со временем укоренится такое обыкновение «Ахматова А. А. и Чуковский К. И. Этот обычай за пределами литературы. Я сказала, что Казакевич не совсем тонко, не во всех оттенках знает язык, и потому отчеством, быть может, и не хотел ее обидеть. Сердце друга вообще слабая вещь, написанная с большими погрешностями. Но Анна Андреевна моего заступничества не приняла. А я подумал еще, что Казакевич порядочный человек и, несмотря на неудачи, писатель, звезда двое в степи, и уж во всяком случае лучше водиться с ним, чем с Никулиным. Но не сказала. Писатель Лев Вениамин Чникулин 1891-1967 годы пользовался недоброй славой в литературных кругах. О нем распространялись поручащие его честь эпиграммы. На чем были основаны дурные слухи, справедливы они или нет, сейчас ничего сказать не могу и от того ни слухов, ни эпиграмм не повторяю. Привожу только две строки из рецензии самого Никулина на Ахматовский сборник 1961 года. Сборник весьма далекий от полноты и с большими трудностями миновавший цензурные мели. Анна Ахматова живет, работает в тесной товарищеской среде советских писателей старшего и молодого поколения. Цель этих строк ясна. Читатель, не беспокойся, все обстоит благополучно. Я спросила о Борисе Леонидовиче, которого давно не видела, как он поживает, как выглядит, как его здоровье. Я обожаю этого человека, ответила Анна Андреевна. Правда, он не сносен. Примчался вчера объяснять мне, что он ничтожество. Но на что это похоже? Я ему сказала, милый друг, будьте спокойны. Даже если бы вы за последние десять лет ничего не написали, вы все равно один из крупнейших поэтов Европы двадцатого века. Как он выглядит? Он старик, но красивый старик. Густые седые волосы, умные, полные жизни глаза. Прекрасная старость. А я не люблю этих моложавых старичков. Не поймешь, то ли ему тридцать пять лет, то ли ему восемьдесят пять. Мне некоторые советуют выкрасить волосы. Я не хочу. Так мне заседину хоть место в трамвае уступят. А если буду крашеная, ну и стой, стерва, стой. Потом вдруг. Помните, Лидия Корнеевна, как мы с вами только что приехав в Казань, расспрашивали дорогу, и вам татарин один ответил, провожу тебя за то, что ты молодая, оседая. И проводил нас до самого дома печати. Двадцать седьмое января пятьдесят четвертого. Вчера звонила мне Анна Андреевна, просила прийти. По озабоченному голосу слышно, какое-то дело. Вчера я прийти не могла, позвонила ей сегодня с утра. Она сказала, что увидеться надо непременно, но ее вызвали в гослит, и она позвонит мне позднее. Вернувшись, она позвонила, и я отправилась к ней. Она как-то сдержанно тревожно. Терпеливо пережидает шутки Ардова. Скоро мы остаемся одни. Оказывается, надо написать два письма о Леве. Одно председателю Верховного Совета СССР Ворошилову, а другое не помню кому. Я сажусь за столик, она мне диктует. Мне все представляется неудачным, слабым, но я не понимаю, как и что поправить. Трудный это жанр. Пока я думаю, перечеркиваю, предлагаю, Анна Андреевна, сидя на постели, ищет в сумке листок, где записано имя и отчество второго нашего адресата. Листка нет. Она нервно выкидывает из сумки пачку сто рублевок, анализы, письма в конвертах и без конвертов, чьи-то стихи нет. Когда я возвращалась в номере шестом из Гослита, говорит она, меня сильно оттеснили какие-то парни, когда они вышли, в четыре голоса мне закричали кондукторша и пассажиры, они подбирались к вашей сумке. Деньги целы, не могли же они взять один только листок с его именем? А, они взяли паспорт. Я внимательно перебрала все бумаги, вываленные Анной Андреевной на постель, в самом деле паспорта нет. А если паспорта нет, то и письма писать бессмысленно, и надо ехать в Ленинград хлопотать о новом. Без паспорта все равно не получить ответа. Одна Надежда подбросит. Анна Андреевна каждую минуту вставала к телефону, ожидая звонка Ирины, которая приехала в Москву. Но звонки все были поздравительные. Нина Антонна сегодня именинница. Именинница пришла погоревать вместе с нами. Тоже перебрала все бумаги. Нет. Я спросила у Анны Андреевны, как у нее дела с комнатой. Видела ли она ее? Да, ездила смотреть вместе с Алешей. Этаж пятый, лифт не каждый день, комната вроде этой, только длиннее. Стоят две кровати, а между ними может пройти каната ходец. Кроме моей комнаты еще восемь. Мне будут стучать в дверь? Товарищ Ахматова ваша очередь мыть коридор. Она была раздражена и несчастлива. Пришла Ирина, лицо у нее плоское и для меня какое-то невнятное. В столовой собирались гости. Нина Антонна звала к столу. Я извинилась и ушла. Пятое февраля пятьдесят четвертого. Вчера меня вызвала к себе Анна Андреевна. Я торопилась в литературное наследство и была у нее всего час. Руднев кого она только не посещает написал письмо Ворошилову и говорил по телефону с Ворошиловским секретарем. Тот передаст оба письма Рудневская и Ахматовская. Мысили сочинять. На этот раз дело пошло бойко и письмо Ахматовой к Ворошилову в черне готово. Анна Андреевна положила передо мной письмо Руднева. Оно оказалось малограмотным. Клемент Многуважаемый Мы робко исправили Е на И Об эпизоде с Рудневым рассказала в своих воспоминаниях Гернштейн, много лет принимавшая в хлопотах о Льве Николаевиче Гумилеве самое деятельное участие. Летом 1953 года мы были на похоронах художника Осмеркина. К Ахматовой подошел архитектор Лев Владимирович Руднев, строивший тогда здание Московского университета на Ленинских горах. Он сказал ей, что часто встречается с Ворошиловым, который запросто называет его Бородан. Руднев предложил свое посредничество для хлопот о Гумилеве. Анна Андреевна выждала еще некоторое время. В январе-феврале 1954 года в Москве она решилась воспользоваться предложением Руднева. Через него она передала свое письмо Ворошилову. Письмо это теперь известно. В 1994 году в номере 3-5 Альманаха Шпион оно опубликовано фоксимильно. Тут же помещены и записка Руднева и ответ отрицательный. Лев Владимирович Руднев 1885 1956 годы архитектор художник акварелист профессор ленинградских и московских архитектурных вузов с 1939 года действительно член Академии архитектуры СССР Руднев соорудил в Ленинграде памятник жертвам революции на Марсовом поле 1917 1917 19 годы в Москве Академию имени Фрунзе 1932 1937 годы совместно с Мунцем а также новое здание Московского университета на Ленинских горах 1949 1953 годы Академия имени Фрунзе военная вот почему Руднев был хорошо знаком с Форошиловым Паспорт Анна Андреевна нашелся пролежал несколько дней в троллейбусном парке Руднев собирается писать ее портрет 12 февраля оживлена сегодня показал мне по секрету очень плохие переводы Адалис китайского выбронила Гюго за самодовольство и прочла свой новый перевод с возмущением рассказала как Зинаида Николаевна самым грубым манером не пустила Бориса Леонидовича на вечер осеева но я все время чувствовала что она утомленная вялая что она искусственно преодолевает усталость письмо Ворошилову она уже послала 20 февраля 54 узнав о моей болезни вчера несколько часов провела возле меня Анна Андреевна мне запрещено писать но попробую в домашнем теплом платке в толстых шерстяных носках она была по-стариковски проста и прекрасна жалуется что отекают ноги говорил обо всем на свете о смерти Сталина и его похоронах о постановлении 46-го года Анна Андреевна объяснила мне что это уже не первое а второе постановление на ее счет первое состоялось в 1925 году я узнал о нем только в 27-м встретив на Невском Шагинян я тогда судя по мемуарам была поглощена личной жизнью так ведь это теперь называется и не обратила внимания да я и не знала тогда что такое ЦК никакого особого постановления ЦК о поэзе Ахматовой вынесенного будто бы в 1925 году не существовало ссылаясь на сборник составленный Карлом Аймермахером в тисках идеологии 1917-1927 годы в сборнике появилась пронумерованная редакция и целая серия документов о политике партии в литературе так например на эту тему под номером 45 напечатано соображение общества старых большевиков где подвергнуты порицанию явно чуждые нам осколки буржуазно-дворянской литературы типа Ходосевичей Волошиных Бальмонтов и К а заодно и неустойчивые мелкобуржуазные писатели так называемые попутчики более или менее чуждые идеологии и психики рабочего класса далее эти писатели иногда даже выдаются за поэтов революции статьи товарищей Осинского и Калантай об Ахматовой Анна Ахматова упоминается и притом совершенно между прочим и в партийном руководящем документе за номером 55 порицающим Воронского Зачем он дозволяет своим сторонникам вроде Осинского провозглашать Ахматову лучшей писательницей В 1925 году под заглавием о политике партии в области художественной литературы 1 июля в Правде была опубликована резолюция ЦК против тех тенденций которые по мнению руководящего партийного органа проникли в литературу как результат новой экономической политики и осмеливаются противопоставлять себя идеологии пролетарской Основа на резолюции была на документах приведенных выше и им подобных Ни одного конкретного писательского имени здесь однако упомянуто не было Так не упомянуто и Анна Ахматова Судя по разговору Анны Андреевны со мною 19 февраля 1954 года о постановлении ЦК 1940 года то есть о прямом запрете сборника из шести книг ей известно не было хотя неудовольствие начальства новой книгой она ощущала Анна Андреевна сильно сердится на АО если она будет себя дурно вести я перестану ее пускать в последний свой визит она преподнесла мне несколько грубостей сразу она оказывается мелко злая а Виктор Ефимович уверяет даже что она не совсем в уме все ее удовольствие противоречить спорить отвечать наоборот точно нет иного удовольствия понимать другого с полуслова угадывать сил нет писать дальше 8 мая 54 я видел их обоих вместе Ахматову и Пастернака вместе в крошечной комнате Анны Андреевны их лица обращенные друг к другу ее кажущиеся неподвижным и его горячее открытое и несчастное я слышала их перемежающиеся голоса вообще слишком много сегодня я слышала новые куски поэмы все это во мне остро и живо как незаслуженное внезапное счастье обернувшееся бедой какой-то пир горечи жалости и гнева может быть записывать следовало бы не сейчас а позже когда все уляжется и понимать я буду яснее но я боюсь утратить верный звук лучше уж запишу сразу пусть неразборчиво комом подряд анна андреевна приехала сегодня и позвонила ранним вечером я помчалась к ней она встретила меня словами нам ничего не грозит кроме появления Бориса Леонидовича поспешно без обычных расспросов и пауз вынула из чемоданчика экземпляр поэмы на машинке и в переплете и стала читать мне новые куски читала она одни только вставки строки строфы быстро переворачивая страницы и мельком указывая куда вставляется новое а я от боязни что не пойму и не запомню куда вообще ничего не расслышала и ничего не запомнила на обратном пути проверяла теперь проверяю ни строки 1913 год стал называться Петербургская повесть как долго она вас не отпускает сказала я нет тут другое сейчас я ее не отпускаю я пытаюсь рассказать все что за этим вижу оказывается вижу только я но может быть вы теперь пусть видят все а то Лидин ходит и толкует бог знает как пусть теперь ему говорят ничего там такого нету вам надо лечиться Владимир Германович Лидин 1894 1979 годы писатель начавший печататься еще до революции в 1915 году Лидин автор многочисленных рассказов очерков повестей и романов его перу принадлежит краткий очерк о встрече с Ахматовой не имеющий впрочем к поэме без героя никакого отношения вечер в померанцевом переулке смотрите в книге Лидин людей встречи чего именно не понял Лидин в поэме или что из нее вычитал не знаю но знаю что кривотолков поэма возбуждала множество и они сильно тревожили Анну Андреевну в особенности если превратные толкования поэмы исходили от ее сверстников помнивших как и она годы предшествовавшие войне и революции строже всего поэму судили мои современники сказано было Ахматовой в письме Кен-Эн который собственно этим осуждением и вызвано затем спрятав поэму в чемоданчик рассказала мне увлекательнейшую новеллу происшествие четырехдневной давности я позвонила в союз с Зуевой заказать билет в Москву ее нету отвечает незнакомый голос чтобы придать своей просьбе вес называю себя боже мой зачем я это сделала незнакомый голос кричит Анна Андреевна а мы вам звоним звоним вас хочет видеть английская студенческая делегация обком комсомола просит вас быть я говорю больна вся распухла я и вправду была больна через час звонит Катерли вы должны быть непременно а то они скажут что вас удавили так прямо по телефону всеми словами я предложила выход найти какую-нибудь старушку и показать им вместо меня но она не согласилась за мной прислали машину я поехала красный зал знакомый вам англичан целая туча русских совсем мало так сидит Саянов так Зощенко так Дымшиц а так я еще переводчица девка из Вокса да-да все честь честью я сижу гляжу на них вглядываюсь в лица кто который знаю что будет со мной катастрофа но угадать не могу который спросит сначала они расспрашивают об издании книг какая инстанция пропускает долго ли это тянется чего требует цензура можете ли вы сами издать свою книгу если издательство не желает отвечал Саянов потом они спросили изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46-м годом отошли ли от речи от постановления отвечал дымшиц мне было интересно услышать что нет ни в чем не отошли тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили Зощенко сказать им как он относится к постановлению 46-го года Михаил Михайлович ответил что сначала постановление поразило его своей несправедливостью и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу а потом он понял что многое в этом документе справедливо слегка похлопали я ждала спросил кто-то в черных очках может быть он и не был в очках но мне так казалось он спросил как относится к постановлению мадам Ахматова мне предложили ответить я встала и произнесла оба документа и речь товарища Жданова и постановление центрального комитета партии я считаю совершенно правильными молчание передам прошел глухой гул знаете точно озеро ропщет точно я их погладила против шерсти долгое молчание потом кто-то из них спросил известно ли вам что у нас пользуются большой популярностью именно те произведения мадам Ахматовой которые здесь запрещены молчание потом кто-то из русских сказал переводчице спросите их почему они хлопали Зощенко и не хлопали мадам Ахматовой ее ответ нам не понравился или как-то иначе нам неприятен мне было неприятно что наши тоже стали называть меня мадам Ахматова товарищ Ахматова или даже Ахметкина гораздо лучше в мадам заключена смрадная мысль будто существует некто мсье Ахматов таков был ее рассказ повергнувший меня в смятение что же эти англичане полные невежды дураки слепые или негодяи зачем им понадобилось трогать руками чужое горе людей унизили избили они еще спрашивают нравится ли вам что вас избили покажите нам ваши переломанные кости а наши то зачем допустили такую встречу садизм официальный отчет об этом собрании составленный секретарем ленинградского обкома Казминым появился в печати без малого через 40 лет от повествования Анны Андреевны у меня все заныло внутри я вспомнила ясно тот августовский день 1946 года я была в квартире одна раскрыла газету прочла и села плакать да мне все сообщают про эту минуту сказала Анна Андреевна где кто когда прочел в газете или услышал по радио как помните все рассказывали друг другу в 41 о войне какая была погода что он в эту минуту делал в столове раздался телефонный звонок никто не подходил я подошла это вы Анна Андреевна спросил Борис Леонидович нет Борис Леонидович это Лидия Корнеевна наконец-то я вас слышу вы еще не уходите не уходите пожалуйста я через полчаса на 10 минут зайду этого получаса я не помню он пришел присутствием обоих как на какой-то новой планете я заново оглядывала мир комната столик прикрытый потертым платком чемоданчик на стуле тахта тахта не тахта подушка и серое одеяло на ней ученическая лампа на столике за окном не распустившиеся ветви деревьев и они оба и ясно ощущаемое течение времени как будто сегодня оно поселилось здесь в этой комнате и я тут же надо уйти и нельзя уйти комната наполнена его голосом бурным ракочищем для которого она мала голос прежний да сам он не прежний я давно не видела его все что в нем было восторгом стало страданием август то прежний голос мой правительский звучал нетронутый распадом голос прежний нетронутый а он тронут уже тронут чем болезнью горем его новый вид и смысл пронзает мне сердце никакой могучей старости измученный старик скорее даже старичок старая спина подвижность которая еще недавно казалась юношеской теперь кажется стариковской и при том неуместной челка тоже неуместна и курточка а измученные страдавшиеся глаза страшны его скоро у нас не будет вот первая мысль пришедшая мне на ум войдя он снял со стула чемодан сел и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии устроенном где-то за марьиной рощей нарочно устроенном так чтобы никто из любящих не мог туда попасть афиши были но на них стояла вход по билетам а билеты нарочно разослали учащимся в тузов которым неинтересно вечер из серии лучше смерть сказала Анна Андреевна да-да они раздали свояченицам но бросаю пересказывать речь пастернака нет возможности и я не берусь это не Анна Андреевна в его монологе были Ливанов юбилея Тихонов кучера с ватными задами вечер фауста в союзе писателей где он Борис Леонидович заплакал читая сцену фауста с Маргаритой и многое-многое еще чего и пытаться не могу воспроизвести да и слушала я плохо такую я чувствовала острую жалость к страданию глядящему из его глаз я спросила как Роман он сказал что сейчас на несколько дней отложил Роман потому что занят срочной работой переделывает фауста для Ахлопсковского театра и стал объяснять нам как именно он его переделывает Борис Леонидович создал сокращенный вариант для одновечернего спектакля но фауст в переводе Пастернака не был поставлен ни в одном театре и ни в каком варианте когда Пастернак ушел Анна Андреевна по своему обыкновению прилегла на постель помолчав она заговорила о славе я сейчас много об этом думаю я пришла к твердой мысли что это мерзость и ужас всегда какая гадость была ясная поляна каждый и все все и каждый считали Толстого своим и растаскивали по ниточке порядочный человек должен жить вне этого вне поклонников автографов жен мироносец в собственной атмосфере а Борисе Леонидовиче сказала жаль его большой человек и так страдает от тщеславия мне показалось она не права разве это непременно тщеславие у него видимо творческое кровообращение нарушено от насильственной разлуки с аудиторией слушатели читатели ему видимо необходимы разлучить пастернака с читателями это разумеется преступление сказала Анна Андреевна но он-то почему не умеет извлечь из этой разлуки новую силу для своей поэзии нас позвали чай пить на время это смягчило остроту моей тревоги Ардов был зятем грузином дорогая мама я только сейчас осознал что вы приехали после чая Анна Андреевна показала мне штапельное полотно купленное ей сегодня Ниной Антоновной очень красивое от усталости и потерянности я сидела слишком долго Анна Андреевна собирается в Болшево на ее письма и заявления о Леве ответа нет сейчас я лягу ночь два часа ночи но вряд ли мне удастся уснуть строки поэмы которые я не могу вспомнить глаза Пастернака которые я не могу забыть что будет Зощенко слова Ахматовой на собрании все это на меня наезжает все это от меня чего-то требует только я не знаю чего 15 мая 54 сегодня разговор с Анной Андреевной о Есенине с утра она звонила что вечером придет но вечером звонок не приду не приду ли я она нездорова лежит тревожится за Михаил Михаиловича сколько уже раз видела я скорбь и тревогу на этом лице я подняла с полу какую-то книжку упавшую с подоконника оказалось Есенин ни я ни вы мы его не любим сказала Анна Андреевна вы давно не перечитывали я перечла не люблю по-прежнему но понимаю что это сильно действующая теноровая партия известному кругу людей он заменил на Цена я сказала что мне нравились есенинские стихи сорок минут в жизни когда на одном ленинградском вечере он сам читал их а потом опять нет я выступала с ним вместе раза три сказала Анна Андреевна но не запомнила как он читает мы тогда друг друга не очень-то слушали а как вы думаете спросила я если бы он не погиб быть может и выработался бы из него настоящий поэт ведь было же в нем что-то перестал бы перепевать Блока перекладывать Блоковский оркестр на одну страну съехал бы со своей единственной темы не знаю не думаю ответила Анна Андреевна слишком ушон был занят собой одним собой даже женщины его не интересовали нисколько его занимало одно как ему лучше носить чуб на правую сторону или на левую сторону имя Нацина сразу вызвало у меня в памяти Марию Валентину Ватсон и анекдоты ходившие о ней в моем отрочестве здравствуйте Мария Валентиновна какая сегодня прекрасная погода погода прекрасная да вот большевики я запомнила на всю жизнь летом не то 19 не то 20 года в голод когда мы жили на станции Ермоловка в помещении бывшей гостиницы которую Петроградский совет предоставил на лето литераторам меня послали на кухню вскипятить чайник там над своей керосинкой стояла Мария Валентиновна в пальто вместо халата и беседовала с кушаньем шипевшим у нее на сковородке не хочешь быть котлеткой говорила она размешивая что-то на сковороде будь кашкой будь кашкой они Андре мне не понравились мои анекдоты Мария Валентиновна очень тронула меня однажды сказала она в доме литераторов был объявлен вечер новой поэзии стоял там бюст Натсона Мария Валентиновна сказала мне я хочу унести его отсюда а то они могут его обидеть Мария Валентиновна Ватсон 1848 1932 годы поэтесса переводчица Мария Валентиновна первая перевела Дон Кихота на русский язык не с других языков а непосредственно с испанского и при том полностью я помню ее уже старухой с трясущейся головой в молодости она была невестой Натсона он умер у нее на руках 17 мая 54 третьего дня много часов почти целый день провела у меня Анна Андреевна отдыхала чуть-чуть спала обедала перелистывала том художественного наследства доложила две новости о Пушкиняне две находки письмо Волконской к Вяземской о стихотворении на холмах Грузии лежит ночная мгла и письма Карамзиных в Париж к Андрею Николаевичу в 1836-37 годах письма Карамзиных накануне и после дуэли это сенсация сказала она это может многое переменить и разрушить так и случилось письма разрушили легенду о прочной и надежной дружбе Карамзиных к Пушкину и сделали явной приверженность молодежи обоих домов Карамзиных и Вяземских к Дантесу в художественном наследстве она долго разглядывала портрет Андреевой какая она тут красавица это мои сестры в то время такие были загадочные стройные обе фотографии Андреевой которыми любовалась Анна Андреевна помещены во втором томе художественного наследства обе сделаны в пенатах у Репина обе относятся к 1905 году одна это репродукция репинского портрета Андреевой вторая представляет Марию Федоровну в мастерской художника рядом с нею Горький Репин и жена Репина Нордман Мария Федоровна Андреева 1868 1953 годы жизни актриса Московского художественного театра впоследствии большого драматического в Петрограде она исполнительница ролей в драмах Ипсона Гаупнмана Гудского из отечественных же драматургов Островского Горького и Чехова начиная с 1903 года Мария Федоровна лет 15 была гражданской женой Горького Марии Федоровну Андрееву еще до революции 1905 года приняли в партию большевиков С 1918 по 1921 она была комиссаром театров и зрелищ в Петрограде а с 1931 по 1948 заведовала Московским домом ученых Анна Андреевна сказала о Шаляпине рассматривая его портрет Я поняла главный недостаток подобных людей Есенин Шаляпин Русланова они самородки и тут это само сыграло с ними скверную шутку у них есть все кроме само обуздания относительно других они позволяют себе быть какими угодно вести себя бог знает как когда она отложила наследство я спросила не слышно ли что о ее новой составленной сурковым книге а спрашивать было нельзя она сразу сделалась сердитой и печальной может быть единственное хорошее что случилось со мной в этом году сказала она это что книга не вышла вы и еще человек десять читателей знающих все мною написанное любили бы и ее восстанавливая в уме все пропуски но те кто читал бы впервые полное разочарование полное и были бы правы у нас столько несчастья столько событий она все сидит в своем болоте размышляет о любовных происшествиях и собственных косах у меня так и защемилось сердце от этих слов хотя я и не верю в разочарование читателей самый урезанный ахматовский сборник все равно окажется собранием шедевров но я разделяю ее возмущение и ее боль что это за Ахматова без поэмы без реквиема и многих других как истинно великий поэт она жила и живет всеми скорбями времени щедро на них отзываясь но этот звук заботливо глушит и глушит и глушит я ее попросила прочесть мне некоторые стихи слышанные мною от нее когда-то в Ленинграде хотелось еще раз услышать из ее уст да и память свою проверить нет ли утруски утечки она прочитала два оказалось помню точно увидим ли мы когда-нибудь эти стихи напечатанными вряд ли для этого нужна слишком длинная жизнь ее жизни не хватило а я дожила оба стихотворения и вот наперекор тому и немного географии напечатаны в 1974 году в сборнике памяти Анны Ахматовой Париж впервые в Советском Союзе оба стихотворения напечатаны теменчиком в журнале Даугава 1987 год номер девятый и Кралином в Знамени 1987 год номер двенадцатый Затем в том и первом моих записок в настоящее время стихи эти публикуются во всех сколько-нибудь полных сборниках стихов Ахматовой Пользуясь случаем исправить свою ошибку в стихотворении немного географии следует читать Адбасар а не Ак и чужую в стихотворении и вот наперекор тому напечатанном двухтомнике 1990 следует Я голосую за то чтоб дверью стала дверь Мы заговорили о наших погибших и о тех кто еще быть может жив и вернется какая будет встреча и о неизвестных могилах не зная их так трудно жить еще говорили об одной категории людей я задала ей вопрос который меня очень занимает кто они социально по своему происхождению если обобщить следователи сталинского времени Социально не знаю по-разному это бывало наверное но вот о чем я думаю Раскольников после уже ничего не мог только броситься на кровать одетым и так лежать больше ничего не мог и не хотел а этим хотелось вернувшись с работы увидеть жену в новом платье и чтобы у дочки бант в волосах от меня она поехала к Липскерову 26 мая 54 заезжала Каня древняя она вялая полубольная у нее Эмма Григорьевна скоро пришли Шток и Мария Сергеевна Мария Сергеевна Петровых от Штоковых острот она немного оживилась рассказывала про Анечку дочку Ирины я спросила Анну Андреевну почему в той семье ее называют Акума правильнее было бы Акума отвечала она по-японски это значит злой дух так меня называл Володя Шелейко и Николай Николаевич один раз так назвал в телеграмме за ним стала называть Ирина и вот теперь Анечка помолчав она добавила Ира и Аня единственные люди на земле которые говорят мне ты я рада как в детстве в одном из своих писем Канни Андреевне из Японии где Николай Николаевич побывал в командировке в 1927 году он объясняя прозвание Акума сообщал когда я немного познакомился с японским языком мне твое имя Акума стало казаться странным думалось оно должно иметь значение я спросил одного японца не значит ли что-нибудь слово Акума он весело улыбаясь сказал это значит злой демон дьяволица если принять женский род и наше понимание очевидно Вальдемар знал смысл этого слова возможно что где-нибудь на его востоке именем этим обозначался какой-нибудь бог или дух но во всяком случае зла 31 мая 54 Вчера весь день лежала пластом ни читать ни писать боясь мозговой спазмы старалась не двигаться днем завигала Фридочка которая долго не могла ко мне прорваться по случаю парада дом наш как всегда оцеплен Фридочка Викдорова 31 мая 1954 года правда сообщала что накануне 30 мая в Москве на Красной площади состоялись парад и демонстрация представителей трудящихся в честь всенародного праздника 300-летия воссоединения Украины с Россией но вечером к счастью пройти уже можно было и пришла Анна Андреевна принесла розы пришла пешком и ушла пешком очень трогательно был салют под моими окнами гулянье колеблющиеся огни в стеклах Анна Андреевна какая-то затуманенная будто не в себе хотя спокойная ровная говорила что в страшном состоянии Борис Леонидович что он звонил ей с безумной речью а потом пришел торжественный горький Зинаида Николаевна с Ленечкой в переделкине а он здесь один непонятно что там происходит то ли Зинаида Николаевна его бросила то ли с Ольгой у него не лады шестнадцатая июня пятьдесят четвертого Анна Андреевна в Болшеве я была у нее накануне отъезда кажется она уехала десятого двадцать девятое августа пятьдесят четвертого навестила в Голицыне Анну Андреевну она внизу в просторной светлой комнате Нина Антонна наверху в маленькой они кажется были мне рады Анна Андреевна спокойная красивая чувствует себя хорошо за окном зелень лежа на кровати возле окна читает по-английски детективный роман объясняет мне говорят это очень полезно для языка тут и быт тут и светская жизнь мы втроем пошли в лес по дороге Анна Андреевна указала мне домик где живет и болеет Александр Николаевич Тихонов тишенька сказала она я хотела его навестить но мне отсоветовали говорят он уже не в своем уме и меня все равно не узнает Нина Антонна вдруг вспомнила что забыла заказать мне ужин ахнула и поспешила обратно мы вошли в лес лес не лес так дачный перелесок но высокие хмурые ели Анна Андреевна села на вывернутый корень прислоняясь спиной к стволу а я на пенек она рассказала что вчера ходила на похороны обалдуева Георгий Николаевич Абалдуев 1898-1954 годы поэт в печати стихотворения его почтений появлялись при жизни одно единственное в 1929 году в пятом номере журнала Новый мир после смерти несколько вещей в альмонахе День поэзии Москва 1968 год День поэзии Москва 1978 и в журналах Огонек 89-й год номер 48 и Новый мир 1990-й номер 8 в 1979 году в Мюнхене вышел сборник стихов устойчивое неравновесие подготовленный к печати Терзиным и Казаком и только через 12 лет у нас Прижизненная судьба Балдуева такова В конце 1932 года пишет Лев Озеров за чтение стихов Цветаевой на одной из вечеринок и передачу этих стихов друзьям был арестован по доносу После следствия на Лубянке и в Бутырках за контрреволюционную пропаганду и распространение подрывных антисоветских материалов отправлен на Беломорканал В 1939 Абалдуев был освобожден с запрещением жить в больших городах и уж, конечно, печататься В 1943 ушел на фронт а, вернувшись и получив наконец право жить в Москве жил по болезни преимущественно под Москвой в Голицыне вместе со своей женою поэтессой Еленой Благининой 1903 1989 годы жизни Для заработка переводил Все пошли и я продолжает Анна Андреевна Благинину я не знаю но она была тронута обняла меня и поцеловала Я заметила что вдовы самые безутешные всегда видят и помнят кто был на похоронах Значит и бывать надо и письма писать надо исполнять все Я Балдуева не видела живым но вчера глядя ему в лицо снова поняла смерть это не только горе но и торжество и благообразие Когда я узнала что умерла Ольга я конечно была опечалена а утром проснулась и думаю что это мне вчера хорошее сказали про Олю Сноска Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина Скончалась в Париже в ночь с 19 на 20 января 1945 года Было видно как по Минскому шоссе в тучах пыли летят машины Пыль какая она издали красивая сказала Анна Андреевна и посмотрите золото на небе словно на иконе В машине сидя отвратительно чувствовать пыль а поглядеть издали какое счастье у нее в самом деле в эту минуту было счастливое лицо она не спускала глаз с шоссе пыль пронизанная солнцем плыла золотыми и розовыми клубами вернулась Нина Антонна и тоже устроилась на пеньке она стала расспрашивать Анну Андреевну о перипетиях детективном романе какое-то убийство среди деревьев колыхаясь бродили гуси один подошел к нам близко это мой знакомый гусь сказала Анна Андреевна у него вместо головы что-то неприличное сейчас он начнет брониться предупредила Нина Антонна и верно гусь вытянул свою мерзкую голову и с большим ожесточением нас выбронил каждую в отдельности и всех вместе потом удалился мы пошли домой после прогулки Анна Андреевна ненадолго прилегла взяла с подоконника и протянула мне толстую книгу прочтите-ка тут первый абзац это был том из собрания сочинений Веры Фигнер я прочла в прошедшем 1921 году Россия понесла две тяжелые утраты в феврале скончался Кропоткин а в декабре Короленко а в августе блок сказала я и Гумилев она забыла да в августе блок повторила Анна Андреевна она не забыла для нее блока просто не было и не только для нее целый слой неинтеллигентной интеллигенции глухой к стихам Анна Андреевна надела красивое черное платье и мы пошли ужинать за столом все на нее смотрели тут были Эйдлины жена Гребнева Ольга Зив Фельдман я тоже глянула как впервые на ее профиль подберезной седины осанку руку рядом с ее лицом опять все лица показались мне неопределенными невыраженными после ужина Анна Андреевна проводила меня до калитки а Нина Антонна до самого вокзала оказывается Ноэми Моисеевна Гребнева говорит что глядя на Анну Андреевну она перестала бояться старости и напрасно подумала я такое дается не всем 1955 год 14 января 1955 в день моего приезда сразу мне позвонила Анна Андреевна я провела около полутора месяца в Голицыне когда Анны Андреевны там уже не было и вернулась в Москву 9 января 1955 года я хотела пойти но прорваться сквозь 42 листа корректуры нечего было и думать я вырвалась только 12 во вторник жаль она в беде и в одном из худших своих состояний слабая несчастная раздраженная волосы не прибраны из-под пышного халата торчит на груди ночная рубашка не спала три ночи судьба не милосердна к ней горе горем а тут еще какие-то лишние дополнения терзающие хуже горя от Лёва телеграмма с упреками вызванная по мнению Анны Андреевны чьими-то лживыми письмами чьими-то письмами к нему теперь пойди распутывай психологические узлы на расстоянии да еще подцензурно все это лишнее все это ей не под силу ее больному сердцу в конце декабря 1954 ахматову пишет гернштейн выбрали делегатом на съезд писателей не помню знал ли об этом Лёва но перед открытием съезда я получила от него телеграмму телеграмма гласила напомните маме обо мне похлопотать напомните как будто она могла хоть на минуту о нем забыть Анна Андреевна выговорилась и стала спокойней прочитала переводы с китайского и из Райниса китаец великолепен а Райнис скучен вял ординарен она навещала Бориса Леонидовича он полуболен полуарестован сказала она Зине кто-то насплетничал анонимно про Ольгу и она его заперла у него глаза грустные и удивленные как бывает у детей Зина очень груба с ним рассказывала о съезде ко мне подходили поэтессы всех народов а я чувствовала себя этакой пиковой дамой сейчас которая-нибудь из них потребует три карты три карты три карты рассказала новеллу сижу один раз со шварцем в нашем ресторане обедаем к нашему столику подсаживается городецкий Анна Андреевна разрешите представить вам моего зятя пожалуйста ушел за зятем возвратился Анна Андреевна он говорит что ему неохота знакомиться с контрреволюционной поэтессой я ответила английским голосом не огорчайтесь Сергей Митрофанович зятья они все такие не правда ли я его перехамила через несколько дней я чтобы похвастать рассказала всю историю Эренбургу он спрашивает а что же шварц неужели ни слова это недостойно мужчины я бы городецкому так ответил что он костей бы не собрал я сказала не могу же я на случай возможного хамства всегда водить с собой Эренбурга слишком большая роскошь и еще одно веселое сообщение вышла история литературы издание академии наук 1954 года там про меня говорится что я мещанская поэтесса многие стихи Ахматовой воспринимаются как интимный мещанский дневник я спросила кто написал статью Волков он давно обо мне пишет когда-то в Ленинграде в Пушкинском доме я читала свое исследование о золотом петушке слушали меня пушкинисты когда я кончила подошел Волков он сказал что давно изучает мою биографию и мое творчество и хотел бы зайти ко мне чтобы на месте ознакомиться с материалом а я ни за что не желала его пускать они сказала я кивнув на пушкинистов жизнь свою кладут чтобы найти материал а вы хотите все получить сразу я спросила как этот Волков выглядит совершенная горилла похож на гориллу до такой степени что непонятно как могли ему выдать паспорт в мохнатую лапу по дороге домой я размышляла о слове несчанства им пользуются не определяя смысла тамара григорьевна габе определяет так тот слой населения который лишен преемственной духовной культуры для них нет прошлого нет традиции нет истории и уж конечно нет будущего они сегодня в культуре они ничего не продолжают ничего не подхватывают и ни в какую сторону не идут поэзи Ахматовой напротив вся воплощенная память вся история души история страны история человечества вся в основах в корнях русского языка у мещенинаш и языка нет у него в запасе слов триста не более да и не основных русских а сиюминутных сегодняшних 21 января 55 вчера была у Анны Андреевны и очень огорчилась ею приехала Эмма Григорьевна мы все перечай у Нины Антонны Нина или Эмма не помню как-то небрежно отозвались о шенгелиевском переводе Дон Жуана Анна Андреевна рассердилась и произнесла речь столь же гневную сколь несправедливую кто сказал что байроновский Дон Жуан хорош а все кричат шенгели перевел неблагозвучно я читала подлинник сорок раз это плохая даже безобразная вещь и шенгели здесь ни при чем Байрон эпатировал читателей и нарочно сделал вещь неблагозвучной к тому же постельные мерзости во множестве при чем тут шенгели у Байрона там только и есть хорошего что одно лирическое отступление я знаю английский слишком слабо и судить о качестве байроновских стихов не могу не могу почувствовать эпатировал ли он не эпатировал но на мой слух шенгели плох безмерно у него Дон Жуан вообще не стихи а корявая проза и не только Дон Жуан я сказала это Анне Андреевне но она не вняла и продолжала бронить тех кто бронит шенгели непонятно и неприятно Эмма Григорьевна простилась и ушла она древно увела меня к себе сказала что работает сейчас очень много переводит корейцев и сильно устает сажусь с утра это легче чем китайцы без рифм но все таки трудно иногда идет будто само съезжаешь как на салазках но зато потом стоп и стоишь стоишь внезапно среди разговора она быстрым движением открыла чемоданчик вынула оттуда листок и положила передо мной на стол я прочла носущий вздор что я живу грустя и что меня воспоминание точит узнаете спросила Анна Андреевна глядя на меня в упор я узнала первые строки подвала памяти теперь подвал восстановлен весь целиком мне неизвестно припомнила ли Анна Андреевна эти строки или обнаружила их в своей первоначальной записи я ушла счастливая забыв про Шенгеля Георгий Аркадьевич Шенгели 1894 1956 годы жизни поэт теоретик стихотворного языка переводчик первая книга его стихов розы с кладбища вышла в 1914 году первая стиховическая работа два памятника в 1918 как о поэте наиболее полное о нем представление дает сборник избранные стихи Москва 1939 год как о стиховеде книга техника стиха Москва 1960 год спустя 30 лет после смерти Георгия Шенгели в издательстве Современник в 1989 году вышла книга его поэм Вихрь железный в 1989 в номере пятом нового мира и в 1990 в сборнике Новобасманная 19 опубликованы многие его стихи и в том же 90-м проза главы из незаконченного романа Черный погон переводил Шенгели преимущественно Байрона но также и Гейне и многих французских поэтов Гюго Эредиа Бодлера Верхарна и на практике и в теории перевода Шенгели был приверженцем буквализма то есть точной передачи смысла каждой отдельной строчки что мешало ему передавать иную точность поэтическое очарование подлинника как о наставнике о Георгии Аркадьиче смотрите Арсений Тарковский мой Шенгели а также Семен Липкин вечер Шенгели Георгий Аркадьевич впервые увидел Анну Андреевну в 1916 году а познакомились они через 7 лет об этих двух встречах а также и о третьей ташкентской повествует Шенгели в своем стихотворении 1943 года Анне Ахматовой опубликованным только в 1989 звезда номер 6 работой над изучением метрики и просодий русского стиха Шенгели изучал и поэзию Ахматовой в своих ответах Алексису Ранниту Анна Андреевна между прочим писала Георгий Аркадьевич Шенгели с которым я часто встречалась и дружила иногда для своих изысканий просил меня произнести какую-нибудь строку а в одном из сохранившихся набросков плана автобиографии в голове современники среди перечисленных лиц о которых она намеревалась писать Анна Андреевна упоминает Шенгели 6 февраля с гордостью с гордостью с гордостью величественная кончина завидная он умер не зная что она умирает что ж дети у них пристроены только внуков жалко какие люди Михаил Леонидович Лозинский скончался 31 января 1955 года жена его Татьяна Борисовна убедившись что он накануне кончины приняла яд оба они умерли в один и тот же день, и в один день похоронены. В своем слове Лозинском Ахматова в частности говорит, «Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе. Верность была самой характерной для Лозинского чертою. Черта эта проявилась с особенной яркостью в те революционные годы, когда многие друзья Анны Андреевны и Михаила Леонидовича покинули Россию. Внук его Иван Толстой пишет, что Лозинский объяснял свое решение не покидать родину так, «В отдельности влияние каждого культурного человека на окружающую жизнь может казаться очень скромным и неоправдывающим приносимой им жертвы». Но как только один из таких немногих покидает Россию, видишь, какой огромный и невосполнимый он этим наносит ей ущерб. Каждый уходящий подрывает дело сохранения культуры, а ее надо сберечь во что бы то ни стало. Если все разъедутся, в России наступит тьма, и культуру ей придется вновь принимать из рук иноземцев. Нельзя уходить и смотреть через забор, как она дичает и пустеет. Надо оставаться на своем посту. Это наша историческая миссия. Иван Толстой. Круто к ветру. Ленинградская панорама. Ленинград. Советский писатель. 1988 год. Незадолго до смерти Ахматова решила написать Лозинском заново, и эту новую работу почти окончила. Потом Анна Андреевна рассказала об эфирной Ахматовой. Уму непостижимо. Что вытворяет в эфире эта дама? До Анны Андреевны дошли слухи о передачах иностранного радио, посвященных ее трагической судьбе. В те годы кратковолновые радиоприемники в Советском Союзе были редкостью. К тому же иностранные радиостанции подвергались глушению, а их слушатели — преследованием. Сама я впервые увидела радиотранзистор с короткими волнами. Лишь в 1965 году. 14 апреля 1955. Только что от Анны Андреевны. Она приехала сегодня утром. Привезла окончательную работу. Корейцев. Теперь ей предлагают Тимона Афинского. Когда же предложат Ахматову. Я ее застала лежащей, она больна и мрачна. В руках новая книжка Бергольц. Анна Андреевна недовольна. И Ольгой, и книжкой. Ольга мне звонила много раз, и каждый раз одно и то же. Хочу к вам прийти, но не могу, пьяна, не стою на ногах. Однако в те же дни она ходила по делам в Лен из Дат и выступала в защиту мира. Значит, только для друзей она не стоит на ногах. Я сказала, что прочла верность, и мне очень не понравилась. Интонация какая-то противоестественная. А я не прочла, отозвалась Анна Андреевна. Эта вещь сама не дает себя читать. Фальшивый звук. Я не могла бы ее прочесть, если бы мне платили по 18 рублей за строчку. Она спросила, читала ли я лирику, и узнав, что нет, продолжала. И это тоже очень странная книга. Всего два-три новых стихотворения. А то все старые. Мама Кама и прошофера на льду. Абергольц. Лирика. Москва. Госледиздат. 1955 год. В эту книгу в частности вошли стихотворения «Первое письмо на Каму», «Второе письмо на Каму», «Третье письмо на Каму», а также «Ленинградская поэма», где в третьей главе говорится о шофере, доставлявшем во время блокады хлеб в умирающий Ленинград. Анна Андреевна считала вымышленным и ненужным рассказ о том, как шофер, решив срочно отремонтировать застрявшую на льду машину, облил себе руки бензином и поджег их. Может быть, эти стихи имели еще какой-то смысл в 42-м году, потому что пахли трупом. Но сейчас 55-й. Их надо бы оставить в маленькой книжке 42-го, чтобы потом извлекли, а не перечитывать без конца. Вошел Ардов. Изобразил речь Суркова на съезде. Я каталась со смеху. Обоймы имен, причем каждый кончается рефреном. «И мирзо турсун заде». Позвали нас чай пить. За столом Нина Антонна, Наташа Ильина и мать Виктора Ефимовича. Тут же в столовой мелькают Миша и Боря. Приносят чай, приходят и уходят, двоятся и превращаются в других. У них гости. Борю, Мишу и Алешу я помню издавна, еще по Чистополю. Присмешные ребятишки, мал-мала меньше, лесенкой. Теперь это большие, красивые мальчики. И они мне по душе, потому что чувствуется, что они любят Анну Андреевну, и ей с ними хорошо. Миша родился в 1937 году и Боря родился в 1940 году, сыновья Нины Антонны и Виктора Ефимовича. Алеша родился в 1928 году, Пасана Кардова, сын Нины Антонны, а от ее первого брака с Владимиром Петровичем Баталовым, актером и режиссером, ассистентом МХАТа. Причесавшись и надев красивый халат, вошла в столовую и Анна Андреевна. Разговор был общим, то есть никаким. Анна Андреевна молчала. Рассказала, впрочем, о своих корейских переводах. Холодович, редактор книги и заведующий кафедрой. Прочитал их студентам. Корейцев спросили, а не было это уже в Анна Домине? Для переводчика дурной комплимент, добавила Анна Андреевна, но я польщена. Потом она снова вела меня к себе. Рассказала, что Смирнов предложил ей для перевода «двенадцатую ночь», и она с негодованием отказалась. «Вы, кажется, забыли, кто я? Над свежей могилой друга я не стану. У меня это не в обычаи». Анна Андреевна считала поступком недопустимым, недружественным переводить заново «двенадцатую ночь» или что угодно, потому что эти вещи перевел в свое время Лозинский. Сама Анна Андреевна всегда помнит, кто она, сквозь все унижения и все переводы. 22 апреля 55-го. Как-то на днях, когда мне можно было не ехать в Переделкино, меня позвала Анна Андреевна, и мы целый вечер читали японские стихи. Голос в телефонной трубке показался мне бодрым, радостным. По этому случаю, пока я шла через мост, я нянчилась с такой мыслью «Анна Андреевна сама откроет мне дверь» и еще в передней скажет «Леву освободили». Но нет. Я все это придумала. Ничего нового. На последнее ее заявление Струва Эренбург ответа нет. Анна Андреевна удручена. Куда же еще идти? Кого еще спросить? Куда писать? Лежит. У ног грелка. В руках красненькая книжечка. Японская поэзия. Читала мне вслух сама и меня просила читать. Все стихи из одного отдела, позднее средневековье. Книга только что вышла. Правда дивные. По любому счету, с самого первого класса. Это правда. Мы с упоением по очереди читали стихи японцев слух, передавая книгу друг другу и выискивая все новые чудеса. Переводы Марковой. Вера Николаевна Маркова, 1907-1995 годы жизни. Специалистка по японской литературе, автор статей о японской поэзии, прозе, театре и главной переводчица стихов и прозы японского средневековья. Вот что я запомнила. Первый снег в саду. Он едва-едва нарцисса листики пригнул. Или нищий на пути. Летом весь его покров, небо и земля. Или. И поля, и горы. Снег тихонько все украл. Сразу стало пусто. Эти три прочитала мне Анна Андреевна и спросила, могу ли я определить, в чем тут прелесть. Чем это так хорошо? Все это увидено и сказано в первый раз, попыталась я. Какое-то сочетание первозданности с изысканностью. И как все точно. И похоже на рисунки. Теперь мне кажется, что мои переводы корейцев плохи, сказала Анна Андреевна. Просила читать еще. Я прочитала. Так, кричит фазан, будто это он открыл первую звезду. И еще одно. Верно в прежней жизни ты сестрой моей была, грустная кукушка. И еще. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Лучший, пожалуй, фазан и нищий. Кажется, будто их сочинила чеховская девочка. Та самая, которая сказала, море было большое. У Мандельштама где-то написано, как детский рисунок просты. Да, эти стихи чем-то похожи на детские рисунки. Анна Андреевна снова взяла у меня книжку из рук. По чьей-то серости, сказала она. Тут иногда переводчики пускаются в рифмовку, хотя у японцев рифм не бывает. Серости тупость. Сразу огрубляется, а прощается стих. В собственных стихах рифма крылья, а в чужих, когда переводишь, тяжесть. Здесь же это и совсем ни к чему. Она засунула книгу в тумбочку, потом сказала. «Известно ли вам, что я родилась в один год с Гитлером? Но не пугайтесь, в этом же году родился Чаплин, год двоякий». С этими словами Анны Андреевны интересно сопоставить ее собственную запись. «Я родилась в один год с Чарли Чаплином и Крейцеровой сонатой Толстого, Гитлером, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии, 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется знаменитая древняя Иванова ночь, 23 июня». Анна Андреевна потянула к себе со стола книгу «Садуля о Чаплине» и прочитала вслух два отрывка. Книга ей сильно не нравится. Заговорили о Хемингуэе. Анна Андреевна объявила, что не любит у него рыбной ловли, а я при этих словах сразу схватилась за губу. «Ах, я вижу, — сказала Анна Андреевна, — вы тоже понимаете, каково рыбам. Крючок впивается им в губу. Это еще хуже, чем охота, о которой пишут столь поэтично и несут домой окровавленных птиц. Я сказала, что ни она, ни я прелести охоты понять не можем. Чтобы любить охоту, надо быть мужчиной». «Вы ошибаетесь», — с некоторой даже торжественностью, ответила Анна Андреевна. «Многие мужчины думают так же, как мы». Я переменила ей грелку у ног. Она пожаловалась, что чувствует себя очень плохо. Мне предлагают работу, а я не могу ее взять. Просто не в силах, — сказала она. Я спросила, не собирается ли она в Болшево. Нет-нет, не с моими нервами. Я слишком хорошо изучила и санаторий, и себя. Я не персонаж для санатория. 26 апреля 1955. Анна Андреевна прочитала «Старика и море». По этому случаю последовал монолог о Хемингуэе. «Нет, книга мне не понравилась. Я читала и думала, мне бы ваши заботы, господин учитель. Ведь это он сам и его дама. Появляются в конце, с их позиции все и написано. Все такое надмирное. В «Прощай оружие» ему было, что сказать, свое, категорическое. А тут нет, не слышу. Больше всего я люблю у него «Прощай оружие» и «Снега Килиманджаро». А вы заметили, он совсем не американец. Он европеец, парижанин, кто хотите. У него и штатов почти нет. Все больше другие страны. И вы заметили, какие в его вещах все люди одинокие? Без родных, без родителей. В «Прощай оружие» говорится про кого-то, что у него даже был где-то отец. Полная противоположность Прусту. У Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки. Сегодня она, Андреевна, живее, бодрее немного, даже не лежит. Опять сказала мне о книжке Бергольц. «Все старое, мама Кама, но вы почти ничего. Кстати, вы не знаете, откуда это?» Она протянула мне книжку с дарственной надписью. Сначала «Милый» и прочее, а потом две строки. «Лишь к твоей золотой свирели в черный день устами перельнул». Я вспомнила сразу. Это из блока. Ты в поля отошла без возврата. Я это знаю с детства и потому сразу прочитала наизусть начало и конец. «Ну вот, вы помните. А все остальные граждане, в том числе и я, позабыли. Я имела полную возможность выучить на зубок только эти две строки, потому что Ольга пишет мне их регулярно на каждой своей книге. Дальше случилось смешное происшествие, которое, между прочим, показало мне, что Анна Андреевна, несмотря на болезнь, сильна и находчива. Ее позвали к телефону. Она ушла и говорила довольно долго. Я взяла книжку Бергольц, и вдруг из-под кровати выскочила лапа и вцепилась мне зубами в туфлю. Я громко закричала. Отталкиваю ее ногой, калачу по шее. Держит. На мой крик вошла Анна Андреевна. Лапа мегом уползла под кровать. Тогда Анна Андреевна нагнулась, одной рукой за шкирку вытащила собаку из-под кровати. Лапа, повиснув у нее на руке, вся скорчилась от конфуза, шлепнула другую по спине и вышвырнула за дверь. Все это она проделала в одно мгновение, гибко, сильно и даже не задохнулась. Потом пришла не то портниха, не то просто какая-то дама продавать ей летнее пальто. Одергивая на Анне Андреевне полы, она говорила, — Только зад вам короток, а вперед в самый раз. Я, как услышала Ахматова, я прямо села. Ведь вот, например, Пушкин, зима, крестьянин торжествуя, больше я ничего не помню, а ваши все стишки знаю наизусть. Про сероглазого короля очень красиво. Да, зад придется выпустить, а вперед в самый раз. Я у одной видела, вы на карточке нарисованы с челочкой, молодая, очень пикантно. 6 мая 55-го. Вчера, наконец, я опять провела вечер у Анны Андреевны. В майские дни она звала меня дважды, но я никак не могла к ней вырваться. То переделкина, то люди, то прорва работы. Теперь и перед ней совестно и сама себя обокрала. Она встретила меня словами. Сегодня в Китае день поэзии. Праздник дракона. Китайцы бросают в реку рис в честь Суй-Юаня, который утонул. Помолчав, рассказала. «Видела я Бориса Леонидовича. Грустно. Он стареет и даже как-то дряхлеет. Выглядит очень дурно. Кончает роман. После такой напряженной работы нужна отдача. А будет ли она? Страшная у него жизнь. Представьте себе, он не слыхал до сих пор о смерти Лозинского. Где же он живет? Кого видит? Наверное, одного Ливанова. Борис Николаевич Ливанов. 1904-1972 годы жизни. Актер Московского художественного театра. Исполнитель ролей Ноздрева в «Мертвых душах», Мити в «Братьях Карамазовых», Астрова и Соленого в «Дяде Ване» и «Трех сестрах». Чацкого в «Горе от ума». Пастернак и Ливанов познакомились в 1938 году, когда МХАТ собирался ставить «Гамлета» в переводе Пастернака с Ливановым в главной роли. Спектакль не состоялся, но дружба между Пастернаком и Ливановым сохранилась. Ливанов радовал Пастернака не только своим актерским мастерством, но и общим артистизмом, весельем духа, постоянной оживленностью, умением оживлять все вокруг. Когда Ливанов впервые сыграл Чацкого, вспоминает в 1990 году в третьем номере журнала «Театр» Веленкин, помню в партерии Бориса Леонидовича, какого-то растерянного от волнения, взволнованного до слез, неистого ему аплодировавшего. «Я предложила ему прочесть «Старик и море», Хемингуэя», продолжает Анна Андреевна. Он ответил, «пока не кончу романа, ничего читать не буду. А я думаю, наоборот. В это время, как кормящей матери, следует питаться всем». Когда я передала ей, со слов Ольги Ивинской, что Борис Леонидович для предполагаемого однотомника собирается исправлять ранние стихи, например, «Ужасный», капнет и вслушается. Она всплеснула руками, а потом произнесла «Тихо, раздельно, медленно». Это вершина русской поэзии, классика XX века, Борис Безумец. Потом мы пили чай вместе с Ардовым и Галиной Христофоровной. Галина Христофоровна Башин-Джагян. 1905-1990 годы жизни. Преподавательница русского языка и литературы в школе. Одно время Галина Христофоровна, давний друг семьи Ардовых, жила у них на Ордынке и помогала мальчикам в их учебных занятиях. У Ардова возле прибора стоял волшебный «Китайский гусь», который сам пьет воду. В общем разговоре Виктор Ефимович, между прочим, упомянул, что пьесу «Д.Б.» помог построить «Файко», и что кому-то из сценаристов помог дотянуть сценарий Коварский. «Кажется, только я одна сама написала свою белую стаю», сказала Анна Андреевна, и увела меня к себе. Она спросила, что я читала в последние дни, и, услышав в ответ Ролана, которого не люблю, биографии героев, произнесла целую анти-Ролановскую речь. Как всегда, ее нападки оказались совершенно неожиданными. Терпеть его не могу, такое убожество. Не в силах был понять, как это Микеланджело давал приданной неимущим девушкам из собственного кармана. Да-да, я читала. Сам же он скряга, сквалыга на французский манер. Он даже и сущей малости не мог сообразить. Тот был католик, тому сказал его духовный отец, сын мой, вокруг нас нуждающийся, и Микеланджело счел себя обязанным дать приданной неимущим девицам. Ролана представить себе такого не может. Взял собственное свое родное золото и кому-то отдал. Майя Кудашева мне объяснила, что он жил в Швейцарии только потому, что прислуга там гораздо дешевле, чем во Франции. Там молоденькие девушки, приучаясь перед замужеством вести хозяйство, идут в услужение почти бесплатно. Мария Павловна Кудашева, 1895-1985 годы жизни, жена Романа Ролана. Она родилась в России, мать француженка, отец русский. Мария Павловна в молодости писала стихи по-французски и вращалась в литературном кругу. Была знакома с Максимилианом Волошиным, Мариной Цветаевой, Осипом Мондельштамом, Андреем Белым. В 20-е годы, еще находясь в России, она начала переписываться с Романом Роланом, затем уехала в Швейцарию и вышла за него замуж. Летом 1935 года Роман Ролан с женою побывал в России. При каких обстоятельствах и когда происходили встречи Ахматовой с Кудашевой, мне неизвестно. Потом, уже не помню, по какому поводу, я посмеялась над давящей ее поклонницей Портнихой. «По правде сказать», — ответила мне Анна Андреевна, — «я рада была тогда, что вы ушли. Мне казалось, вы ее сейчас ударите, но не беспокойтесь, пожалуйста. Не все мои поклонники в ее роде. Попадаются и совершенно особенные. Есть один в Ленинграде инженер по турбинам. Любит мои стихи». Когда он защитил диссертацию, друзья подарили ему все мои книги. Так вот, у него был однажды билет в филармонию. Но узнав случайно, что и я в этот вечер должна быть там, он заявил, что не пойдет. «Я не имею права находиться под одной крышей с нею. Я того не стою. Вот какие у меня бывают поклонники». Потом сказала, не знаю, всерьез или в шутку. «Среди писателей у меня мало друзей. В сущности, я ни с кем не знакома. Вот разве что с Исидором Штоком и Сашей Кроном». Сноска. Само собой, разумеется, это утверждение не следует понимать буквально. Знакомых и друзей у Анны Андреевны, среди писателей и среди не писателей, было великое множество. Конец сноски. «И еще знаете, кто в последнее время?» «Сказать?» — она взглянула на меня с веселым лукавством. «Самуэл Яковлевич. Вы думаете, он все только лежит в кровати и хворает? Ошибаетесь. По ресторанам и отлично. Зим похож на самолет». Когда мы заговорили о романе, над которым работает Наташа Ильина, Анна Андреевна сказала, «Трудный у нее материал. Она ведь пишет о том, чего нет и никогда не будет. И уже неизвестно, было ли. Это все равно, что месить тесто из облаков». Смотрит на свою газету и удивляется. Неужели было? Наталья Иосифовна Ильина, 1914-1994 годы жизни. Автор воспоминаний, пародий, фильетонов и одного романа. В раннем детстве Наталья Ильина увезена была родителями в Китай. Там, в Шанхае, она издали влюбилась в Советский Союз, чему сильно способствовали не только советские пропагандистские кинофильмы, но и глубокая любовь Ильиной к русскому родному языку. «Шанхайская газета», упоминаемая Анной Андреевной в разговоре со мной, и эта просоветская газета «Шанхайский базар», одной из создательниц и постоянных сотрудниц которой, была Ильина. Вместе с другими русскими людьми Ильина в конце 1947 года вернулась на родину. Возвратившись, написала роман «Возвращение», где изображена жизнь русской эмиграции в Китае, тамошний распри и тоска многих эмигрантов по России, тоска в особенности во время войны. На родине прославилась Ильина, однако, главным образом не романом, а едкими фильетонами, высмеивающими шпиономанию, процветающую в нашей стране, а также восторженные казенные очерки о колхозах. Писала она и о бездарнейшей прозе, которую советская пресса выдавала за современную классику, а издательство печатали миллионными тиражами. В 60-е годы, когда Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир», метки фильетоны и рецензии Ильиной служили постоянным оружием в битвах журнала с его противниками. Фильетоны и пародии Натальи Ильиной, печатавшиеся ранее в газетах и журналах, собраны были сначала в 1974 в книжке «Светящееся табло», затем в 1989, сильно дополненные. В сборнике «Белогорская крепость», а мемуары в книге «Дороги и судьбы». Кроме портретов ее родных и рассказов о встречах с актерами и писателями, в книгу вошли также и воспоминания об Анне Ахматовой. Познакомились Наталья Иосифовна с Анной Андреевной в Доме творчества в Голицыной в 1954 году. Потом, когда я собралась уходить, Анна Андреевна сказала «Ну, посидите еще десять минут, за это время я постараюсь привыкнуть к мысли, что вы уходите». И вдруг вынула из чемоданчика поэму и показала мне одно место. Я ахнула, разглядев, что строка невидавших казней очей «Заменена другою наших прежних ясных очей». «Анна Андреевна, это хуже», — взмолилась я. «Та была очень важная строчка, ведь это грань в каждой человеческой жизни. Знаешь ли ты уже, что такое казнь или нет?» «Непременно надо было заменить эту строку», — строго ответила Анна Андреевна. Она давала повод к ложным толкованиям, я читала множество людей, убедилась, и не одна она, и другие строки и строфы. Она быстро перелистывала поэму, передо мной мелькали вычеркивания и замены, и я увидела на лету еще один разбой вместо строки «Что, глядишь ты, так смутно и зорко, написано печально и зорко». Я стала умолять Анну Андреевну оставить ее, ведь это такое изумительное сочетание «смутно и зорко». «Я все эти поправки сделала еще в прошлом году, в один вечер», — торжественно произнесла Анна Андреевна. «И не спорьте, пожалуйста, перестаньте». Я перестала. «Как же это можно менять?» «Смутно и зорко». Но я перестала. Я только попросила разрешение явиться с поэмой на днях, чтобы перенести все вставки и поправки в свой экземпляр. «Не переносить надо, а предыдущий экземпляр уничтожить», — сказала Анна Андреевна сердито. «Он уже никуда не годится». Экземпляр, подаренный мне Анной Андреевной 4 мая 1953 года, я не уничтожила, а храню. В этот экземпляр из месяца в месяц, из года в год Анна Андреевна либо сама вносила перемены, либо диктовала их мне. И так длилась вплоть до июня 1960 года, когда Анна Андреевна подарила мне новый экземпляр, который недолгое время она считала окончательным. Тогда последующие поправки я стала вносить в него.